МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, орёст Савенкова принципиально ничего не изменил? К сожалению, только сроки. Они нашли нового лидера, генерала Ромовского. И когда же? Теперь в ноябре. В Польше-Подмирском формируется ударный кулак не менее тридцати тысяч штыков под командованием генерала Ромовского. Прошу, господа, welcome in my house. Генерал. Запрашивал парус, до столу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ромовскому определена роль главнокомандующего объединёнными силами. Одновременно с Ромовским крупные соединения выступят с территории Литвы и Румынии. На Украине и в Беларуси вспыхнут восстания, которые готовят подполье. В общем, ударят со всех сторон. Викторий Алексеевич полностью посвящён в масштаб предстоящей кампании, которую и вы сможете оценить, изучив подготовленную полковником Балову накладную записку. Хвала Иисусу Христу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, для меня честь возглавить дело, которое я почитаю делом всей своей жизни. Честь тем более высока, что ко многим из вас я и сам с готовностью готов стать под начало. Спасибо за оказанное доверие, господа. Ромовский. Для англичан фигура даже более предпочтительная, чем Савенков. Который многие считают авантюристом. Не могут простить его эсеровское прошлое. Ромовский, пожалуй, единственное, кого могут принять все. Единственный и последний. Ромовский, генерал, я пел за вашу победу. За победу! За здоровье помогает! За победу, господа! За озвученством! За победу! Значит, ликвидация? Нет. Как и Савенков, он должен отказаться от борьбы. На то, чтобы выманить его на нашу территорию, у нас нет времени. Операция «Синдикат» продолжалась два года, а у нас всего два месяца. Этот варшавский вор, Густав, вы его не застрелили. Почему? Не было необходимости. Ай, цацинка! Черт! Поч Treasury Что там есть? Ликвийц! Стой! Стой! Поехали! Не заводится. Почему не знают? Сходи. Стой! Стой! Уходим, уходим! Быстрее! За мной! Быстрее, быстрее! Эй, без отдохов! Что там? Тачи, тачи! Ранили! Черт! Стой! Чего? Ходим! Он же свидетель! Нельзя его оставлять! Беги, я сам! Ладно! Густав! Густав ничего не расскажет. Он был использован в темную. К тому же он не знал, кто я. Теперь не расскажет. Его убили в тюрьме. Я скажу прямо. Ваша нерешительность вызвала у меня сомнения. Тот ли вы человек, которому можно доверить это дело? Но учитывая ваше оперативное качество, опыт, преданность, которую вы не раз доказали, работайте. Главное теперь – это ваша легенда. Главное теперь – это ваша легенда. Хотел? Я такое хотел. На что мне фельдекокс? Я хотел шелки, чтобы французская пяточка была в чулочке. А такого мне не требуется. Злотый сказал, помбоня хотел. Да? Ну ладно, возьми. Помбоня. А панталоны? Не панталончики, а конфетка какая-то. Ай, сюда-то попачкай. Мое почтение, Анстафан. Мое почтение. Ну что, как тут наши дела? Вася, шо ты выродилась как куверте? Накинь что-нибудь на голову. Да отстаньте, папа, не ваше дело. Я прошу тебя, поаккуратнее. Так, едь ровнее и не разбей мне тут. Все. Да не труситесь вы, папа. Я довезу как надо. Доедешь до Гомеля, я уже буду там у мамы. Я ж на паровозе. В паровозе. Поеду, да. Ну все. Поцелуй папу. Вася, дай папе бусю. Да папа, отстаньте. Тогда опять обсунявите все лицо. Вот идите до коней лучше. Помогите выехать мне. Боже милостивый. Почему ты мне не дал мальчика? Я бы назвал его Иосифом. Иосиф. На, дороженье. На, пошли. Пошли. Браток, браток, давай подкурить, пожалуйста. Браток, давай. Спасибо, браток. Давай. Значит, тебе к нам из самой Москвы прислали? Врага остановить, так сказать. Моё задание, генерал. Мы тут, знаешь, тоже не пальцем деланы. Обстановку-то понимаем. Далеко господин генерал не пойдет, не пустим, да он и не собирается. Возьмет две-три губернии, объявит себя верховным правителем и попросит военной помощи у Польши. Поляки сами не полезут, поднимут вонь в Лиге наций. Англия и Франция их поддержат. И пошла писать губерния. Так? В общих чертах. А ты, значит, должен генерала оформить? Нет. Я так и думал. Насчет секир башка — это и нам, дуракам, доверить можно. Ну и что тогда ты с ним делать думаешь? Ну, для начала познакомиться с контрабандистами — это идеальное прикрытие. Мне нужно свободно пересекать границу. Есть еще кое-какие планы. Ну, давай напрямоту идет. Если Шилову сказали обеспечить поддержку, Шилов обеспечит, но не в темную. Тем более ты здесь человек новый, а я главный. Так что не темни, тебе же проще будет. Проще, к сожалению, не будет. Ирланд Витальев. Куда? А? А тебе что, ограбили? А чё-то сразу ограбили? У меня не такая репутация, шаб меня грабили. А вид такой, как все вынесли. Так и повынесли. А шо вы хотите, когда ремонт? Мне ремонт. С самого роня придут к упоросить. Так что давайте все это сделаем швидко, ходко, быстро. У вас приличный вкус. Полкаратный бриллиант с капошоном. Но тут скол это другая цена. Даю двести долларов. За бимбало? За бимбало я отдал бы пять, а за все двести долларов. Сколько? Нет, а чем вы недовольны, панове? Я вам что предлагаю двести собачьих какашек? Я вам предлагаю двести американских долларов. Во! Видел? Раз так, пан Бонни, то нам не надо. Мы к другому можем танцевать. Да, Степа? Куда пойти? Как пойти? Юзык. Пан Стефан имеет торговаться. Я говорю ему свою цену, он говорит мне свою цену. Я добавляю, пан Стефан уступает. Так у солидных людей принято. Пан Стефан, даю триста. Да это очень приличные ей деньги. Четыреста. Они мне доля под носа, а я им четыреста. Хрен вам уводшим. Морто-бандитский. Адьё, панове. Адьё, панове. Панове. Адьё. Тихо. Здесь темно, а вы бежите, пан Бонни. Так у меня же поезд. Здоровье-то дороже. Степа, чего он так долбит? Ну, сейф пошёл. Степа, а откуда Бонни сейф? Ты чего расчелся? Где деньги? Хорапель. Чего? Забрали всё. Всё, что дашь. Всё. Ты чё лепишь? Где бабки? Ограпель. Забрали всё, что надо. Парни-то. Давай, давай, ищут. Я говорю, что такого уже не может быть. Он просто не может быть. Давай, давай. Вот, примите. Пан Злотов, это ж наши цацки. А как порежем? Можете. Только я же все вернул. Да еще с прибытком. У нас откуда такая щедрость? Возьмите меня к себе, пан Злотый. Он вот. Савица. Благодарю. Ну, седай пока. Степа, Степа! Посмотри. Да посмотри ты на стол. Аккуратней. Вон, видишь? Пойдем. Вот. Это он Боню вытрусил. А ты че тут расселся? Че? А? Замолкни. Кто? Кто? Кто замолкни? Я замолкни? А че это так со мной разговаривает? Что? Вон он растет! Волез! Эй! Ты че, а? Не успокойся, ну, теперь же все вернула. Все вернула. Тихо, тихо, тихо. Давай, мама. Все хорошо. Тихо, тихо, тихо. Давай ее. Тихо, тихо, тихо. Ты кто? Януш. Пшак. Поляк. Пшак. А Пшехов я бью. Степ. Потому что они не доверны. Степ, а я? Я что ж пью? А тебя не пью. Тебя не пью. А вот таких пью. Особенно, когда варюги. Ты шустрый, да? Степ, успокойся. А, нормально все. Ну что, пшена? Степ. А я сейчас тебя крестить буду. В веру православную. Может не надо? Ладно, ладно. Молись ему этому. Богу католическому. Ничего! Ну все. Я тебя сейчас убивать буду. Понял? Ну все. Я тебя сейчас убивать буду. Понял? Степа! Успокойся! Успокойся! Я тебя тоже убью. Все. Извините, пан Золотый. Я еще ничего не решил. Я еще ничего не решил. Что надо? Степан, ты же первый на меня попер. Хочу помириться. Ага. Помоги вытащить. Может померимся. Ложи. Что это? Астер, носки берите. Быстро. В пельке уходите. Юзык! Быстро в пельке! Глотова ранили! Ремян! Прикрывай их! Тихо! Тихо! Кажешь, шустрее! А ты молодец, шустрее! Потерпите, пан Золотый. Треборанку почистить. Спирту трошки дойдется? Пошупаем, сдойдим. Давай. Здесь много кто с границы живет. От красных мало что носят. Не знаю, мануфактуру. Цацкие разные золото. Это все у блатных. А от нас туда все. У них же ничего нету красных. И спирт, конечно. Кстати, недавно злот и большие деньги у нас за партию спирта. Мы в мешках по четыре ведра кернули. Каждый. Может кто узнал, да под агранды у нас? Часто такое случается. Агранды. Да не то, чтоб часто. Понимаешь, на агранду идут настоящие негодяи. Узнают, где партия пройдет. Или где схрон. Не убивают всех, а товары, деньги себе забирают. Вот так. Узнать бы, кто промышляет. Мужики с куторых. Или те, что контрабанду несут. Свои, своих же получается. Стреляют и бьют. Да. Убивают всех. Свои. Пану Злотому крупно повезло. Да уж, повезло. Очень крупно. Крупно, потому что пулька маленькая. Отсюда и маленькая дырочка. Ни одна косточка не порушена. Вот. Примите великодушную. Да. Весьма вам благодарен. Желаю здравствовать. И не скачите пока. Поберегитесь трошки. Ну, выздоравливайте. Выздоравливайте. Пора былом вроде. Нет. У него калибр девять, а здесь меньше. Это либо браунинг дамский, либо… Хотя нет. Нарезы другие. Это Галесси. Чего? Итальянский пистолет, Галесси. Пуля калибра шесть и три, убойная сила так себе, но в ближнем бою хорошая штука. О чем знаешь? Интересуюсь. Кстати, не у каждого в хозяйстве есть. Узнать бы чья. Даст Бог, узнаем. Степа, а почему ты мамонт? Да скажи, мужик. Он же и есть мамонт. Это слон лохматый такой. Я в музее в Варшаве видел. Да, только у Степки шнобель маловато. Ну, бывайте. А это что? Опа! Ну, у тебя же денег нет, Яна. Ну, а раз ты наш теперь, должен быть при денежках. А? А если я не ваш? Ну, то да. А кто не наш, тот фраер. Давай. Ладно. Давай. Давай. Молодцы. Ну, заходи. О, долгие хоромы. Помогайся. Живи не хочу. Ну, а что? Просторно и уютно. Степа! О! Слушай, а я тебя не стесню? А чего меня стеснишь-то? Я не живу. Мать-мерла. Женой пока не обзавелся. Я, Ома, пока выбираю. Питала какая? Соня. Ну, держи, тебе такую же найдем. Ха-ха-ха. Ты распакай, распакай. Сейчас я. Ух ты! Роскошный вид, Степа. Ну, а как ты хотел? Слушай, на твоем фоне я выгляжу, как пошлый принц в изгнании. Степа. Может, подожди. Степа. Ну, возьми. Степа, не надо. Степа. Ну, одевай, тебе говорю. Давай. Вот. Ну, можно, в принципе… Может, у кого подгадать? Степа. Ну, ты же не мой степь. Ну, да. Ну, пойдем. Пойдем-пойдем. Газеты, газеты, покупаем газеты. Свежие газеты, покупайте газеты. Газеты, газеты, покупайте газеты. Покупайте газеты. Покупайте газеты. Попейте газеты. Давай, гуляй. Газеты, газеты, газеты. Оружие сколько захочете. Ну, понятно, что генерал Ромовский в Минске самый, наиглавнейший человек. Попейся. О, Заня. Заня, а кто кто-нибудь попрет? Жандармери, бургамисты. Я тебя умоляю. Это все политика. Знаешь, политика. Все с самой Варшавы. Ну, вот. Пришли. Достойная вещь. Хороший камень. Сколько пан за него желает? Полагаюсь, на вашу щедрость. Пан желает получить в злотых? Я предпочитаю доллары. Как угодно, пан. 50 долларов. Отлично. Хорошая цена. Я полагаю, недавно в Мирске. Только сегодня приехал. Я не спрашиваю, откуда, но здесь, в Мирске… Здравствуйте. Добрый день. Человеку вашего круга принято одеваться несколько иначе. Я не уверен, что у меня найдутся такие шикарные вещи, как у вашего друга, но… Кое-что я могу подобрать и сделать солидную скидку. Мерить надо. Ну как? О! Ну… А мне, конечно, шику маловато. Ничего. Месье Ковальчук, вы возвращаете мне веру в людей. Скажите честно, вы ангел? Конечно, ангел. Пойдем. Ну, как я тебе, Степа, а? Красавец? Ну-ка, повернись. Оп! Не знаю, на мой взгляд, Степа маловато. Да перестань ты! Извините. Пойдемте. Еще раз прошу меня простить. Пойдемте, пойдемте. Красивая. Эй, здесь тебе не дам. Идем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Сердце бьется сильней, летят птиц караваны, дорогие края, провожаю питья. Сердце бьется сильней… Прошу, прошу, господин полковник. Яна, пан полковник, секунда. Кто такой? А, да. Чушьки с Варшавой. Ваш столик. Я не велел никому. Пожалуйста. Прошу. Сараз моя. Ну да, хорошо. Могите, да. Да сядь ты, Петр. Слышишь? Петька! Что вам угодно? Угу. Ну что, полковник, мадам? Пойдем, братец. Пойдем, пойдем. Пойдем. Пошли. Я желаю объясниться. Почется плата. Перестаньте рыдать. Надо мной журавли. Ах, как боль на душе. Как не хочется плата. милостивой государственной, я офицер, не позволю собой играть. – Постой. – Пусти. Иди, ты чего нежёшь? – Я требую… – Пьяный. Конечно. С приличными людьми так не поступаем. А если дама так, значит, она сама неприличная. Да ты чего с ума сошёл? Прекрати! Вы пьяные. Вы ведите его. Чего? Господа, господа, ну как можно так, господа? Кого? Да уйди ты. Кого вы ведите? Меня? Петя. 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 Офицера Его Императорского Величества. Петька. Ты… Ты кто? Сойчёв! Я приказываю! Ты! Я крик! Петька! Прошу прощения к своим полковникам. Мадам. Ты что делаешь, скотина? Простите, мадам. Убью меня! Убью! 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 Петька! Отдай! 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 Вон я! Убью! А его офицера! Закинок! Как синка! Господа! Вы не офицер, вы свинья! Стой! А вы, юноша, поосторожней со словами! Я бы счастлива отсюда! Поручик Галецкий к вашим услугам! Поручик? Так. Да пусти уже. Плаков, он офицер. Вот сюрприз. Тогда стреляться. Здесь. Через скатерть. Что, поручик, как вам такой карамболь? Да. Зачем же портить скатерть? Пустите, мне больно. Больно? Вам больно? Вы превратились в кукотку. Вы же успели с этим мерзким хамом. Не ваше дело. Я терпел ваш блуд. Блуд. Да, с блуды. Терпел в Варшаве, но здесь не намерен. Что? Я буду делать, что хочу и с кем хочу. Руку. Пошел. Ну, пошла. Ты чур с вами? Ты чур с вами? Ну, будьте любезны. Отстаньте! Это что здесь происходит? Револьвер. Но я должен. Я приказываю, отдайте револьвер. Ваше предстоятельство, он обязан выстрелить. Рот, мистер Плахов, в лагерь. Оба, немедленно. Живо! Слушаюсь. Пошли. За тобой выстрел. Это касается всех. Разойдись. Устроили здесь булаган. Ваше имя? Поручик Галецкий. Ваше превосходительство. Поручик? Что-то я вас раньше не видел. Имею честь доложить. Только вчера прибыл. Бежал от большевиков. И сразу приключение. Я вас запомнил, поручик. Я вас тоже. А если генеральный стрел, ты что, больнул бы? Конечно. А если письмо везло. Значит, судьба, Степа. Знаешь, иногда нужно устраивать себе встряску, чтоб жизнь острее оказалась. Газеты, газеты, свежие новости. Газеты, газеты, свежие новости. Газеты, газеты, свежие новости. Вставай! Что случилось? Собирайтесь! Прошу шляпу. Прошу, пана. Рад, рад, рад приветствовать вас. Дорогой пан Галецкий, позвольте рекомендоваться. Полковник генерального муштаба Франтишек Секунда. Галецкий Януш. Пан полковник, я не очень понимаю. Простите меня, простите, великодушно, что не явился лично. Не хотел смущать, но желал видеть. Вот прибег, полномочем. У нас пола забыл сам так сказать. Надеюсь, вы не в убеде. Беата, твой спаситель здесь? Да, я вчера сказала мужу Франтишек, мы должны поблагодарить этого юношу. Вы вели себя, как настоящий рыцарь. Какие пустяки, мадам? А вы с какой Галецкий? Здесь когда-то жили в Галецке в Ставках. Не дурное имение. Там была какая-то семенная драма. Да, там была замешана любовь. Вот да, да. Что-то в этом родина. Любовь. Вражда, тяжба. Им пришлось уехать этим Галецким, а имение прошло пану Пикульскому. И Галецкие это ваши родные? Да, я их сын. Что вы говорите? Имею намерение добиться пересмотра дела. Но пан Пикульский умер. Умер? Точно так. Третьего дня. А имение досталось его воспитаннице, госпоже Билинской. Угу. Так что вернуть что-либо невозможно, но вы можете судиться. Но судиться с сиротой. Не по-рыцарски. Я помню эту Билинскую еще ребенком. Ей возможно сейчас лет двадцать. Она красивая? Прелестная девушка. Ну вот. Зачем же судиться? Надо просто жениться и именем мое. Каков наглец. А если она не захочет за вас пойти? М? Да бог с вами. Разве такое возможно? По причине отсутствия прямых и кровных наследников передаю все мои сбережения, размещенные в коммерческом банке города Мирск, а равное имение ставки со всеми угодьями и лесными наделами в полную и нераздельную собственность моей воспитанницы, госпоже Билинской Ирине Андреевне. Что б тебе кололось в том гробу? Наследников у него нет кровных. Не обижайся только. Янушу ставки достаться б должны. По праву и Господней справедливости. Если б не старый черт и коварство его подлое. Галецкие ставками владели триста лет. Триста лет владели. Не пикульски. Что же мне делать, пани Магда? Жить. Радоваться. Может, иногда молиться за пана Януша. Живой он или мертвый. Женица, Пангалецкий. Почему бы нет? Правда, надо поправить документки. У вас нет документов? Да. Я два дня, как из Советов, перешел границу. Все мои бумаги были потеряны еще в девятнадцатом году под Екатеринодаром. Скорбно. Да. Впрочем, во-первых, мы вам выправим. Нужно только, чтобы кто-то подтвердил вашу личность. В этом-то и проблема. Отца расстреляли, а мать, мать, она, к сожалению, умерла. Меня увезли отсюда, когда мне было десять лет. Ты слышишь? Какая печальная история. Правда, есть только Магда еще жива. Кто это Магда? Пани Магдалена, наша экономка и моя няня. Я думаю, она бы смогла меня узнать. Бедный ребенок. Крантишек. Мы должны помочь Януку. Ну, конечно, конечно. Благодарю вас. Благодарю вас. Ты стимей. Благодарю вас. Благодарю вас. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Класс, не спускать. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Паня Магдалино! Паня Магдалино! Там молодой пан! Какой молодой пан? Прошу, прошу! Здравствуйте, паня Магдалина! Паня Магдалина, вы меня не узнаёте? Я Януш! Я Януш? Януш Галецкий. Здесь меня ещё можно узнать. Паня Магдалина, не так называл меня маленький Януш. Паня Магдалина, я вас уверяю, я только что из Парижа. Корсет и умер. И что же, больше никаких корсетов? Именно так. Война отменила корсеты. Свободные крои, талия чуть занижена. Я, кстати, жду из Варшавы несколько туалетов. Вы всё сами увидите. Паня Магдалина, Януш, он приехал. Януш Галецкий, к вашим услугам. Януш? Ну, вы же помните Януша. Вы же помните. Вы с ним росли вместе. Паня Магдалина… Неужели забыли? Это было очень давно, Магдусе. Да нет, что вы! Конечно же, я вас помню. Я очень рада, что вы приехали. Позвольте представить. Ковальчук Николай Дмитриевич. А мы знакомы с месье Ковальчуком. Имел удовольствие. Мы жених. Ну что, Магдусе, покажешь мне дом? Покажу. Господа. Адам. А знаешь, Магдусе, здесь ничего не изменилось. Так это, выходит, ваше благородие? Бывшее благородие, Саша. Воевал? Где? Где я только не воевал. А ты не жмись. Рассказывай. А то вот Злотов тебя взял, а мы про тебя ничего не знаем. Что ты, откуда вы? Ну, воевал в Галиции. Потом на юго-западном, у Брусилова. Украине был? Был. Давай закусывай. На Украине у Гетмина с Петлюрой бился. С Красной. Потом на Дон. Красный и Ростов взяли, а я в городе остался. Надоело, ура кричать. Отсиделся у одной. Познакомился кое с кем. В общем, в разных веселых делах побывать случилось, пока товарищей не окружили. Ну, что за дела? С кем? Из Жигановича с Ростова. Может, виделись там? Нет, не виделись. Мне довелось. Ну, и веселился-то с кем? А братья там были? Кублюки. Иван да Алешка. Слыхал? Да, лихие были ребята. Рисковые. Земля им пухом. Дружок у меня был в Ростове. Хромой клевкуха. Твой с павлюками бегал. Хромой? Ага. Кублюки были. Грини армян. Васюта жит. Ну, я поруч. Нет, Хромого не было. Не было Хромого. А может, Брешет хромой, а? А может, и Хромого не было, а Жиганов? А может, и не было. Ладно. Давайте выпьем за красивый город Ростов. Ха-ха-ха-ха! Ну, Будьма! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Бойкова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Филка А.Кулакова Наскрытийтров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну шоу, видел? Хороша Атоша Хороша Марись, да не наша А чья? Золотова? Да она сама по себе Никого к себе не подпускает Сам-то пробовал? Пробовал, пробовал. Так она его кипитком. Хорошо не в рожу. Да, Степан? Хороший жаль! Степ, ты чего? Да, я забыл. На. Все. Хорош бозлай. Держи. Заоставать рано. Давай спать ложиться. С утра в город. Виноват. Золотой козавт и Янушев. Поручик Галецкий. Вашим услугам. Где ж ты так скакать-то научился? Когда ты гимнастикой занимался. Панские предчуды? Стой! Ух ты! Ах! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, сволочь, ты по что пихаешь, а? Руки. Бери руки, сволочь. Ты на рабочего человека! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Третья белая, а что ты за делаешь? Иди сюда! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Всё. Таня? Таня. Гуляйте пока. Что, прям кофе пил? Да. С коньяком. Коньяком? И с венскими вафлями. Ух ты! Ну и как, полковник? Душевный человек. К такому спиной не поворачивайся. Но я думаю, что интерес у секунды я вызвал. И у Ромовского тоже. Вот, нет бы тебе сразу к Ромовскому корпус записаться. Ты же вызывай. Офицер? Но я же только что от красных. Уже подозрительный. Ну и к тому направят меня в лагерь. В лучшем случае дадут мне роту. И что? Всё. И оттуда потом не выберешься. А Ромовский, он… Он должен мне доверять. Понимаете? И что ты делать собираешься? Пока не знаю. Буду ждать, когда секунда начнет меня вербовать. Ну, времени у нас маловато. Тимофей Фёдорович. Жигант. Из партии Злотова. Что Жигант? Вы знаете, что он из Ростова? Брось. Да. И всю тамошнюю Шайку он поименно знает. И что он что-то… Нет, пока всё хорошо. Он не видел поручика в лицо. Кипит твоё молоко. Убирать его надо срочно. Зачем? Мы не доглядели, надо исправлять. Да погодите вы, он же ещё ничего не сделал. Предлагаешь дожидаться, когда сделает? Он тебя расщёлкает не сегодня, не завтра. Такое дело поручено. Есть. Без соплей. Тем не менее, я прошу вас не трогать Жигана. И поставить под удар всю операцию? Наоборот. У Злотова же я человек новый, так? Так. Он меня принял, но я ещё не свой. Жигант при всех начал расспрашивать меня про Ростов. Убьёте его, подумают на меня. За это не думай. Я так всё устрою. Я расстраиваю. Тимофей Фёдорович, вы уж извините меня, но эта операция поручена мне. И я несу за неё ответственность. Ладно. Как скажешь. Вы вполне уверены, что это случайность? Господи генерал, это Кирпин не могут случайности. Но это случайность. Штабс-капитана Рыжего зарезали какие-то бандиты. Бандиты. Кто это видел? Это видел, как начали. При нём что-нибудь нашли? Нет. Уверен? Да. Откуда такая уверенность? Я не уверен. Я знаю. Его ждали в Киеве и сейчас ждут в Киеве. Окончательная организация действий необходима. У вас есть надежный курьер? Я рассчитывал, как бы не будет из ваших людей. Задача наших людей — глубокий рейд на территории противника, захват этой территории и удержание при поддержке законспирированных боевых организаций и части местного населения. Ваша задача — обеспечить эту поддержку. Так точно. Да. А штабс-капитан Рыжов — тоже мой человек. Стой, генерал! Ваше приказание исполнено! Вольно! Стой! Есть на примете кае кто? Кто? Калецкий. Капитан Калецкий? Да. Видел я, он не нравится мне. Мне тоже. Он только что от красных. Точно так? Удивительно. Появился сейчас. Накануне выступления. А что вам о нем известно? Только то, что он человек с богатым прошлым. И что, вы готовы ему доверять? Возможно. Если его прошло и правда. Да. Ну так проверяйте. Ну так проверяйте. Да. Я бы ей всю ночь бы спинку термал. Угу. Есть. Держи. Это не твой калибр. Чего это? Она тебе сиськи предает. Ты задохнешься. Оля, не задохнет. Я не задохнет. Я бы выбрал свою заново, бтер бы. Зало смешного. Ну там, Жур. Места нема. Надо ослаболеться. Давай. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Сол. Вот это во время. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вот это во время. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Что за сука на меня накинулась? Я ему голову проломил. Живой? Я же тебе говорю, я ему голову проломил. Жалко. Ты б я с ним поговорил. Давай помогать. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Тяжелый, зараза. Давай, иди, а я... отойду. Отойду. Куда? На графине, куда. Спасибо тебе, земель. Давай. Так, Шилов-Шилов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ален. Яна! Гражданочка! Постойте. Вот. Просили передать. Как передать? С извинениями. Спасибо. Спасибо. Пойдемте, я вас провожу. Моя девочка, ну как ты? Мама, ты куда ходила? Я проснулась, а тебя нигде нет. Ты плакала, моя хорошая. Чуть-чуть. Моя девочка. Здравствуйте, барышня. Здрасте. Разве можно так болеть? Я уже скоро поправлюсь. Конечно поправишься, моя родная. Вот будешь много спать и поправишься. Ложись. Ложись, моя хорошая. Ложись, давайте. Ой, всю ночь не спала. Вчера жар был, бредила. А сейчас уже, слава богу, получше. Испанка. Я видел такое на фронте. Испанка. Вы офицер? Вы офицер? Бывший офицер. Экс-поручик Януш Галецкий. А вы? Как вас зовут? Елена Васильевна. Да вы раздевайтесь. Раздевайтесь. Елена Васильевна, скажите, а зачем вы приехали в Плоцик? У вас же здесь никого нет? Нужно было. Вот если Машенька не заболела. Завтра, чтоб вас тут не было. Куда ж я с ней? У нее жар. А мне зараза не потребна. Чтоб завтра вас не было. Милая моя хорошая, я вас очень прошу. Куда ж мы с ней пойдем? Я вас очень прошу. Чтоб завтра вас не было. Господи. Господи, да что же ты мне? Я поговорю с ней. Господи. Чего тебе нужно? Как зовут? Ядвига. Слухай меня уважно, Ядвига. Это молоко для Машеньки. А что все это значит? Она сварит бульон. Для Машеньки ведь хорошо бульон? Хорошо. Ну вот. Знаете, добрым словом можно многого добиться. Вам не нужно никуда переезжать. Вы бандит? Ну почему же сразу бандит? Ну, может быть, иногда. И совсем немного. А это ваш муж? Да. Да. Мы не виделись еще с восемнадцатого года. Уже почти шесть лет. Машенька родилась, когда он на фронте был. Он ее видел совсем маленькой еще. Однажды приехал на три денечка. Вы позволите? Конечно. Что? Что? Елена Васильевна, Двое суток тому назад я разговаривал с вашим мужем. Двое суток тому назад я разговаривал с вашим мужем. Да, вот это подарочки. Ромов, ты не знаешь, что они здесь? Нет. Так надо их брать. И ультиматум ему. Или лапы кверху, господин генерал. Или мы их. Я из такого туша не вывернутся. Что, не слишком благородно? Ну, нам сейчас не до чистоплюйства. Не в благородстве дело. Я изучал его досье. Драмовский не тот человек, который согласится навредить делу. Даже ради семьи. Ну, это все две догадки. В любом случае их надо брать. Не сейчас. Девочка очень больна, поэтому никуда они не денутся. Поставьте наблюдение. А лучше всего, пришлите к ним доктора. Потому что они мне нужны живыми и здоровыми. Ты что-то придумал? Что? Пока сам не знаю. Я думаю, что эту карту нужно разыграть наверняка. Согласен. Смотри, не перемудри. Ну, мне пора. Вчера в кончме моему сотруднику чуть башку не преломили. Не знаешь кто? Понятия не имею. Всего хорошего. Всего-всего. Всего-всего. Так же. Вчера. Ну, давайities. Мы спокойно шути. Красной зарублей охранной замылик, Да стыдки твои! Раз! Раз! Раз, два, три! Шире, шаг! – Ваше превосходительство. – Прошу извините, у меня совершенно нет времени. Я вас слушаю. – Что это? – Письмо. Откуда это у вас? Лена Васильевна просила перегать. Она в Плуцке. И с ней ваша дочь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тут, ОЖВ. Здрасте. Мирноравнение направо. У машины банк. Кризис, кажется, миновал. Я не знал, кто они, пока не увидел фотографию. Вот, собственно, и все. Для меня они давно умерли. 17 ноября 19-го года они отправились на юг к моим родственникам в Александров. Их поезд был полностью разгромлен при нем поездом Красно. Виктор Алексеевич, так сложилось, что я, в общем, я регулярно бываю на той стороне. А теперь я бы мог переправить их сюда. Ну, не сейчас, конечно, когда Маша окончательно поправится. Лена в письме пишет, что вы для нее очень много сделали. Я благодарю вас. Морочек, вы бы смогли передать для них письмо? Морочек, вы бы смогли передать для них письмо? Виктор Алексей мог ver. Стой! Стой! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно приехал-то? Так с месяц уже. А я все думал, когда же Вася объявится. С заданием ознакомился? Да в курсе, я в курсе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я вас помню. Помню, как меня привозили к вам на детские праздники. Позвольте. А потом вы меня катали на своем пони. А звали его... Грей. Мою лошадку-пони зовут Малютка Грей. Соседка наша в город поехала на ней. Она ее хлестала и палкой, и кнутом, и под грою в гору гнала ее бегом. А потом меня увезли в Петербург, и вы обо мне забыли. Неправда. Ну? Я скучала. А когда здесь поселился пан Пикульский, мы часто приезжали с отцом. И я все время вас вспоминала. А через три года папа умер. И Борислав Леонидович стал моим опекуном, а теперь и он умер. И теперь и вы хозяйка ставков. Это несправедливо. Я очень рада, что вы приехали. И я хочу, чтобы... Это все не важно. Те ставки, они в прошлом. И пусть оно останется в прошлом, таким, как я его помню и люблю. Ну, а что же в настоящем? В настоящем вы, пан Ирена. И лучшей хозяйке ставков даже невозможно представить. Ну, а как же вы? Ну, а что я? Мне достаточно разрешения хоть изредка навещать вас. Здравствуйте, Бога, я оброзусь, тебя нет? В ставках. Находи. Отцовское имение. Ну как, так ты богач? Все это в прошлом, Йозак. Ставки у отца отсудили, когда мне было десять лет. Просто заехал посмотреть. Пустили хоть? Пустили. Да. Не очень приятно так, да? Зло-то, вы не опоздаете? Все, хорошая. А может, мы его запалим, а? Запах. Вы что, с ума сошли? Там же люди живут. А ваши хоть? Прекрасные, Степа, прекрасные люди. Смотри, а то на ноге. Пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Зачем звук? За секунду слыхал. Прихватил он меня. Рано утречком в городе прихватили, для душевного разговора. В чем был разговор? За тебя был разговор. Ну, я же, очень, пан полковник, к тобой интересовался. Так интересовался, чуть ребра мне все не переломал. Все интересовался, поручик ты с Ростова или так, приблудный. Ну, а ты что? Ну, я ж поручика-то не видел. Я, как ты сам сказал, с Ростова говорю. Ну, ты же поручик. Поручик. Я своей биографии не стесняюсь. Ну, а я правильно сказал? Правильно. А Януш на отца похож? Ну, не так чтоб. Тоже хорош, красавец. Ну, не так, что похож. Вот бы вам с ним, пана Ирена. Что? Что? Что-что-что? Пожениться, вот что. А это пани Магдалена. Что? Что? И вам хорошо, и ему ставки бы вернулись. У меня жених есть. Уж жених. Лавочник. А у вас род древний, графский. Напрасно вы. Николай Дмитриевич никакой не лавочник. Он образованный и порядочный человек. Образованный. Вы отвернётесь, а он глазами шмек-шмек-шмек-шмек по сторонам примиривается. Паня Магдалена, мне это слышит неприятно. Я правду говорю. А пан Януш вам не чужой. Сколько лет друг дружку знаете? Я знала маленького, славного мальчика. Он господин Галецкий. Да я его вообще не знаю. Как это понимать, пан полковник? Это просто понимать. Это так понимать, что вы не тот, за кого себя выдаёте. И вам с добрым утром, пан полковник. Извините, что я пригласил вас на грану. Ничего страшного. Я уже начинаю привыкать. Потому что дело крайне важное. Я бы хотел, чтобы вы поняли. Крайне. Крайне? Вы понимаете? Конечно. И срочно. Понимаете? Или… Я понимаю, пан полковник. Я всё прекрасно понимаю. Дело важное и серьёзное. Значит, весь согласен. С чем? Работать на меня. Что, пан полковник? На благо новорождённой Польши. Подождите. Нельзя ждать. Пан Галецкий никак нельзя. Вам нужно подписывать. Вот здесь. И начнём. Что значит, начнём? Я ничего не собираюсь начинать. Хорошо. ГПУ будет довольным. Я на их месту был бы доволен. Врак советской власти. Белогвардейец. Полковый разведчик. Вы мне сказали за завтраком, что вы служили в разведке, так? Служим. А к тому же бандит, убийца, поручик. Так вас называли в Ростове. Так? Во время налёта, на квартиру Буглицкого, управляющего пивным заводом «Зарья», были убиты семь человек. Ужасающая жестокость. В связи имя Буглицкого, домработница, постовой мниционер. Да кого из них убивали? Януш Казимирович. Я имею виду лично. В Польше ненужные злодеи. Хорошо. Я согласен. Что мне нужно подписать? Контракт. И, кстати, на весьма выгодных условиях. На сколько выгодных? Там всё указано. Что ж с вами? Вербуйте. Добрый. На здоровье. И чего же вы от меня ждёте? Ничего невозможного. Вот. Какое-какое примчение для вновь рождённой Польши. Ведь человек рассчителный патриот. Аля чепанец патриотом. О, ведь чё же? Если сказать честно, я предпочитаю наличные. Пан полковник, вам невозможно отказать. Насилование я не смею задерживать. Как понадобитесь, ангел вас найдёт. На вас и ангел работает. Рекомендую ангел шпак. С этого момента ваш личный ангел хранит тело. Причём у него широкие полномочия. Можете ангелам смерти сработать? Есть ангел смерти. В грозный час последних мук и расставаний он крепко обнимает нас. Но холодно его лапзанье. Надеюсь, до лапзанье дело не дойдёт. М? Пан Шпак. Это зависит только от вас, пан Горецкий. Я хотел спросить, как обстоит дело с женихбой? Она или она уже согласна? Пока ещё нет. Если что, у нее есть жених. От вас ничего нельзя скрыть, пан полковник. Честь имею. Господин Шпак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Да, что рассказывать. Кончил гимназию, потом война. У меня был друг, вместе с ним собрались германцев бить добровольцами. Окопы нас, конечно же, не пустили, направили в школу, вольно определяются все. Потом фронт. Был ранен. Дали звание поручика, командовал эскадроном. Ну, а потом революция. С большевика на воевал. А потом? Дезертировал. Не из трусости, поверьте. Просто понял бессмысленность белого движения. Так же, как и ее обреченность. Мы думали, что Россия нуждается в спасении, а Россия не желала этого спасения. Господи. Какое ужасное время мы пережили. Для вас оно уже позади. Вы назначили день свадебы? Почему вы спрашиваете? Нет, Николай меня не торопит. Я на месте господина Ковальчука поторопился бы. Постойте, а может быть, вы сами? Да что вы говорите такое? Какое вообще вы право имеете расспрашивать меня об этом? Ну, потому что мы знакомы с вами уже 15 лет, даже больше. И наиму с женой столько не живут. Шутите? Не прошла и неделя, как мы с вами познакомились. Детство, оно же не в счет. Ну, если не хотите, не говорите. Это что за глупости такие? Мы поженимся зимой. Наверное. И уедем. Так, куда? В Америку. Так хочет Николай. А вы? Я не знаю. То есть, здесь вас больше ничего не держит? Только если воспоминания. Счастлив видеть вас, Ирина. Счастлив видеть вас, Ирина. Здравствуйте, Николай Дмитриевич. А я уже боялся, вы обо всем забыли. Забыла о чем? Так и есть. Забыли-с. Я просто каталась. Так о чем я должна была не забыть? Мы же собирались в синематограф. Ах, да-да-да, конечно. Да, действительно. Я помнила, помнила. А потом… А потом поехали кататься на велосипеде. Одна. А о чем вы спрашиваете? Не помню, что бы вы прежде увлекались велосипедными прогулками. Ах, да. Нет, почему? Я иногда очень люблю. Ирина, неужели у меня есть причина для беспокойства? О чем вы, Николай Дмитриевич? Ирина… Ах… Ах… Пан Галецкий, какая неожиданная встреча! Здравствуйте, пани Беата! Ну как я вам? Как амазонка. Ну, вообще-то, это сомнительный комплимент. Вы знаете, у них была только одна грудь. Да? А другой отнимали. Она, видите ли, мешала им стрелять из лука. А у меня все в порядке. Хотите в этом убедиться? Беат. Что с вами? Угу. Ну? Что вы делаете? Соблазняю вас, разве не понятно? Вы… А я что, вам совсем не нравлюсь? Ну, это даже как-то оскорбительно. Ваня, секунду, я… Не называйте меня по фамилии мужа. Беата. Почему? Я его ненавижу. Поедемте. Поехали, поехали. Вы любите бешеную скачку? Безумно. Пошла, пошла. Вы не представляете, как сложно найти в этом городе приличного любовника. Те с ним мужчины – сплошная каша. Да не перестаньте меня. В городе полно офицеров, они все прекрасны. Животные пьяницы. Ну, кто? Ромовский. Ромовский – это было бы интересно. Но он, по-моему, какой-то монах в портупее. Он же хранит верность своей жене. А вы знаете, что ее убили красные? Угу. Знаете, Пиат, если у нас такой откровенный разговор, скажите, вот та вот ужасная сцена, этот… как его род мистер Сычев, кажется, да? Это была ошибка. Давайте мы не будем в этом. Хорошо. Слушайте, вот его приятель… Плахов? Он милый. А, он живет с прислугой. Угу. Да? А влюблен он в жену генерала. Слушайте, вот это вот просто мадам Ромовская, это какая-то фама фатальна. Даже завидно делается. Вы удивительная женщина. А? Я несчастная женщина. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Правда, Верина, неужели вам понравилось? Вам прекрасно. Я так пугалась. Правда? Да. Наверное, ничего не смыслю все. Наверное. Вы? Добрый вечер. Господин Ковальчук. Пан Галецкий. Здравствуйте. Донзель. Господин Ковальчук. Прекрасный костюм. Благодарю. А мы с Николаем Дмитриевичем в кино были. Да вы что? Такая страшная фильма. А, про Носферату. Да. Прекрасная картина. Но только я не знаю, как теперь вы доберетесь до дома. Ведь за каждым углом вам могут мерещиться вампиры. Пан Галецкий, не переживайте. Пану Ирину есть кому сопровождать. Я ее привез, я ее доставлю домой. Господа, меня отвезет Адам. А вот и он. Адам. Адам. Позвольте, я… Господа. Вы приезжайте к нам. Магда будет очень рада. Только Магда? Нет. Ну, конечно. Приезжайте, когда хотите. Всего доброго, господа. Да. Адам, поехали? До свидания. Всего доброго, господа. Господин Галецкий, мне кажется, с ним стоит поговорить. Отойдемте. Мне не нравится ваше появление в Ставках. И ваше внимание к Ирине. Интересно. Вы знаете, ваше волшебное воскрешение, совершенно не ко времени. Что же мне руки на себя наложить? А? Ну, чтоб доставить вам удовольствие. Смешно. Ирина, хозяйка имения, это не обсуждается. И она моя невеста. Простите, я одного понять не могу. Вы о чем больше печетесь? О невесте или все-таки об имении? Спокойно, господа. Спокойно, господа. Спокойно, господа. Предупреждаю. Не пытайтесь мне мешать. Ну вот, пиджак померить. Что бы мне у вас такой купить, у меня же денег нет. Я ценю вашу пылку откровенность и отвечу вам тем же. Я буду бывать в ставках, и панна Ирена мне не безразлична. Так уж вышло. Последнее. Николай Дмитриевич, если вы еще раз позволите себе подобное, я вам руку сломаю. Я вас предупредил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я тебе говорю, Янок, не такой ли пентюх, как ты думаешь, то, что магазин — это одно, а на самом деле он так. Парень непростой. Я даже сказал, рисковый. О чем ты, Степа? Да о том. Я тебе говорю, я с ним за кордон ходил, я-то знаю. Так он и контрабанду носит. Конечно, носит. А чего не носить-то? Ну, один раз попросил ему помочь, ему в Бонни товар отвезли, обратно через заставу возвращались, на красных наборолись. Их три человека. Мы залегли, началась пальба, перестрелка. А он совершенно четко, хладнокровно, без нервов, смотрит, откуда вспышка. Хлоп — одного убрал. Хлоп — второго убрал. А я, видать, третий вот подранил. Слышал, он откуда-то стонет. Я говорю, да давай уходим, может выживет. Он говорит, подожди, пойду проверю. Ходит, возвращается. Говорит, Побер, имя так про сигар, типа на комиссарских кури. А я смотри, он вот так, все рукавы в крови, идет рукой, но уж сапог убирает. Понял? Да. Какой же интересный человек этот Николай Дмитриевич. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да погодите вы! Нужно немедленно, понимаете? Достаточно эскадрона! Стойте, стойте, я вам говорю! Пустите! Вы что, совсем обезумели? Поручик… Простите. Понимаете, я ему сразу предложил отправить со мной людей. За ней и за Машенькой. И что он? Пойдемте, на вас уже люди оборачиваются. И что он? Сказал, нет. Как нет? Почему? Это вы меня спрашиваете? Видимо, на то имеются причины. Не понимаю. Пойдемте, нужно поговорить с ним. Это совершенно бесполезно, я пробую. Понимаю. Он не хочет шуму на силе выступления. Что же делать? Хотя, знаете… Что? Я мог бы провести вас через границу. Вдвоем? Ну, конечно. Конечно. Идемте. А куда вы? Постойте. Я готов, конечно, идти. Ну, не сию же секунду. К тому же Машенька. Ей, конечно, лучше, но она еще слаба. Боюсь, она не выдержит перехода. Значит, я понесу ее на руках. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это вы сдаёте квартиру? Чёрт! Этого только не хватало. Вот так сюрприз. Господин Ковальчук, такой и есть француз. Скажите отзыв. Зачем? Для порядка. Комната есть, но с соседом. Впрочем, он вас не потревожит. Дурацкий пароль. Кто встречается с квартирным маклером на подбище? Это не я придумал. Не я. Все в порядке. Наверное, нам с вами нужно объясниться, тот разговор возле синематографа… Это все не имеет значения. Зачем вызвали? Говорите о деле. Вам срочно нужно связаться с Шиловым и передать ему вот это. Когда мне отправляться? Прямо сейчас. Это все? Да, все. Яник? 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 … Вы понимаете, я думал, что таких вообще не будет, пока ее не встретил. Она тогда приехала в полк к Виктору Алексеевичу. Еще невеста и я. Тихо. Поймите, Плахов, мы же не в атаку идем. Слушать меня беспрекословно. Пошли. Главное, на патруль не нарваться. Если остановят, молчите, я сам разберусь. Иван Юрьевич, у меня есть советские документы, я гражданин СССР. Иван Юрьевич, Плахов. Что? Даже если вы на лбу себе напишете, СССР не поможет. Почему? Потому что от вас за версту несет золотопогонный сволочь. Вы уж простите. Позвольте, поручик, вы, между прочим, тоже не похожи на пролетария. Подождите. Можете во мне не сомневаться, я не такой же волох. Волова в переделках. Пойдемте. Левый, 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 шагом марш. Левый, 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 и пусть отталяется короной, в дыма и британский левый, бой, побудите быть поколенной. Левый, 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 левый. Вот ее дом. Небеса не видно. Лезьте, Плахов. Ну. Елена Васильевна. Господи. Андрей Иванович, откуда вы здесь? Елена Васильевна, это я. Господи. Андрей Иванович. Откуда вы здесь? Елена Васильевна, какое счастье видеть вас? Вы себе не представляете. Поручик, а вы что? Черт. Уходим. Стоять! Тихо, тихо, тихо. Товарищ. А вы чего тут? Да нужду справить вот. Приспечило. А чего это вы на забор-то полезли? Документы. Сейчас. Позвольте. Товарищи дорогие. Нельзя уже нужду справить? Позвольте. Сейчас поглядим, какие вы товарищи. Документы. Ну, держи, братец. Пальцы! Хватай его! Хватай, братцы! Хватай козру! Хватай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хлопцы, а я ж его знаю. Что, ваше благородие, не признал, как мы с тобой под лесовцами сшиблись? Мы вас тогда до самого кордона гнали. Жаль, ушел ты тогда. Да как себя не признать-то? Признал. А тебе уйти – дело не хитрое. Ты же все дядь держишься, как корова на заборе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну, быстрее, сволочь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прыгай, Флако! Прыгай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открывай! Открывай! Товарищ Шилов! Товарищ Шилов! Товарищ Шилов! Что? Можно доложить? Можно Машку заляжку? И козу навозу? Можно. А в армии разрешите? Разрешите доложить? Ускакали? Так точно. Никому ни слова, ясно? Мы понимаем. Сазанов, дыхалки никакой. Будем тренировать этот вопрос. Свободны. Есть. Хорошо, хоть француз подоспел. Хоть подготовились. А я не понял, а чего они к ней поперлись? Загаз второй-то, Плахов. Он в неё влюблённый? Товарищ Шилов, а наши их на границе сдуру не прихватят? Я команду дал. Там сейчас хоть с оркестром шагай никого не встретишь. Это… Да понял я. Будем тренировать. Вот, 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 вот. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Господин Голецкий, я благодарен вам за участие, но вынужден просить не предпринимать никаких действий относительно моей семьи, не поставив меня в известности. Ваше превосходительство, мы просто хотели помочь. Хотели помочь. Поручик, я оценю это, Поручик, чтобы поставить точку, вот, передайте это Елене, но в этот раз без отсебятины. Надеюсь, ясно. У меня огромное желание отправить вас под замок. А если бы получилось, Петя? А если бы нет? Сколько раз я повторял, нельзя сейчас провоцировать красных. Кроме того, вы не имели никакого права подвергать опасности мою семью. Вы отдаете себе отчет, что было бы, если бы чекисты узнали о существовании Елены? Виноват. А этот Галецкий, я не доверяю людям его склада. Не люблю этих искателей приключений. Дозвольте доложить ваше превосходительство. Если бы не Галецкий, я бы сейчас не перед вами оправдывался, а стоял возле стенки. Галецкий – верный человек. Возможно. Ну все, вступайте в лагерь. Андрей Иванович, спасибо вам. Идиоты. Пан Галецкий, куда же вы пропали, Пан Галецкий? Я беспокоился. Были срочные дела, пан полковник. У вас нет никаких дел. Никаких. Ну, пойдем. Вам должно поговорить. Вы не оценили мое доверие. Не доложили меня, мадам Ромовской. Те, в ком я ошибся, плохо кончают. Ну, и что вы так расстроились? Ну, прогулялись мы с Плаховым красным. Мне что, о каждом шаге вам докладывать? О каждом. И рекомендую сменить тон. Вы живете только потому, что, я надеюсь, дети полезны. Вам все понятно? Понятно. Вам необходимо срочно отправиться в Куцк. То ходи, то не ходи. Встретитесь с нашим человеком. Отдайте ему пакет. Запомните. Адрес и пароль. Улица Вокзальна, 8. Пароль Висла. Понимаешь, у нас так дела не делаются. Машинист? Ну, старший. Все. За кордоном, безувидом, никто не ходит. С чужими ни шансы тоже не дозволяются. Мало ли что. Дела-то у нас тихие. Эх, Степка, что-то меня сегодня все распекают. Туда не ходи, этого не делай. Эх, как ты шастеньки попала. Че ты? Че у тебя сделать с этим родмистом? На вармую сходили, нет? Так какой там? В пустую сходили. Тьф, коммерсаль. Стой. Ну, сейчас будешь запросы так огребать. Давай. Пан Злотый, можно объяснить? Не можно. Не можно, если веры нема. Я тебя не знаю. Я хочу делать свои деньги и не думать. Я понимаю. Больше такого не повторится. Обещаю. Ладно. В ничь идем. Так что далеко, не гуляйте. Ну че? Ну че? Янок. Я ж просто так сказал. Я не думал, что он заведется так. Эх ты. По ночам дома надо спать, а не по девицам бегать. А ты че, видел меня что ли? А че не отозвался? Барышню не хотел компрометировать. И вообще, я о чужих делах не звоню. Звонарь. Да идите скорее. Ну? Ну что? Ну что? Помните? Ну неужели не помните? Наш секрет. Это странно. Ну спрятали их на Рождество. А потом вы меня поцеловали, а Магда нас застала. Героя! В бедах емкость. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Нюман. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Входите. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Русский. Поляк? Офицер. Да вижу, что офицер. Офицер же, а. Какая стать, взгляд, ух, порода. Ну что, будешь с нами разговаривать? Породистый. Не хочет. Товарищ Гиря. Ну, не так же сильно. Имя и звание. Товарищ Шилов приказал ликвидировать вас обоих. Начнем прямо с тебя. Дом сжечь, чтобы в Мирске думали, как будто это они сами. Подождите. Подождите! Доложите Шилову. Это еще зачем? Я сотрудник ОКПУ. Доложите товарищу Шилову, он подтвердит. Время тянешь? А чем ты докажешь, что ты наш? Я выполняю задание. Я говорю правду, и я вам докажу. Освободите руки, и я вам докажу. Стоять! Стоять! Успокойтесь, поручик. Уберите револьвер. Здесь нет красных. Это была просто проверка. Проверка, говоришь? Проверка. Такого человека убили. Упокой, Господи, душу раба твоего гири. И ведь умер-то без покаяния. При таких-то грехах. Брат Богдан, схорани брата гирю, а я потом помолюсь. Сами виноваты. Нечего было балаган вот это весь устраивать. Еще спасибо скажите, что у вас не успел. Спасибо. Передайте полковнику. Сало нужно как можно скорее. Сало? Сало много, фунтов двадцать как минимум. Их месяц только же. Братья удержите наготове, святой отец. И пусть они особо не куралисят. Тихо сидят. Им тихо скучно. Я ж сказал, никаких эксцессов. Скоро начнется, тогда и повеселитесь. Расходитесь по очереди. Письмо я сожгу. Куполинка, Куполинка, темная ночка, темная ночка, темная ночка, темная ночка. Темная ночка, темная ночка, темная ночка. Жмут! Пойдем, пойдем выйти. За мою удачу и хлопцы разливай, гуляй, гуляй, жмут гуляй! Все жмут, товар хорошо сдал. О, сдал. Так, сдал, як вам не сдать. Удача, какая джмутя, не как других и прочих. Бачьте, какая казна. Ладно, 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 ты это, не труси деньгами-то. А я все не раструшу, нет. Хлопцы, гуляй, мы до дому. Давай. Светом пойдете? А мне, чтоб по свету, чтоб по темноте, так пройду, любая собака не унюхает. Давай, давай, выпьем, гуляй, хлопцы. Да? Разрешите? Ой, как хорошо, что вы появились. Вы не представляете, что произошло. Я вижу, барышня, вы идете на поправку. Держи. Я уже выздоровела, только мама на улицу не разрешает выходить. Ложись. Ой, вы не представляете, я видела Андрея. Это офицер подчиненный мужа. Он лез через забор, потом начали стрелять и… Я был с плохим. Вы хотели вас забрать с машинкой, но не вышло. Забрать нас? Да, я расскажу вам потом, у меня совсем мало времени. Вы видели Виктора? Да, видел. Яна Васильевна просил вам передать. Прочтите письмо и сожгите. Он заберет нас? Я думаю, вы все узнаете из письма. Да. До утра я должен быть мерзкий. Извините. Спасибо вам. А как же я могу ответить ему? Он просил больше никаких письм. Это очень опасно. Извините меня. Я понимаю. Я должен идти. До свидания, Машенька. До свидания. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Вот так больно? Нет. Вот так больно? Нет. А так? Ну-ка вперед, голова. Назад чуть-чуть, не сильно. Зачем вы вообще там поселили? Направо. Ты сам просил присматривать? Но со стороны же не так топорно. Держи. Офсюк, тебе что было сказано? Это, следить за той, за барыней. Да, следить и? И докладывать. Докладывать. А хватать было сказано? Так, я же вижу офицер. С чего ты решишь, офицер-то? Написан на нем? Я их по роду чую. И опять же, за ее превосходительство говорили. Ну, я и того, и того. Классовое чутье не обманешь. Виноват, рожей не вышел. Иди отсюда, чтоб я тебе не… Иди отсюда! Слушаюсь. Давай. Где, ты говоришь, это казначей квартирует? Локзальная 8, дом нежилой, снят под явку. Проверим, знаю этот дом. Я думаю, что готовится масштабная диверсия. Казначей у секунды попросил много сала и хмеля. Сала? И хмеля? Что это? Что-то из них взрывчатка, а вот что другое? Может быть, деньги? Может и деньги. Надо будет проверить. Ну-ка, пиши мне их еще раз. Ну, двое явные бандиты, а вот третий… Странный он какой-то. Веселый. Веселый? Может быть, из образованных. Может быть, из артистов. Почему из артистов? Ну, он играл постоянно. Сам собой любовался, нравился себе. Я уверен, что трое не из Плуцка. Изначально попросил старшего попридержать братью на готове. Какую еще братью? Может, святую. Этот артист все Бога вспоминал. Ладно. Да. Надо идти. Чего это мое сердце? Выгонит меня пан Злотый из партии. А чего тебе волноваться-то? Ты ведь теперь агент польской разведки. Жалование хоть от души положили? Грех жаловаться. Партой. Хриан Партой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Руки! Хлопцы, вы чего? Пришел. Иуда. Привейте его. За что? А за то, что ж мой дядь с ребятами пришел. Может, не он. Что-то кончать нужно точно знать. Не он? Как не он, Степ? Он же слыхал, как жмудь за гроши хвалился. И ушел. Куда ты ушел? Чтоб своих кликнуть? Вот что это у тебя? Что это у тебя за ссадина на шее? Что, может, жмудь приложился перед тем, как смерть принял? Да тут все ясно. С откуда он такой взялся? А как взялся нас тут же под агранду, так? Где он пропадал? С кем пропадал? Жмудя он здесь ждал. Зашел? Ты че? Если бы я на жмуди навел, зачем бы я сюда пришел, а? А я почем знаю? Чтоб дальше гадить. Да не ори ты. Как он мог задерживать, пойдет? Чтобы жму держать нужно, найдет, пойдет. А, Жиган? Пан Злотый. Хлопцы. Вы на меня думаете. Имеете полное право. Но я этого не делал. Мамонт. Я жизнью своей клянусь. Жизнью эпоху. Ну так что, Злотый? Мамонт. Да почекай ты, Пакуда. Тут еще прибраться надо. Упакуй душу рабов своих. Жмуди, Михая, Казимиш. Давайте. Фонар здесь! Живой! Хлопцы. Злотый. Кто? Кажи, кто? Он. Ну? Да не наши, Злотый. Не наши. Только один. Один наш. Один. Злой. Злой. Уносите его. Это Бондаря? Не. Не бачил таких у Бондаря. А другие? В Жмуде он и его люди. Какой верх? Православнюсь. Казик-то ж, в любашню полюк. Отчетки католические. Десять бусин через одну крупную. А крупные с коралл. Их и бронил кто-то. Из тех, что на Жмуде напал. Может, и так. Может, и так. Ух! Ты не с нами. Может, и не из тех. Но ты не с нами. Иди себе с Богом. Так скажется. Зря вот так. Неправильно это. Не по-людски. По-людски так его шлепнуть надо. За что? Чтоб шлепать, надо знать за что. А он? Даже. Выпить даже не дали. Неправильно он сделал, что тебя попер. Имеет право такое. Ты знаешь, вообще радуешься, что тебе не кокнули там. Понял? Я радуюсь. Слушай, а что ты так отвечаешь-то? Как будто ты обижен. Я вот здесь, кто будет, цацкаюсь. А может, ты вообще из тех? Я не из тех. Угу. Я не из тех. Я вам, может, здесь вплю, а ты возьмешь, вот, кочергой мне по кумполу дашь. И он бритвой по шее резанешь, и вынесет здесь у нас с дома. Степа. А что, Степа-то, Степа? Может, мне съехать? А что ты сразу съехать? Съехать. Бал, а где ты все время шастаешь? Правда, где? Какие у тебя дела-то? Я не могу тебе сказать. Ясно. Что, опять куда намылился? Ясно. Ясно, ну ты, ты скажи мне, если дело-то стоящее, ну, я, может, на что сгожусь? Может, ты сгодишься. Тс-с-с. Что? Немедленно прикажи своему халую, чтоб он подал мне коляску! Я просил его не беспокоить. Я занят. Не надо строить из себя государственного мужа. Всем давно известно, что вы — ничтожество, негодяи. Я бы у вас побери! Ничтожество! Подонок! Негодяй! Кокаинист! Я просил бы вас… Сотенер и кокаинист! Фу! Я просил бы вас приобрять уважение! Сдохните, а не дождетесь! Угу! Вы слышали? Мне нужна коляска! Мне тоже нужна коляска! Я дублагер! Генерал! Возьмите из вершика! Вы с ума сошли? Вы хотите, чтобы я пошла по магазинам? Пешком! Как вам угодно! Да! Хорошо, я пойду пешком! Графов! Ему будет приятно узнать, что вы нюхаете эту дрянь! Не посмеетесь! Не посмеетесь! Полковник, как пикантно! Доверенное лицо его светлости! Кокаинист! Это из-за вас! Что? Я нюхаю! Иначе я бы вас… Что? Я бы вас убью! Вы! Меня! Вы же тряпка! Как страшно! Голиаф! Дракон! Только пары из ноздрей не хватает! Делайте одолжение! Убейте меня! Только учтите, что в моем завещании нет права снесло! А вашего жалкого жалования хватит только на одну пару, Кальсон! Впрочем, вы и этого не заслуживаете! Не надо! Рад вас видеть, пань Бета! Впрочем! Через час! На площади, возле костела! Что стоишь? Запрягай, а то на тебе поеду! Вот только посмейте не прийти! Да! Разрешите, пан полковник? Живы! А вы рассчитывали, что меня убьют? Ну, не исключаю! Я так и думал, что это дешевая провокация – плод вашей неуемной фантазии! Надо бы с вас слупить за нервотрепку! Ведей казначея! Казначея! Что он передал? Что ждет сало и хмелья! Пан полковник, а вы были в детстве скаутом? Что? Скаутом! Вот я был в детстве скаутом! Знаете, дети любят играть в войну! Пароли, шифры – сало, хмель, казначей! Смешно, честное слово! Нет, не смешно! Что я сейчас сказал, казначей? Чтобы вы поторопились! Братьев в узде ему держать трудно! Вообще ругался! Говорит, уж много вы хотите! А что за братья-то? Или снова конспирация? Изоповые насказания? Я прошу вас из города не отличаться! Завтра вы будете нужны! И запомните! Теперь вы в игре! С игрой нельзя выйти, пока она не закончилась! Ну, раз так, неплохо бы повысить ставки! Ставка? Ставка такая высокая, что уже нельзя повысить! Ставка – это ваша жизнь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господа, до начала наступления остались считанные недели, а потому попрошу усилить дисциплину. Особенно прошу запомнить, никакой партизанщины, никаких перестрелок с пограничниками, самовольные вылазки за кордон будут приравниться к предательству. Правда, мистер Сычев. Я Особенно это касается вас, Петр Иванович. Ваши, почитай, каждую ночь вреди. Скучаю без дела, ваше председательство. Нельзя. Нельзя еще большевиков дразнить. Так что, извольте потерпеть. И передайте это по эскадрону. Слушаюсь. Красные, должны забыть о нашем существовании. То, на что мы решились, господа. Да, возможно, это последняя попытка вернуть хоть что-то. Не все, конечно, но хоть что-то. Последняя попытка. Отчаянно, но, главное, последняя. Последняя. Сейчас ломаю. Беата! Пошлите, быстрее! Беата, куда вы меня тащите? Я выпила, и теперь бесстрашная. Послушайте, где вы успели выпить? В костюле? Вы с ума сошли! Я выпила в кафе, а в костюле я молилась. Жизей. Паня Беата! Паня Беата! Паня Беата! Мадам хочет мне неприятностей! А как узнает месье колонель? Вы ему не говорите! Паня Беата! Мадам шутит! Месье Жак, у нас с этим юношей исключительно деловое свидание. Поэтому, пожалуйста, вместе поюте шампанское. И клубники. Беата! Ага! Попался? Вы с ума сошли? Слышите меня? Даже не подумаю. Ага! Какая синяя же смертельного ворога? Боишься? Ну что, ты будешь меня славить? А чёрт с тобой? Своей же водой в лес! Сама! Шампанское, мадам! Шоу-ва! Шампанское, мадам! Шампанское, мадам! Возьмите бокал! Я не хочу! Нет! Какая гадость! Это ваш… Это любой мой напиток! И они пузыри какие-то! Мадам! Зачем вы это делаете? Ты сейчас узнаешь! Зайца загоняет в капкан! Попался! Ой-ой-ой! Ой, как мне больно! Ой, мне больно! О, Господи! Почему я тебе совсем не драплюсь? Почему? Я такая ужасная, да? Вы прекрасны! Брёшься! Алими шампанское! Не стоит! Я сама! Какая гадость! Я никому не нужна! Я даже тебе не нужна! Это печально! А я знаю, что у тебя какие-то мерзкие дела с моим мерзительным мужем! У тебя дела с моим мерзительным мужем! У тебя с ним делишки! А со мной нет! Никаких делишков! Кому я не нужна? Я… У меня она… С дороги! С дороги! Повторяю, я выступаю через месяц! Через месяц? Это совершенно невозможно! И два месяца – катастрофически мало! Просто наши люди не успеют подготовить все спланированные акции! А что у нас курьер? Вы по-прежнему рассчитываете на Горецкого! Он хороший разведчик, согласился работать с нами! Его интересуют только деньги! Пока он полезен мне, будет работать! Допустить ошибку – умрет! В отличие от вас, я не желаю подвергать нашей велике делу по меньшему риску! Я немедленно доложу об этом господину Гребовскому! Ну, разумеется! Я имею честь! С дороги! С дороги! А поручик Коваленко где? Да не знаю, по-моему! Куда-то, куда пошел! Мамка у тебя красивая! Хотя не молодая уже, а! Ничего еще! Дядя Вся, почему вы говорите, что мама не молодая? Она молодая! Ну, не шибко молодая! А батька твой он где? На войне! Ну, нынче нет войны! Мама говорит, что на войне! Ну, мало, что мама твоя говорит! А не с подручной самой ручки-то колоть в барыне-то? Дядя Вся, разве мама барыня? Ну, а кто же еще? Небось, при старом режиме у вас слуг было вагон! Ну, что, много раньше слуг-то было? Не знаю! Раньше меня не было на свете! Я устала? Ни капельки! Пойдем домой! Ну, мам! Пойдем! 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 Какой месяц? Наш герой начинает меня серьезно раздражать! Что это значит через месяц? Это что? Прогулка по парку? Или пикник? Наше выступление, его дата, согласованы с нашими союзниками! В Бессарабии, в Литве, в Туркестане! Скажите ему, что это не обсуждается! Он меня не послушает! Хорошо? Тогда я с ним поговорю! Точку зрения пана Ромовского можно объяснить просто! Его жена и дочь находятся в Плуцке! Он считал их погибшими! Это действительно все объясняет! Но и не дает ему право нарушать наши планы! Полковник! А может перевести их из Плуцка к нам? Это невозможно! Его девочка очень серьезно больна! Из банка! Ну, добра! Мы с ума сошли! Ну и пусть! Мы сумасшедшие! Ну и пусть! Все будет хорошо! Просто отлично! Почему ты так говоришь? Как будто боишься чего-то! Как будто успокаиваешь себя или меня! Я не боюсь! Если ты со мной, то я ничего не боюсь! Странный ты! Я всю ночь не спала! Я думала, что если бы ты не появился, ведь ты же мог не появиться вообще! Где? Я не мог не появиться! Почему? Я не фаталист, но мне кажется, что это судьба! Здравствуйте, Николай Дмитриевич! Здравствуйте, Ирина! А мы с Янушем катались! С Янушем? Да, да! А теперь он уехал! Просто катались? Ну, разумеется, просто катались! Что за вопросы? Ирина! Я думаю, нам нужно объясниться! Янушем катались! Значит, для вас он уже Януш? Так быстро? А я сразу почувствовал, когда он только появился! Николай! Не перебивайте меня! Я имею право, вы моя невеста! Но не жена? Да! Не жена! Потому что все время откладывали свадьбу! Нас тысячу раз могли обвенчать! Но вы говорили, нет! Не сейчас, позже! Почему, Ирина? Наверное, потому что я хочу, чтобы это случилось лишь один раз! А не тысячу! Зачем же вы тогда согласились? Простите меня! Я очень виновата! Нас могут обвенчать! Хоть завтра! Вы… Вы не знаете, кто он! Он появился из ниоткуда и точно так же может исчезнуть! Вы не знаете, кто он, как он жил все это время! Чем занимается сейчас? Я готов ждать столько, сколько потребуется! А вас умоляю, будьте осторожны, Ирина! Ничего! Матерь Божия управит! Ей заступница ведома, как нужно! КОНЕЦ 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 В том и фокус. Мне товарищ Шилов задолжал не так, чтоб слишком много, но я человек аккуратный, при том же понимаю, из таких дел, какими мы занимаемся, так запросто не выходит. Так что придется вас терпеть. Чего же вы от меня хотите? Хороший вопрос. Я хочу, чтоб вы сделали выбор. Вы говорите, Ирине, кто вы, честно, описываете все прелести, которые ее ожидают. Если ее чувство к вам после этого не переменится, я благородно удалюсь. Готовы признаться, что вы большевик и шпион? В противном случае вы прекращаете всякие ухаживания, вообще не ведитесь с Ириной до конца нашего с вами сотрудничества. И когда же дело будет сделано, вернемся к этому разговору. Хорошо. Я не буду с ней видеться. До конца операции. Магда, мне кажется, я сделала ошибку. Я свадьбу расторгла. И очень хорошо. И правильно. Николай Дмитриевич прав. Я его вообще не знаю. Зато я о вас знаю. Обоих. Януша? Ну, что там знать. Нечего там знать. Посмотреть на него, и сразу все видно, какой славный. Будто вам не видно. Видно. Так, слушайте, что сердце подсказывает. У нас, у женщин, другого советчика нет. Это все нужно отправить казначею? Когда? Завтра в ночь. Ну, с динамитом-то все понятно. А это что? Осторожней. Горький миндаль. Зачем вам столько цианистого калия? Колодцы отравлять. Казачья и знает. Нет. Что? Ну, я один столько не донесу. Я же не лошадь. А ведь я вашего Злота был. Он не согласится. Пан Злотый никогда не будет ссориться с красными. Попасться с таким добром, это же верный расстрел. А зачем ему знать, что он несет? Иначе он не возьмется. А иметь от другого. Завтра в ночь. Все это должно быть у казначея. Доставка взрывчатки произойдет в самое ближайшее время. Когда? Завтра. Самое крайнее послезавтра. Угу. Как только узнаю точные сроки, будьте наготове еще раз переправиться через кордон. Пусть все будет наготове. Вы когда сможете быть в Плуцке? Для этого не нужно в Плуцке. Все срочные донесения я оставляю на границе в схроне. Как часто его проверяют? Раз в сутки кто-то из людей шил его в погранотряде. Эй, аккуратно! Раз в сутки. Раз в сутки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь главное. Давай, Шилов. Товарищи, в ходе курсов военкомов высший и средний комсостав будет ознакомлен с новым мобилизационным планом всего округа. Документ особо секретный, потому как ежели что, в нем все. Кто, где, куда и как. Так что ожидается начальство из Минска, из Москвы даже, вот наша морока, обеспечить их безопасность. Но вы и сами должны понимать, какова отвертственность. Боков, чтобы никаких гражданских здесь не шлялось. Караулы, режим на всю катушку. Чтоб, как говорится, кровавая гидра с той стороны не просунула к нам свои подлые лапы. А будет совать, рубить. Рубить напрочь. Без разговора. Ну, что ж, до скорого. Спасибо. Всего? Всего. Варишилов, давай. Опа. Поехали. Ну, пошла. Значит, он. Да точно он. Мы же за ним даже в нужни. А связь держась через сапожника. На углу вокзальной парижской коммуны. Да он это даже не сомневайтесь. Ну что, нашли человека? Нашел. Надежный? Сейчас сами увидите. Сивый. Вот этот человек. Ты же у Злотова был. Что, не к нему? Я больше не у Злотова. Я сам по себе. Поганое дело. Ладно, бомбы в лесу сбросим. Отрава. Если с ней прихватят. Беда? Так за то и платим вдвое. Платим? Это кто платит? С тебя еще за тот раз присчитается. Когда отдашь? Сделаешь ходку, отдам. Не врешь? Да не сомневайся ты. Сразу за все получишь. Из-за отравы не переживай. Отраву в спирт засыпем. Если прихватят, спирт несешь. Простое дело. Ну? Ну как? Договорились? Перебодяжить, конечно, можно. Спирт. Оно жалко немножко переводить, но с ним спокойнее. Гроши половину вперед. Вернемся остаток. И должок твой разом. Мне гроши нужны. Больше ждать не буду. Такое мое слово. Вот он. Вроде бы здесь. Тихо всем. Несколько. Спрячу носку сразу к вам. Боишься, что мы поглядем, где ты бомбок сховаешь? Ладно, встретимся, где договорились. Давай. Давай. Пошли. Пошли. Вроде бы. Продолжение следует... 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 Может, мне просто явиться в ГПУ, попросить для вас этот мобилизационный план? Я похож на самоубийцу? Да. Вы ведете себя, как будто желаете смерти. По вашей вине сорвана операция в Минске. За это само вас повесить. Меня? А не нужно было мелочиться. На те гроши, что вы мне дали, я смог нанять только Сивва. И то уговаривать пришлось. Пятьсот фунтов — это по вашему грошу. А я просил тысячу. Тысячу? Англичане спрашивают каждый фунт, каждый злотый. Нужно понимать, на чем можно экономить, а на чем дороже выйдет. Да-да-да. Я имел дело с идиотами, которым даже довериться нельзя. Не удивительно, что они прикоснулись к вашей цикуте? Что сделано, то сделано. Да. Для кого был предназначен яд? Ну, теперь-то вы можете мне сказать? Планировалась диверсия на Минском городском водопроводе. Да. Вы страшный человек, пан полковник. Просто борджа какой-то. Молчите и слушайте. Вы в недавнем прошлом разведчик, да? Вам приходилось совершить акцию в тылом большевиков? Приходилось. Казначей окажет помощь, а от вас требуется продумать операцию как можно быстрее. А если я ничего не придумаю? Вы не выполнили задание. Это делал ваши шансы. Вы знаете, мой дед был простый крестьянин. Велможный пан. Крестьяне – это практичные люди. Вы знаете, что они делают с ненужной скотиной? Просто бузгает под нож. Зразумел пан? ЗМЕХ Да... Я, конечно, как-то представляла себе твоё жилище. Но не так романтично. А вы? Ты? Сбежал, значит, от меня. Угу. А сейчас что? В окно выбрали, Миша? Беонт, вы вынуждаете меня убежать из города. Да не бойся, ты мне больше не интересен. Надеюсь, это правда? Сколько же можно меня оскорблять? Я вообще-то по делу пришла. Ты говорил с Франтишиком? Имел удовольствие. Обо мне? Ни слова. Интересно. Со мной он тоже не говорил. Понимаешь? Если честно, нет. Ну, это странно. Странно? Ну, ему же наверняка доложили, что мы были в номерах. Обычно он устраивает истерику, визжит, кричит. Меня это забавляет. А тут ни слова. Ты же не говорила ему, что ты благородно сбежала? Вас это расстраивает? Пугает. Я боюсь за тебя. Он страшный человек. Я не такой дурак, каким кажется. Не бойтесь. Он мне ничего не сделает, пока я ему нужен. Вы присаживайте себя там. Ну, не знаю. Может быть, конечно. Я же переживаю за тебя. Янка, ты поешь, мыса? Янка, я там где горячая вода, яс-то. Мамонт. Мамонт. Мама. Ух ты! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы представляете, какая прелесть. Сидиной чулочки. Бросоке сотканного калетина. Я бы его показала, конечно. Разрешите? Дорогой. Стефан. Ганский. Степан Богданович. Нет. Мамонт. Да, рядом с таким другом можно чувствовать себя уверенно. Но все равно будьте осторожны. Уверена, мы еще увидимся. Мамонт. Богиня. Объязационный план будет представлен в пятницу. Так что время не будет. И на подготовку у вас немного. Адскую машину привезут из Варшавы завтра к вечерам. Что же устройство? Устройство как устройство. У нас в ведомстве есть запас. Нет, так не пойдет. Мне нужен надежный часовой механизм. С уточным запасом хода и абсолютной точностью. А куда же я вам такое достану? За это не беспокойтесь. Это моя проблема. Если вы, конечно, все оплатите. Вы разбираетесь во взрывном деле? Пан полковник, я много в чем разбираюсь. Главное заложить взрывчатку вот здесь. Это самое сложное. Если у нас получится, то считайте, что две трети успеха нам обеспечены. Откуда такая уверенность? Взрыв отвлечет внимание. Все бросятся туда. А нам остается только войти, взять и уйти, пока пыль не осела. Если, конечно, у товарища казначея имеются хорошие специалисты. Весьма рискованно, но если у вас получится, мы все будем у вас в долгу. Сделаю все от меня зависящее. Ваше восходительство, офицеры собраны по вашему приказу. Прошу простить, я вынужден покинуть вас. Честь имею. Кажется, генерал начинает относиться к вам в связь. Не расшируйте его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Полковник пишет, что вы задумали нечто оригинальное. Я вас слушаю. Собрание высшего комсостава состоится в клубе. А мобилизационный план хранится у нас где? В штабе? В сейфе командира и под усиленной охраной. Хорошо. Значит так. Штаб у нас здесь. Да. Клуб здесь. Так? Да где-то. Между ними метров 100-120. А казарма находится примерно здесь. Курсанты живут за пределами. Посты постоянные? Значит так. КПП на въезде и на выезде. По территории. Пост здесь. У штаба. У клуба. Здесь и здесь. Двое дневальных в казарме. Кроме того, обход по периметру каждые пятнадцать минут. Что вы предлагаете? Знаете, мы как-то в Ростове брали заводскую кассу. Я думаю, что здесь можно сработать так же. Дребчатка у нас есть. Люди понадобятся. С мозгами. Не много. Человек пять. Найдутся с мозгами? Вы можете сказать, что вы придумали? Хочу устроить нашим товарищам небольшой фейерверк. Небольшой, но очень яркий. Небольшой сейчас. Ну, здравствуй, Януш. Здравствуй, Марис. Ну, проходь. Это Гнат. Сестрый хлопец у меня ховается. От кого? От смерти. Сало такое смачное. Под такое встало зараз бы шарашко. А, Гнат? Нема горелки. А пошукать? Нема. Ей-богу кажу, нема. А ты все остальное высмакнул? Матина его лаяла-лаяла, а ее на двор утек. Так там и спать застался. Что, принеси? Зараз. Зараз. Тебе нацедить. Да спать. Нацеди. Нацеди. Проснешься у черта в коморе. Угу. А может, знойдешь что-нибудь? М? Добрый, дядя Ваня. Пошукай. Зараз пошукай. Ну, пошукай, сынок. Пошукай. Ну, что? Знайшел, сынок? Сидеть. Не дергаться. Да. Дядька с хлопцами только есть пошел. И они вошли с наганами, похопали усе. А то и старейший каже. На, пий. И спирт ему. Дядька не хотел. Аж крыжал. А я он ему у горла лить пошел. Ну, что? Погуляем? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ах! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй, дурак, помирать весело будешь. Да ты уже сказал, Глиров! Я и утек с хат. Долго бил. Я его по кульда от тетки не добил. Они б меня пытали. Я б не выжил. Вот так и живя у меня. Я кажу, идти домой, боится. Зъездила до сестры, сказала, что он здесь. А то свои капмилицу заховали, а она все дома сидит, аж трясется. Что, что за люди такие? Что такое издробили? Почему вы мне сразу не сказали, а? Выпили, не удержались. Я еще тогда понял, что-то здесь не так. Сивый не был идиотом. Повторяю. Пропустить отраву я не мог. Не имел права. А убивать ни в чем не повинных людей имели право? Причем так убивать? Все. Ну, а попей водички. Не шуми. Ни в чем не повинных людей. Если б спирт до Минска доехал, тысячи бы грабанулись. Вот уж в самом деле не повинных. А не как эти твои. Сивый знал, что нес. И для чего догадывался. Мне надо было перехватить курьера. Можно. И в Минске, и в поезде. Только тогда бы сейчас ты не передо мной здесь сопли пускал, а в контрразвед и у Ромовского кровью харкал. Так или нет? Ты ж не новичок, и мы здесь не в подавки играем. По-честному потеем. Тебе такое дело доверили. Я для тебя все. Но и ты мне не мешай. Сам себе не мешай. Ладно, пошумели и будет. Что казначей? Одобрил? Сказал, чтоб все было готово. Ну вот. Тругой калинкор. Вот порадовал. Выглядеть только все должно правдоподобно. Трупы придется предъявить. И чем выше начальство поляжет, тем лучше. За это не думай. Все геройски полягут. Трупы будут. Предъявлю по описи. Ну это мы можем. Разначально завтра со службы отпросился. Сказал, хворая. Увезет меня народ смотреть. Дорогу запомни. После наведаемся. Ой, гадюшник. Поосторожней там. И запомни. Не тот борец, кто поборол, а тот, кто вывернулся. Не нравится он мне, Тимофей Федорович. Не нравится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Вон оно. Святое место. Интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, пошла! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, тут и приехал. Играет музыка. Играет музыка. Где аббат? Отдыхает. Веди. Из чего ты захотел? Так девок в бардель причащай. Близну так причащай. Он тебе кодиота открутит. Какой ты славненький. Батка к тебе гостю. О, вельможные паны. Вы б хотя бы к моему приезду воздержались, отец Лэйзи. Так то был бы грех тогда величий, сын мой. Вчера ж был святой праздник. Воздвижня Христа Господня. Ну и мы с братьями воздали должное. Вознесли молитву. Возьмите. Возьмите. А мы уже приехали. Ладно. Пойду сменю облачение на волеподобающий вид. Постыдились бы. Человек создан по образу и подобию Божьему. Чего стыдиться-то? Стыдиться-то нечего. За день с вашей помощью мы проносим адскую машину в клуб и устанавливаем ее в подвале. Аккурат под тем местом, где все соберутся. Завод рассчитан на сутки. Установленное время чик, и товарищи маленькими пташками вознесутся в небесную коммуну. Не богохульствуй, сын мой. Виноват, падр. Конечно же, все бросятся к руинам, будут спасать начальство, в том числе и часовые. Но пока будет происходить весь этот бедлам, мы заходим в штаб, чистим сейф и уходим. Все. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба. И не с повера города сии, и все окрестности городов сиих, и всех жителей городов сиих. Господа, мне нравится. А как с отходом? Лагерь тут же оцепят. Тогда что? Ну да, оцепят. Только, я думаю, минут пятнадцать у нас будет. Если, конечно, найдем хорошего специалиста по сейфу. Шнифер? Да, Шнифер. Шнифер. Мои монахи знают много ремесел, благо Господь щедр на талант. Вон, брат-близна, одним ударом кулака вскрывает сейфы. Мы, как с ним помнится, в Кракове, брали адвокатскую контору, плох сы сын. Дозвольте, отец Алоизи. Входи, сестра моя. Народ приходит, пан Аббад. Народ спрашивает, о чем нынче проповедь. Давай, опай, быстрее. Люди черт знает, откуда пришли. Им не налей, похмелиться надо. Да. Мельпардон, господа, ну ей-богу никаких сил, а мне еще обеднюю служить. Давай, сестра моя. Живите терпение, дети мои. Бога не забывайте. А большевиков не слушайте. И не верьте им, ибо они слуги антихриста. А как настанет час, бейте их демонов без всякого сожаления. Господь терпелив, но ему ведь тоже большевики надоели. Об этом варшавскому епископу поведал Папа Римский, а ему в свою очередь сам апостол Петр. И велел готовиться. Готовьтесь, дети мои, готовьтесь. А как настанет час, бейте их окаянных, чем Бог пошлет. Хоть киркой, хоть лопатой. Хоть поленом. Все. Матька. Черт. Бедний официат вобис деос. Амон. Амон. Вина принеси мне. Послушайте, аббат, вы все-таки находитесь в храме. Побойтесь Бога. Я сейчас покажу. Полагаю, его нет. Вот тут вот как раз я с большевиками солидарен. А если есть, то у меня посерьезнее грехи найдутся. Кстати, как я выступил? С вас бы за агитацию отдельно взять. Подойдите ко мне, дети мои. Вот, пожалуйста, рекомендую как раз для нашего дельца. С Богданом вы уже знакомы. Это близный, который вас встречал. А это… Сестра Грожина. В миру фоска. Женщина его не брал. А вот здесь вы ошибаетесь. Девица народ нежный, отвлекающий. Даром, что ли, она фоск? Вы, кстати, знаете, что есть фоска? Это ж мелкая карта. Сошка. Шестерка, двойка, мусор. Но при козырной ситуации может покрыть и туза. И таки крыла. Правда, куколка? Что это за дьело? Веселенькая. Тебе понравится. Я и сам пойду. Давно не радовался. Прошу, господа. Музыка. Интересный этот человек. Алоизи. Артист. Правда, что ли? Говорит, в молодости на сцене играл. Вообще афериста каких мало. Один год назад в своей шайке в монастыре поселился. Монахи в войну разбежались, а они опрыглись. Так считаешь? Доверять ему можно? В деле проверен. Народ о ней отчаянный. Грабежом промышляет, разбоем по ту и ту сторону границы. Но человек полезный. Хоть обходится нам не дешево. Стой! Стой! Бывай. Давай. Езжай. Да, пошла. Нужен взрывной механизм с часовым заводом. С запасом хода на сутки. Секунды мне казенные предлагал. Но я отказался. Правильно. Шарахнет не пойми когда. Да. Ну так что, сделаешь? Да. Есть у меня хронометр. Швейцарский еще в Варшаве брал. По случаю. Как знал, пригодится. На вечер справишься? Конечно. Ну, тогда, бывай. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Степа! Стёп! Да, щас! Час, Яна! Спишь, что ли? Да нет, сейчас же. Слушай, надо поговорить. Ага. О, фан Галецкий. А я тут зашла к вашему другу чайку попить. А чая-то у вас и нет. Ну, ничего. Вот и видите, я вас здесь все очень прелестно устраиваю. Стефан? Не провожай меня. Стефаня. Все, пойдем. Стёпа! Слушай, она пришла. Стефаня. Я… Ну, короче, я… Да, против такой не устоишь. Прямо набросилась ты меня, видишь? Я, понятно, сомлел. Слышь, я не держу ее руками, а сам боюсь ей вообще, ну, боли сделать. Какие-то неудобства причинить. Она ж ты видел, какая вообще вот хрупкая, как кукла. Сказал, еще придет. Стёпа, я хотел тебе сказать… Нет, подожди. Ну, только без обид, ладно? Может, ты съедешь, а? Ну, просто пойми, если она будет приходить, а ну, как мы тут все вместе-то? Какая удача, пан Клоп, что я вас встретил. Я совершенно не представлял, где мы сегодня ночевать. Да? Я сам об этом думал. Правда? Да. Ну, только без обид, явно. Какая удача, пан Клоп, что я вас встретил. Я совершенно не представлял, где мы сегодня ночевать. Как ведру пана Андрея, я обязан помочь. Потому что у меня имеется комната. Такая приличная комната, у такой приличной дамы. Ну, прошу, пана. Тот такая дама, пан Далицкий. Только вы не бойтесь ее. Потому как она только с виду. Ее не надо бояться. Ее надо понять. Бонжур, пани Цыпкис. У меня до вас хорошая новость. Ай, оставьте, Соломон. Где их взять сегодня хорошие? Ну, вы ведь хотели приличного жильца. Я хотела родиться графине Потоцкой. Ничего же не вышло. Это он. Когда я сказал, что у пани Цыпкис имеется приличная комната под приличного жильца, этот юноша воскликнул, умоляю, умоляю. Позвольте рекомендоваться. Галецкий Януш Казимирович. Допустим. Красавчик. Служите? Никак нет. Не служу. Временно. Допустим, чтобы иметь такой профиль, необязательно служить. С таким профилем можно встать на содержание одной богатой пани. Но только не к пани Цыпкис. Я беру вперед. Вы имеете платить вперед? Хоть за всю жизнь, пани. Пойдемте, я покажу вам апартамент. Доброе утро, пани Цыпкис. Доброе утро. Ванная тут. Уборная тут. Дергайте аккуратно, а то отлетает. Давайте швычай, пан Циммерман, а то у меня мурашки. Это у меня мурашки, когда я вижу такой кошмар. Эр Циммерман, у вас же дверь открыта, так есть квазит? Прошу, пан. Праузоса, пожалуйста, сделайте мне улыбку страсти. Так, чтоб у меня от любви пошли мурашки. Мурашки! Белье и стол в те же деньги. Если пан всем довольный, я попрошу аванс. Я доволен, пани Цыпкис. Через полчаса прошу к ужину. Забыла. На всякий случай. Сюда никаких девочек. Здесь приличный пансион. А как же… Что? Вы за Герциммермана? Он художник, ему надо. Допустим, если интересуетесь насчет девочек, я не имею против, но не здесь. Там через улицу есть бордель, пани Матильда. Солидное заведение. И не так, чтобы очень дорого. Нет, спасибо. У вас есть невеста? У меня нет невесты. И девочки меня не интересуют. Так что, вы не беспокойтесь. А я как раз беспокоюсь. Чем же ж вы интересуетесь, что уже не надо девочек? Такой молодой человек должен получать радость от жизни. А то будете на старости, как пан Клоп. Останетесь при скрипке и при собаке. Все, я ухожу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Голенский! Ян! Я за тобой, брат. Садись. Генерал приказал тебя доставить в лагерь. Садись. Зачем? Не знаю. Приказал. Садись. Надеюсь, это насчет Елены. Надо бы переодеться. Хорошо. Только быстро. Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Интересуетесь, почему я вас сюда позвал? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы мне интересны. Вы вовлечены в серьезные события. А я до сих пор не знаю, что вы за человек. Самый обыкновенный. Дезертир. Потом Бенди и так? Так. Выросились спасать мою жену. Это говорит о том, что вы не лишены благородства. Все ваши поступки не поддаются никакой логике. А, поручик? Ваше превосходительство. Наверное, я бы и сам не мог определить, от чего поступал так или иначе. Что-то определяло случайность, что-то глупость. Может быть, единственное, что я сделал осознанно – покинул армию. Почему? Понял бессмысленность борьбы. При том, что я поляк. А у поляков хватает обид на Россию. Но я русский офицер. И с большевиками воевал, как русский офицер. До тех пор, пока не понял, что нам не победить. Потому что за большевиками народ обманутый, вероятно. Но он с ними. Разве это не очевидно? А сейчас-то вы действуете против этого народа. Продолжение следует. Хм... Чёрт. Чёрт. Снимите. Проявление за Средино. Ваше благородие! Чёрт. По вашему приказанию вверенное мне расстрельное подразделение построено. Разрешите исполнять. Фильфье Белегафонов! Разрешаю. Ваши поискальтеры, разрешите доложить. Согласно вашему приказу приступили к экзекуции. Решите продолжить? Разрешаю. Полковник поручил вам дело мобилизационного плана, ну и что, как вы считаете, это возможно? Так точно. Дело не безнадежное, хотя и рискованное. Ну, вам-то к риску не привыкать. Готов! В отличие от вас, поручик, я не настолько уверен в верности народу большевикам. Петь! Народ нужно привести в чувство. Приведем. Блин! Блин! Стоять! Стоять! Вперед! Завтра в девять жду вас с полковником у себя в штабе. Изложите свои предложения. Лахов отвезет вас в город. О чем он с тобой разговаривал? О Елене? Нет. О чем? О жизни, о смерти. О ней? Не понимаю я его. Хоть убей, не понимаю. Жаль, что в прошлый раз не получилось. Ничего, поручик. Все образуется. Главное, чтобы она пребывала в безопасности. Это самое главное. Ольга Витальевна... О, Irma! О,�. Что вам угодно? Ольга Витальевна... А ты меня не бойся. Пустите. Ну, проходи. Да ты не бойся, Лера, по-доброму! Пустите же! Не подходите! Так. Ты что, значит, по-доброму не хочешь? Ладно, Курова. Куда ты денешься? Ты что, думаешь, тебя твой генерал покрывать будет? Что? А ты не надейся. Как пришло извести, что она погибла, я решил, что все. Ее нет, и тебе плахов жить не обязательно. Ромовский тогда окаменел, а я, наоборот, стал метаться, как горяченый. Во все дела лес, самые ахои. Думал, вот сейчас точно убьют. Знаешь, как в романах пишут? Искал смерти на поле брани. А ну, все никак. Так. А потом, как-то… Существую, а ты мне принес весть, что жива, и это прекрасно. Что, что-то прекрасно? Так что? Нет, то, что она жива, это, конечно, прекрасно, но… Ты же понимаешь, что она не твоя. И никогда не будет. Не моя. И никогда не будет. Никогда. Это правда. Мама, куда мы уезжаем? Не знаю, Машенька, просто уезжаем. К папе? Нет. Ты только молчи, хорошо? Ну, потихоньку, ладно? Ну, по секрету. По секрету. По секрету. Пойдем. Пойдем, Машенька. Пойдем, Машенька. Давай, иди ко мне, моя хорошая. Мам, я боюсь. Не бойся, не бойся, бежим. Пойдем. Пойдем, Машенька. Давай. Мама, мы когда придем? Терпи немножко. Я уже терплю-терплю… Я уже скоро не смогу потерпеть. Еще чуть-чуть, моя хорошая. Потерпи, ладно? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Да, здравствуйте. Нам нужна комната. Да, ключ мне. Срочно в Москву отбей. Шифровать, товарищ Шилов? Понял. Есть. А ты зачем пришел? Это… Ну… Доложить. Ну, так докладывай. Не доглядел я. Виноват, товарищ Шилов. Что? Сбежала она. Обманула Контра. Она сбежала… Я не доглядел, товарищ Шилов. Идем. Товарищ Шилов, я виноват, Контра. Она… Я не доглядел. Она обманула. Я не доглядел. Заходьте. Двер изнутри чем-нибудь припрыть, а то, не дай бог, кто уломится, дитё перелякуя. А так у нас тихо, спокойно. Ну, ты помогла им. Куда они пошли. Говори, мать, не томи душу. Я не знаю. Ну, чё мне тебя, пчека? На допрос тащить. Хочешь, тягани? И его також. Верли сданный кобель. Она настрашилась и втекла. Врет она? Брешешь ты, курва! Не брешу я. Бачила. Бреша она, товарищ Шилов. Ну-ка, идем, голубь. Я тебе нюх натру. Она, контра она. Сама виновата. Это, она и виновата сама, контра. Иди сюда. Иди сюда, иди. Не бойся. Генераль, что захотелось? Понимаю. Ты же у нас в власть. А? Можно, да? Ты же у нас из себя красавец. А вот сюда. Красавец. Вот. Чего морду воротишь? В подвал его жрать не давать. Паскуда. Пошли всех. И чтоб с подземли. Да понял я. Вставай, габель, а! Вставай, гнида сказал! Уже день, а ты все, спишь. Все? Уже не сплю. Слушай, ну и че тебе этот сигун, а? Че? Да прижал он меня, Степа. Крепко прижал. Так прижал, что не вывернешься. Песяч смыться. Куда? Раньше мок, а сейчас нет. Сбежать – это значит от всего отказаться. Палочки из Ставков, да? Нет, ну че, я ж не слепой, ну. Ну тогда с Кульчиком из-за нее там позапались. Че, в Ставки постоянно едешь, ну я ж вижу, че. Слушай, так как это все получается. А уже, суки, всю жизнь уже на этого секунду потрачишь-то? Ты знаешь, Степ, здесь как карты ляжут. В этой скверной раздаче есть один плюс. Так, пан полковник хорошо платит. Так. Сколько хорошо? Ух ты! Ты же, да котам эти помощники-то не нужны, а, Янка? Не нужны? Давай, бери меня в долю. А ты не передумаешь? А че я передумал? Дело-то опасное. Че ты, я сам опасный? Ну. Музыка Музыка Аааа! Аааа! Че, можешь ко мне? Дойдем по стаканчику, а? Я сегодня один. Нет, не могу. Месье Циммерман пригласил меня к себе. Зачем? Он хочет показать мне настоящее искусство. Ага. Гретхем, посмотрите, какая нежная, как маленькая овечка. А вот здесь она вроде бы у ручья. Моет ножку. А вот здесь Гретхем собрала букет и уснула на травке. Ну, что скажете? Прекрасно. А вот еще, а вот еще Брунхильда. Валькирия. А вот здесь она совсем без одежды. Но мид фото с фотоаппаратом. А есть еще? Достаточно, пан Циммерман. Я впечатлен. Данки, данки, данки. Хэр Галецкий. Хэр Галецкий, у меня к вам есть серьезное деловое предложение. Чем я могу быть вам полезен? Хэр Галецкий, вы занимаетесь контрабандой. Вы есть шмюглер? Я? Я, я, натюрлер. Я давно хочу наладить туда поставки. Но у меня нету достойного компаньона. Это очень хороший коммерс, эр Галецкий. Большевики ничего подобного не издают. А в Плуцке огромное количество молодых офицеров и солдат. Они томятся. Вы думаете? Иначе не может быть. Если у вас в Плуцке есть честный торговец, то у нас есть гуд коммерс. Прошу. Что скажете? Ну, я не знаю. Что? Немножко. Вот. Так. О! Что вы делаете? Прекрасно! Прекрасно! Прекрасно, айблмен! Я надеюсь, мне не придется раздеваться? Только портрет, только портрет на память. Ну, посмотрите, какая красота. Солдаты за такое будут отдавать по пять рублей за штуку. Как думаешь, бить понравится? Боже мой! Где вы взяли, да хоть в пакость. Слава Богу! Бася не видит. И много вы имеете этого, а? Ну, первый раз. Только для пробы. Ага. Ну, что же. Можно. Можно спробовать. Можно спробовать. По Грангородке как раз сборы. И за пять минут вы все это сторгуете. Главное, туда попасть. Я бы хотел знать, какой мой интерес с этой гадости. Какой я буду иметь, Киша. Ну… Я думаю, можно работать и с половиной. Давай! Да? Давайте, да. Давайте, давайте. Пан Боня. Да. Возьмите меня, сынок. Вас? Меня. У меня есть там кое-какой интерес. Так и да. Пусть тогда и у меня будет свой интерес. Угу. Считайте, что уже есть. Чтоб я так жил. Чтоб я так жил, как приятный, как приятный собранник. Ну, чё, добрый статус, сушка. Со своей коровой, братан. На. Зеленый шматый, косый. Ну, он скудат. Давай, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это кто? Это племянник помогает дяде. Принёс? Ну, а когда Боня сказал, и не сделал. Конечно, принес, товарищ дорогой. Вы будете очень-очень довольны. И супруга ваша будет тоже всем довольна. И позвольте мне вам сделать презент. Вы, как человек со вкусом, будете иметь удовольствие. И, хорошо, у меня к вам есть деловое предложение. И погуляй. У меня с товарищем боком надо за работу поговорить. Только недалеко, не дай бог, караулу прихватят. Ну, вот. Понял? А мы с вами должны поговорить предметно по поводу этих девок. Так вот. Так у меня встречное предложение. Все чисто. Давай у тебя на все три минуты. И больше. Больше не нужно. Минуточку, товарищи, товарищи, давайте все сначала. Давайте, вы помните, давайте тверже, громче, революционнее, товарищи. Давайте, пожалуйста. Жестче. Жестче. Кому ни остановить. Да илеча смотрим. Нет у нас пути, в руках у нас мин пота. Где тут все-то? Мы едите те, кто воевал. Так рады отряды, кто паровозы оставлял. Идя на парикады, наш паровоз пьет крюти. Кому не остановка, кому нету нас пути. Шарак у нас в Геринболка, наш паровоз пьет крюти. Кому не остановка, кому нету нас пути. В Геринболка на Свириновка. Молодцы, товарищи! Спасибо! Где тебя терти носят? Я договорился! Слышь, он сотню берет! Пан Буня! За это дома поговорим! Дома! Дома! Ну так! Идем! Дома! Дома! Соточка! Сотню! Ты представляешь! Супер! Мы поднимались! Это будет большие деньги! Яныш! Пан Галитский, стой! Какая встреча! А Пан Ковальчук уехал! В Варшаву! Обещал мне привезти нечто необыкновенное! Вы представляете, в Париже нынче режет юбки выше колен! Как вы думаете, я окончательно погублю свою репутацию? Жена Цезаря вне подозрений! Вечно вы скажете какую-нибудь гадость! Идемте! Нам нужно с вами поговорить! Беат, ну с чего вы взяли то, что я намерен втягивать его в какие-то свои, как вы выразились, гнусные делишки? А разве нет? Беат, простите! Он мне сам сказал! Он решил озолотиться с вашей помощью! Он ребенок! Огромное животное! Вроде теленка! Он, конечно, решил, что он маму! Но на самом деле… Я знаю, у вас там дела с Франтишиком, да? Да! Да! Вот и на здоровье! А его не смеете! Вы выкрутитесь, а он погибнет! Вы влюбились? Кто? Я? Да! Вы влюбились! Ты что, с ума сошли, что ли? Слушайте, вообще, какое вам дело? Вы сами мною пренебрегли! Ну, я не пренебрег. Я просто не посмел воспользоваться. Ну, он такой неловкий. Оставьте его мне. Хорошо. Влюбился. Давайте говорить на чистоту, Виктор Алексеевич. У меня самого имеется причина ускорить выступление. Вы знаете историю моего сына? Ну, он уже год в лагере. Все мои попытки договориться с красными ничего не дали. Так что я, как никто, заинтересован в скорейшей реализации наших планов. Ну, тут наши планы совпадают. А за слом не думай. С вам чистый, с поршенью. Сам нашел. А товар чего-то? Рыжье. Издам по-божески. Когда? Завтра на два сорока схожу. И сразу к тебе. Завтра на два сорока схожу. Простите. Чего сыпали? Вы мне нужны. На кой? Вот. Чего это? Нам с дочкой надо в Польшу. Вы там бываете, я слышала. Да. Если поможете, это ваше. Что? Не живется с красными, барыня? Вы поможете? Завтра к вечеру жди. Завтра к вечеру. Ефсей сказал, что ты с мадам какой-то пошел. Слухай сюда. Там в седьмом номере барыня с дочкой. Здесь сидим. Надумают уйти, не допусти. Понял? Понял. А ты куда? Так, сбегаю. Если бы нам удалось получить мобилизационный план «Красных», это дало бы колоссальные преимущества — расположение частей, их численность, вооружение, взаимодействие. Если бы учесть все это и внести тактические корректировки, жертв с нашей стороны было бы несоизмеримо меньше. С нашей стороны. Что? Жертвы будут не с вашей, а с нашей стороны. Смирюсь напомнить, что финансирование вашей жертвенной деятельности целиком лежит на нас. Именно, что жертвенный. Вы вложили в это слово иронию, это цинично. Да, жертвы будут. Колоссальные жертвы, несмотря на то, узнаемые большевистские секреты или будем ломиться вслепую, но жертвы будут. И вам это известно. А если помощь не будет оказана, мы продержимся максимум месяца, и то есть нас народ поддержит. А если вы нас бросите, весь наш этот рейд превратится в рейд обреченных, в поход на мертвецов? Ой, ой, ой. С таким мыслями идти в бой, генерал, я настаиваю на соблюдении оговоренных сроков. Вы выступите в ноябре. Это приказ, генерал. Смотри, пришествуйте. Лена. Осторожненько. Пойдём? Ох, ох. Ох. Иди сюда. Че, сальто? Пошла. Пошла. — А дальше ты чё вы видишь? — Я не говорю. Каком не ты брошу? Та ладно. Мы пошли потом дальше. Ну, пошли потом дальше. Поехали! Стой! Стой! Что же вы, гражданка Ромовская, а? Мы с товарищами вас ждем, ждем, а вы все не едете и не едете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ага. Сегодня ночью ты придешь ко мне. Хорошо. Куда? Домой. Полковник уезжает до завтрашнего вечера. Ты придешь ровно в полночь. Нет, я туда не пойду. Я приказываю. Зачем? Здесь же лучше. Ничего не лучше. Я так хочу. А если он узнает? Даже жалко, что он не узнает. Чего тебе жалко? Не важно. Ты придешь? Или я ухожу? Сейчас же. Ну? Угу. Ну, может, он с стражей. Торичок. Они же не поднимаются к нам в покое. Я тебя пущу через черный ход. Не исключи от всех дверей. Я тебя пущу. Я тебя пущу, я… Живу. Мам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пошли. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Как тебе моё гнёздышко? Нравится? Какой я снял? Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Лай. Кто ваш любовник? Что? Отвяжайте. Кто он? Что? Галицкий. Вы с ума сошли? Вы испугали меня. Это Галицкий? Отвяжай. Это выстреляли? Твой любовник только что обчистил мой сейф. Вы больны? Вам уже мерещутся мои любовники? Шлюха? Кто меня сделал шлюхой? Забыли? Сами вы шлюха. Вы думаете, я не знаю про ваших Брунгильд? Пошел вон. Он украл документы. Важные документы. Смертельные. Важные. Я и говорю, это был вор. Идите и ищите его. Только не в моей спальне. Смертельные. А скотина. А животное. Тварь. 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 Она бессонница. Но это не значит, что я должна караулить ваших гостей, пан Галецкий. Каких гостей? Я бы еще поняла, если бы от вас выбежала какая-никакая раздетая барышня. Но когда среди ночи до вас прибегает раздетый мужчина, это уже чересчур. Ко мне мужчина? Мужчина? Абсолютно голый и весь дрожит. Подождите, паня Цыпкис, какой мужчина? Может и не такой плохой была бы я молода. Идите, он там сидит, а я пошла спать. Спокойной ночи. Степа. Что случилось? Ян, мне конец. Я вообще не понимаю, как это произошло. Валюш, как ключи увидел, все вот, как подменили. Думал, все по-тихому пройдет, а? Самое главное, вон, денег, кот наплакал. Их ты. Их ты. Ребят меня убьет. И полковник тоже. И полковник тоже. Он тебя видел? Да ну, вроде нет, я как в окошко сиганул. Я думал, что-то стоящее. Цацки какие-нибудь. Цацки, пацки. Степа, ты же гений. Чего? Тебе ж цены нет. Чего? Чего? Если бята захочет тебя убить, сначала ей придется убить меня. Ну, ничего хорошего. Убьет обоих. А что-то смеешься. ХОЛОН Продолжение следует... Беатюка. Подонок! Тварь! Вор! Скотина! Убью! Вор! Стой! Открой! Приводные! Открой! Не убью тебя! Приводные! Господи! Ну почему же мне всегда попадается от не только ничтожества? Господи! Ну чего же я так провинилась? Господи! Беатючка! Никому я не нужна, никому! Я проклята! Беатючка, ну... Ну и можно только пользоваться! Чего меня нельзя просто любить! Такой же, как все! Прокрался в дом, чтобы залезть в сеть! Ты пошел ко мне для того, чтобы красть! Как пошло! Беатючка, я клянусь! Беатючка! Возмользовался бы мой какой-то мычкой! Да нет же! Зачем ты полез в сейф? Ну я же говорю, случайно! Случайно! Взял ключи и полез! Да! Открой! Открой, животное! Открой! Открой! Открой, животное! Открой! Открой! Беатючка! Милым людям! Прости меня! Беатючка! Ян, сейчас, ну, где ты хочешь? Я тебя целый час жду, ну. Что опять? Пойдем, здесь такое. Шляпа, не моя. Слушай, Степ, хватит пить, а. Ты понимаешь, она, она живет с этим гнузом. Спят, конечно, не надо. Спор, Зеленов. Ох, он меня тогда в коридоре не догнал. Я бы мой парень башку преномил. Принеси еще! Не надо ничего нести. Она просто ненормальная какая-то. Поэтому и такая. Какая такая? Ну, она… Необычная, что ли? Я вообще ее поначалу боялся. Очень боялся. А сейчас не боюсь. Знаешь почему? Почему, Степ? Потому что я полюбил ее. Почему? Понимаешь? Знаешь, что сказать? Скажи. Так ты не смейся, я тебя убью. Степ, ну ты чего? Она меня тоже полюбила. Так что ж тут смешного-то, Степа? Да… Степа. Степа. Степа, ну почему ты думаешь, что в тебя невозможно влюбиться? Ну почему? Ты ж… Ты посмотри на себя. Ты ж красавец, Степ. Да? Конечно. Думаешь? Конечно. Я вообще думаю, Степ, что ей необходимо любить. Она же почему такая вот, как ты выразился, такая сумасбродная? Потому что мучается. Без любви мучается, Степ. Да, слушай. Давай я его прибью, а? Ну смотри, ей хорошо будет. Ему тут спокойнее. Он кровь постоянная пьет. Он в марафетки уходит, всяким бордели, всяким паскудством занимается. Понимаешь? Да кто по борделям? Сегунду, что ли? Я тебе говорю! Степа! Я тебе говорю, у Беатра служанка служила. О, пани Матильда, ты к ней рассказывала. Он в бордель-то к Тане ходит. Он там на кореточках ползает, а его там лупцуют. Как это лупцуют? Да вот так. Как кобылу кнутом бьют. Давай прибью, а? Теперь уже не знаю все. Давай с Путика вернемся и подумаем. Хорошо подумал. Сейчас успокоился. А теперь давай домой спать. Хорошо? Все? Давай. Давай. Стопа. Все. Давай. По моим расчетам все должно занять не более получаса. Если, конечно, удастся уйти незаметно. Еще через полчаса мы будем у границы. Ну, а если придется отстреливаться, хорошо бы иметь у границы поддержку. Ничего не переживайте. Вас будут поддерживать люди, ротмистр Исычева. Слушаюсь. Надеюсь, участие в совместном деле, наконец, наконец, примирит вас с поручиком. Я благодарю вас, господа. Что-то вы не в духе, пан полковник. Хандрить перед рискованной операцией скверное приметно. Да и когда они ночью вернулись? Под утро. А что? На котором час был? Уже светало. Два слова, поручик. Конечно. Простите. Я слушаю. Вы, конечно, не приняли серьезные слова о его происходительстве от реверения. Конечно, не принял. Надеюсь. Я так, наверное, раз, думаю, вы забыли. Выстрелы все еще за вами. Ты еще никак не уймешься? Я помню. Вы сейчас хотите, чтобы я застрелился? Боюсь, не смогу доставить вам такое удовольствие. Совершенно нет времени. Как и у вас. Но я помню. Оставил бы ты его в покое. Не люблю таких. Каких? Сказать не могу. Чувствую. Сволочек. Никакой он не сволочь. Это ты дурак. А я на заместительный человек. Умница. Ну, вот я хочу посмотреть, как эта умница вышибет себе мозги. Белые акации, гроздья душистые. Вновь аромата, аромата полны. Вновь разливается трель соловьиная в тихом сиянии, сиянии луны. Ну, должна красный паритет. 怪уна. Не-ен-енaphicin, д risk far' out of a mouth. Еще помнил интервью. С spin for track. Проходите смело. Бумаги настоящие. Изготовлены в штабе округа. Так, а форма? Форма я приготовил. Вы трое артельщики подрядились на ремонт водопровода. Это наряд на работе, он настоящий. Помощник командира роты? А вам не кажется, что это как-то не солидно при моем сане? Ладно, давайте, излагайте, как вы будете подставлять нас под чекистские пули. Взрыватель выставлен ровно на 10.00. Рванет, на все про все у нас будет 10 минут, иначе действительно все будет как по слову пастыря. И че? Че-че, пристрелят тебя, вот че. Нравлюсь? Да просто вижу, хорошая девушка. Так ты б, товарищ, ее в деле попробовал. Раненых на раз укладывает, не то что здоровых. Проходите, товарищи. Моя. Сама ведь. А у вас здесь природа, лес. Да, места грибные. Рыба. Прошу вас. Васька! Командиру! Есть! Чесанул сукин кот. Не хочет в царство небесное. Разрешите, Тимофей Федорович? Я ему личную отправку организую. Давай, давай! Можешь. Заслужил. Стараюсь. Да не ты, он заслужил. И оба молодцы. Браток, дай папироску. Граждане диверсанты прибыли. В полном составе. Девять ноль ноль. Пора наших отцов-командиров к смерти готовить. Пошли, пошли, пошли. Твою мать, а! Что ты? Нас зубы скалит. Садитесь, товарищи. Начинаем наше совещание. Товарищ старин, позвольте, я сделаю короткое. Объявление. Объявление? Что срочно? Необходимость. Давайте, слушаем вас. Товарищи, кто меня не знает, начальник Плуцкого ГПУ Шилов. Ровно через пятьдесят пять минут здесь все взлетит на воздух. Здание клуба заминировано. А как же так? Товарищи, тихо. Спокойно. Товарищи, тихо. Спокойно. Враг решил нанести нам подлый удар в спину, но мы, конечно, этого не допустим. Меры приняты. Поэтому прошу соблюдать вас революционную выдержку. Секунду, попью. Шилов, Шилов. Нужно немедленно очистить помещение. Никак нет, товарищ старин, нельзя. Что нельзя? Что вы намерены предпринять? Откровенно говоря, я намерен всех вас тут убить. Шилов, что вы несете? Тихо, товарищи. Тихо. Вы что с ума сошли? Я приказываю немедленно очистить помещение и начать разминирование. Выполняйте. Никак нет, товарищ старин. Что? Вот. Что вы суете мне? Товарищи, операция санкционирована самим товарищем Держинским. У товарища Шилова особая полномочия. Приказываю всем исполнять распоряжение. Что от нас требуется? Раздевайтесь, товарищ. Раз, два. Где их? В двадцати верстах отсюда. Ликвидация банды Ярошенко. Так, времени в обрез, товарищ. Сейчас мои люди проводят вас в безопасное место. Ну, а товарищи наши погибшие послужат нашему делу. Последний раз послужат. Вы позвольте ваш портсигар? Что? Портсигар. Зачем? Для общего дела. Все спокойно, вроде бы. Должно получиться. Что? Подхватит. Подхватит. Вооружение. Стойте. Прикола. Крое. Стоятьagrens. Это не своя турция. Может быть, охрань, охраняем. Ага, что это? Пошли. Так, быстро, все туда! Быстрее, давай, давай, давай! Давай, давай, быстрее! Давай, давай, быстрее! Быстро, быстро! Боже, там раненые! Я ж не могу, сестричка, да пасту я! С нами есть кто? Нет, все побежали! Побежал туда, быстро, хватай носилки! Давайте, давайте, давайте! Сустричка! Раненые! Верну смерть! В земле ходят! Батька, дай обдарик! Да почекай, почекай! Все должно быть правдоподобно! Хараули! Ну? Есть! Дед, это и я был! Самаич! Сколько там человека стоит? Чего им? Да вы носите, что толпите встал! Так же так-то, а? Потеряли мы! Товарища Штерна! Товарища Штерна! Товарища Штерна! Я не знаю, кто за него ответит, но ответит. Эй, вы кто? Оно стоять! Быстро, быстро! Дотаим! Вперёд! Бегом, бегом! Братья вывез! Живём, братья! Старом! Все, что у тебя, шатка не вытянет! Амбард! Никаяны, найдёмся! Близно! Близно! Сработало! А? А-а-а! Расходим! Находим! Ух ты! Вельможный бан, Роперссер! Бог вас послал нам у спасения! Там за нами погоня. Человек десять. Если до реки датьяну, считай, уцелели, за рекой мои сидят. Ну что? Везучий. Господа, господа, давайте сделаем паузу. Нам с товарищем Фоской уже действительно пора. Мы и так на утреннюю службу опоздали, ты хоть на вечернюю молитву поспи. Красивая вещь. Держите, сын мой. И постарайтесь больше не грешить. Да, и если что-нибудь затеете в этом духе, милости прошу в нашу обитель. Непременно. Храни Господь вас. Храни вас Господь. А я уж думал, что вы меня тогда решили. Это было бы нечестно. Да и скучно. Нет, уж вы как-нибудь сами. Желаете прямо сейчас? Не желаю. До поры мне запрещено вас трогать. Но вы не думайте, что я все списал. А я и не думаю. Выстрел Пушкина. Читали, конечно. Вот у нас с вами такая же история. Вы застрелитесь, даже не сомневайтесь. Ну тогда, когда я вам скажу. Ну что ж, давайте за вас. Поздравляю. Месье Клоп, извините, но чтоб это в последний раз. Отстаньте. Ничего не отстаньте. Вы питаетесь. А с животными не положено. Не положено. У меня в контракте прописано стол. Стол на вас, а не на животные. Кто животное, еще посмотри. Дай, Жужу. С моего стола я могу угощать, кого пожелаю. Мы и вас можем угостить. Дай, Жужу. Только нам будет противно смотреть, как вы жрут. Что, Жужа, облажил мерзавца? Так, ему так, на. Вы же знаете, что ей этого нельзя. Ничего, Ишка, Клопает. Уж колики. Правильно, вы же и овсянки кормите, как птичку. Она хищница, да, Жужа, как все дамы. Что, господин Клоп, как пани Цыпкис? Уже имеете взаимность? Памы Андреи, ну за такое нельзя говорить на людях. Ну что же вы такой робкий? Как я вас учил? Наскок, аллюр, три креста и кавалерия заходят с тыла. Какая с меня кавалерия? Ну вы же артист. Ну сыграйте кавалериста. С моим фасадом я могу сыграть старую клячу. Мое почтение. Всего доброго. Влюблен в свою квартирную хозяйку, но никак не может открыться. Все у нас в штабе. Только вас и говорят. За вас. Весь там полезный, молодой офицер. Я бы желал познакомиться с ним поближе, полковник. Может быть, он сможет помочь моему сыну. Маша! А вот эту отгадай. Знаю точно я сама, после осени… Дима! Правильно. Маша! Маша, иди ко мне! Мама! А мы тут курочек кормим. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. С добрым утром. Простите, вы кто? Почему нас здесь держат? Я, Шилов Тимофей Федорович. Сейчас все объясню, Елена Васильевна. Все расскажу. Вот, чаю попьем, за чаем и расскажу. А, Шилов, ты чего копаешься? Мы чаю хотим. Так я это, мигом! Ну, хорошо. Может быть, в дом пройдем? Маш, беги. Давай, 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 давай! Кто вы? Я начальник здешнего ОГПУ, Шилов. Ну вот, испугались. Мне ведь только поговорить с вами. О чем вы хотите со мной поговорить? Так, о чем? О супруге вашем, Виктор Алексеевич. Я благодарю вас, поручик. То, что вы сделали, трудно переоценить, учитывая ситуацию. Господа, я так полагаю, господин Галицкий заслуживает нашего с вами откровенности. В ближайшее время, поручик, мы начинаем боевые действия. Полномасштабная войсковая операция, целью которой является захват значительной территории большевиков здесь, в Белоруссии и в Украине. Поэтому добыты вами документы более, чем ко времени. То, что вы сделали, заслуживает всяческих похвал, но все же я рассчитываю, я буду рад, если вы присоединитесь к нашему отчаянному мероприятию в вашем прямом качестве. Боевого офицера. Я благодарю вас. Вы свободны. Чего вы хотите от меня? Елена Васильевна, напишите письмо. Какое письмо? Кому? Супругу вашему, Виктору Алексеевичу. Я не понимаю. Очень просто. Напишите, уговорите его отказаться. Отказаться от чего? От своих планов. Напишите. Я сам вас отвезу, вас с Марусей к нему. Вам нужно подумать? Мне не о чем думать. И писать ему я не буду. Господи! Маша! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Януш! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рад вас видеть, панна Ирэна. Здравствуйте. Вы не приезжаете, забыли нас? Никак нет. Я не мог. Но я всё время думал о вас, панна Ирэна. Вы пропали, а я даже не знаю, где вы живёте. Простите меня. Но я действительно не мог. Простите. Прощу, если сегодня же приедете к нам. Сейчас? Я обязательно приеду, но чуть позже. Правда, правда. Обещаю. У меня сегодня именины. Магда торт испекла с марципаном. Помнишь? Угу. Или ты не хочешь? Стой! Бррррррр! Я хотел бы купить цветы. Здравствуйте. Вот эти. Конечно. Спасибо. До свидания. С днем Ангела. Поехали. Кубавара! Позволите? Позволите. Позволите. Признаться, я думал, вы человек слова. Так получилось. Практически против моей воли. Серьёзно? Господа. О чём вы это? Дело в том, что пан Галецкий заключил со мной определённого рода пари. Условия которого не вполне соблюдают. Что за глупости? Магда ждёт. Пойдёмте за стол. Да. Пойдёмте. Конечно. Съёшь? Магдуша. Направде не могу венси. Съёшь? Так, пан Ирена? Съёшь, съёшь. Я помню. Ты больше любишь сахарные трубочки. Пани Магдалена. Да. Пани Магдалена. Там молодой пан. Какой молодой пан? Говорит, что он Януш Галецкий. Не лучше въ 2023 году ещё. П guarante� Зацепила ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Мишель, А ты? А ты какого черта здесь делаешь? Я не понимаю. А вы кто? Галецкий Януш Казимирович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Доброго здоровья! Вы что, промерзли? О! Доброго здоровьица! До пятихаток далеко еще? Да далеко уже! Видишь, балку с небом заварила, теперь в круголяке мерзть пять, наверное, будет. А вот сади, это куда поставить? Лошадей вон привязывайте к телею прям, и давайте к огню греться. Проходите. Братцы, вместо не сдайте. Ехать надо, товарищ поручик, с тем немецкого. Подождем немного. Опа, вот тебе и здрасьте. И товарищ, и поручик, это как-то у вас? Был поручик. Был? А, ну если был, то конечно уже не считается, да. Так что это, бывший он, что ж ты его по старому так кличешь? Слушай, ну для тебя может и бывший. А для тебя какой? Ну ладно, ладно, не обижайся, ты что? Поручики-то они вон, а где все. Видал? Барашкин сказал, карагул выставить. Ладно, ладно, не боись, приглядим. А этих-то куда? Известно куда? А, ну ясно. А Барашкин, который вернется, этих допросит и тоже в расход. Вот так-то. Вперед смотри! По сторонам! Вперед смотри! По сторонам! Блин! Блин! Януш? Магда. Матка Паска. Помнишь, что возила меня в монастырь? В Черной Мадонне. А вот это ты помнишь? Януш. Я купила тебе эту ладанку у молоденькой монашки. Януш. Что происходит? Януш? Ну ты мерзавец. Он не Януш. Нет, он не Януш. А кто он? Разрешите представить, Михаил Астанин. Большевик. Любить и жаловать не прошу. Антихриста нельзя любить. Да, Магда? Он комиссар? Которые убивают людей? Тебя-то никто не расстрелял. Выйди. Давайте, сюда, сюда. Закрытите. На кровать кладите. Он грязный, батюшка. А, ничего, ничего. Иисуса с Христа снимали и замарались. А куда же его? В грудь. Одежу, одежу дало снимите. Не дай Бог заглянут, убьют. Да, Господь Бог, Матушка выходит. Она у нас в увечьях ведает. А как зовут его? Это я к тому, если Господь призовет. Он католик. Господу не важно. Януш, он. Януш Галецкий, батюшка. Иван, значит. Тихо, тихо, сынок. Вы кто? Тихо, сынок. Батюшка, спасите его. Все в руках Божьих. Вы, братья. Не ожидал. Сколько раз я представлял себе эту встречу. Чтобы в родовом гнезде. А что, товарищ Астанин, надоело вам у красных, да? Да? Вы себя там все разрушили до основания, теперь здесь хотите все изгадить. А чего ты фуражечку не одел с красной звездочкой-то, а? Большевицкий шпион Януш Галецкий. Остраумно. Имя свое опозорил. А теперь и мое. Я был уверен, что тебя убили. А меня убили! Меня раз пять убили! И все пять раз насмерть! И первый раз ты! Вообще-то, я тебя спас. Да нет, дружок. Я все там за хлебом во враге. Вместе с капитаном Антипенко. С полковником Проскуриным и с остальными ребятами. Я мертвый! Ты это-то понимаешь? Еще раз я тебя здесь увижу или в городе. Сдам в контрразведку. Убирайся. Сдам в грех. Мам! Значит, вы с детства дружили? Нет. Мы не просто дружили. Мы как братья были. Поэтому это не просто предательство. На нем печать Каинова. Вы думаете, он шпион? А чего тут думать-то? Если бы я мог, я бы его убил. Ведь он же вас спас. А я его об этом не просил. Я когда ходить смог, там же линия фронта, она к югу передвинулась. Я сразу на хутор пошел. Нашел оврага там. Они их как стрельнули, они их так и бросили. Они даже их не закопали. Так снежком и прошло. И осталось туда ходить. Каждый день я ходил за стопом. Земля мерзла, как камень. Месяц долбил, наверное. Он похоронил. Всех. А Станин всех предал. Всех себя, Россию, отца, всех своих дедов и прадедов. И дружбу нашу. И как мне с этим жить? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пока мы одни, я хочу засвидетельствовать, что крайне рад вашему появлению здесь. И нашему своими знакомствами. Я хочу, чтобы вы правильно понимали мое положение в этом доме. Я жених пана Ирены. Поздравляю. Благодарю. Вы производите впечатление доставленного человека. Надеюсь, что это так. Но дело в том, что, когда здесь появился этот мерзавец, он не просто присвоил ваше имя. Он намеревался завладеть и всем прочим. Имением и не только. Ирина очень впечатлительна. Все эти его романтические россказни, вся эта наглая ложь про белое воинство, борьба с большевиками. Она разумная девушка. Но даже я стал всерьез беспокоиться. Так что своим появлением вы спасаете не только ее, но и меня. Господин Павлович. Вы меня извините, но сейчас я хочу попутать. Да, я помню. Ну вот и аукнулась. Уже аукнулась, так аукнулась. Говорили же вам тогда, не надо встревать. Говорили. Раз по разные стороны встретились, значит все. У него своя судьба, а у вас своя дорожка. Хорошо наши тогда не прознали, что это мы его утащили. А выходит, лучше бы прознали. Не бубни. Не бубни. Что он вам сказал? Встретимся, не прощу. Вот. Встретились. Я вам так скажу. Раз по вашей милости его тогда не шлепнули, значит сейчас самое время. Потом поздно будет. Тогда спасли, а теперь шлепнем. А вас никто не просит. Без вас управимся. Главное в город его не допустить. У дороги нужно засесть, я завтра к утру отправлюсь. Нет. Почему нет? Почему нет? Никуда ты не поедешь. Вы мне командир, как и были. Но так не пойдет. Вам дело доверили. А вы все гробить. Да он же прямиком к Ромовскому побежит. Или к полковнику вашему такое допустить? Не пойдет. С чего это не пойдет? Не должен пойти. Да почему не должен? С чего вы так уверены? Да ни в чем я не уверен. Но убивать его мы не будем. А что мы будем? Думать. Терпи, барсам не больно, барсам приятно. Сашок, ноги уперли, держи, держи. Касаются. Где касаются? Не касаются. Вон же лопатки касаются. Где касаются, тут собака пролезет. Давай, 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 давай. А ты кискисель на себя его. На себя его бросай. Эх, слабаки. Ничья, Тимофей Федорович. В борьбе ничьей не бывает. Тимофей Федорович, от француза застало прискакали. А? Дуйте с опелки умываться. Потом чай будем пить. Доигрался. Теперь твое молоко. Он же говорил, что Галецкий мертвый. Да он тут много чего говорил. Даже если тот живой оказался, так он и жжет должен мертвым. А француз пишет, наш, не кует, не мелет. Вот беда-то, беда. Он же нам так со своим дружком все дело завалит. Напиши французу поляка убрать. Давай, 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 давай. Ну, вот как этим господам верят? Ну, вот как этим господам верят? Магда, вы только вчера меня за него сватали. А разве ж я могла знать, когда он честным человеком прикидывался? Право слова. Пошлю Адама. Нет. Нет. Я сперва должна сама с ним поговорить. Не о чем вам разговаривать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из-за Галецкого нужно убирать. Он что, не понимает? Немедленно убирать. Он не хочет. Что? Не хочет он. Ну, вы-то понимаете? Он же нас всех закопает. Понимаете или нет? Я-то понимаю. Может закопать. Но он думает, что тот не выдаст. Завтра же пойдет в контрразведку. Вас возьмут и черт свои. А у меня, пардон, другие планы. Ну? Ну? Когда? Сегодня уже не выйдет. Завтра. Я приеду к завтраку. Предложу им проехаться верхом. Поедем по дороге на Ружан. Там хорошее место. Частенько пошаливают. Стреляете, хорошо? А я тут при чем? Да я-то мог бы и сам. С удовольствием. Вас только боюсь, к завтраку не пригласят. Угу. 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 Я знаю. Потому что имел удовольствие общаться с такими, как он. Только мы с ними долго не разговаривали. Почему? Потому что это гражданская война. И упаси вас Господь. Узнайте все ее подробности. Я понимаю, если бы его мобилизовали. Я понимаю, если бы его заставили. Но добровольно. Может быть, у него были на это причины. Были причины? Украсть мою жизнь, прошлое, имя. Теперь видно еще и будущее. На это у него тоже были причины. Ну, остается просто на вас жениться и ставки его. Вы так говорите, как будто я в этом виновата. Это такое несчастье. Я не знаю, как это могло произойти. И я совсем не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Все было бы намного проще, моя маленькая принцесса, если бы не одно обстоятельство. Я бы даже его назвал ум. Досадной мелочью. Я действительно обязанному жизнью. И этого не отменять. Пойдемте в дом. Мне надо ехать. Ну, чего? Опоздали. Уже уехал. В город. Сволочь. Черт, он же теперь прямиком в какую-нибудь разведку пойдет. Никуда он не пойдет. Ты откуда знаешь? Знаю. Ты куда? Оружие спрятан. Господа офицеры! Господа! Вы ко мне, молодой человек? Желают представиться. Он только что из советов. Я слушаю вас. Имею честь доложить. Хотел просить ваше превосходительство зачисления в корпус. Ваше имя? Милостью, государь, я к вам обращаюсь. Виноват. Капитан Антипов, Черенговский пехотный полк. Служил под командованием полковника Румянцева. Я сейчас занят. Часа через два я смогу с вами поговорить. Руки! Караул арестовать! Брутместер, что это значит? Ваше председательство, я лично знал капитана Антипова. Это не он. Увести его. Петр Иванович, я хочу, чтобы вы лично выяснили, с какой целью сюда прибыл этот молодой человек. Слушаюсь. Господа, прошу вас. Я поеду к пану Ротместу. Давно хотел посмотреть, как он работает с первыми. Петр Иванович. Не живаете со мной? Благодарю вас. Но я не любитель подобных зрелищ. Колецкого только что взяли в штабе. Точно? При мне взяли, Вася. Я же говорил, нужно было сразу его убирать. Погодите, погодите. А за что же его, а? Он же настоящий беляк. Не такой, как вы. Вас пошел сдавать. В том-то и дело. Он меня не выдал. Мог, но не выдал. Признался другим именем. А теперь его держат в подвале и допрашивают. Ну, если допрашивают, значит выдаст. Не выдаст. Не сразу, но выдаст. Он мой друг, Вася. И что делать? Да не знаю я, что делать. Но из подвала его не вытащишь. Желаете продолжить? Скажите правду, и все закончится. Я уже вам сказал правду. Я не служу у красных. Я офицер. Воевал в третьем Донском корпусе. Там же где Антипов? Совершенно верно, он погиб. Почему вы не скажете свое настоящее имя? Зачем этот маскарад? Так получилось. На это есть свои причины. Не сомневаюсь. В таком случае вы не оставляйте мне выбора. У меня тоже есть причины знать правду. Сомлел, ваше благородие. Аккуратнее нужно. Виноват. А что, как он мне скажет? Скажет. Будьте благонадежны. Я в лагерь. Очухается, поработай как следует. Будет молчать, к вечеру достаешь в лески. Там я его серьезней порасспрашиваю. А чего ты взял-то, что его на лески привезов? Секунду сказал. Они точно здесь проедут? И здесь? Друга на лески одна. А откуда вообще взялся свой друг-то? С того свету. Что, красный что-то? Да белый он, Степа. Белый офицер. Офицер? Заканчивай трепать. Приготовьтесь, слушай. На, держи. Что это? Лицо закроем, чтоб потом не опознали. Тихо. Вон они. Пошли. Давай. Что это? Бросайте оружие. Вы нам не нужны. Отсюда! Мамочки, стреляй! Устается! Зачем? Зачем стрелял и уже сдавался? Сами знаете, зачем. Зачем? Давай. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Все. Черт. Опять получается я тебе должен, а? Думал в расчете, а ты опять. Дурак ты. Бегом. Давай, 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 бегом. Давайте, давайте, шустрее. Уходим. Интересная жизнь бывает у молодых людей. Такая интересная, что, слава богу, ребра целые. И где он так побился? Упал, паня Циткис. Упал? Конечно же упал. И много раз кряду. Я думаю, раз пять. А потом били ногами. Все. Благодарю вас. Много вами доволен. Да, ему сейчас надо полежать, отдохнуть. Пускай полежит. Он не так умирает, как не должен бегать. И приготовьте ему что-нибудь такое деликатненькое, вкусненькое. Да, и дайте трошечки водочки. Может, на почках? Я делаю на почках. На почках? То баджи, то бжи. Молодой, в следующий раз, когда ваш друг будет падать, проследите, чтоб потом его не били нога. Я учту. Восемнадцатого ноября. Добрался до Петербурга, пришел домой. А там какие-то рожи. Потом, после убийства Урицкого, я узнал, что отца увезли на Гороховую. Там он смерть принял. Мама через месяц умерла. Ну, ты же знаешь, у нее легкие. Твои-то как, живы? Живы. Маму год назад видел, а… Отец, ты представляешь, даже не вышел. Только сидел в кабинете, пока я не ушел. Как же все так угораздило-то? Не угораздило, я сам. Еще на фронте. И что, большевики записался? Да, записался. Вот, вместе с Сымбалом и записался. Ты его сегодня видел. Вы уж и ординариц мой. А ты знаешь, я записался и не жалею. Ну, да. Твои же родители, они не убивали. А если бы? А если бы? Не знаю. Знаешь, Мишка, я тебя честно вспоминал. Я тоже. Ты же знаешь, у меня больше нет никого. Наверное, поэтому я тебе не выдал. Хотел, но не смог. Слушай, а зачем ты мое имя взял? Если бы я знал, что ты жив, я бы никогда это не сделал. А ты думал, я мертв? Я не подумал, я знаю. Ну что, занимаетесь легендой? Вы ведь выросли в Варшаве. Польский, конечно, знаете. Можем, увы, пыльно. Он писать. Здесь офицеры, погибшие на юге. Вот посмотрите вот этого. Поляк в Ростове дезертировал. Примкнул к банде налетчиков. Убит во время облавы. Это видно детской фотографии. Галецкий. Это не Галецкий. Это я. Интересно. Рассказывайте. Я бы тебя здесь оставил. Но вставка безопасней. В городе тебе появляться нельзя. Дай помогу. Я вообще не понимаю, что здесь делать. Тихо, тихо, тихо. Тебе нужно исчезнуть на время. Оклемаешься? Управляю тебя в Германию. Только здесь все закончится, вернешься обратно под своей фамилией. Ай, дай его сюда. Прости. У меня денег нет. Я поэтому в корпус и собрался. Какое-никакое жалование. Деньги есть. Поехали. Магда, наверное, волнуется. Думает, что ты меня где-нибудь подкараулил и пришел. Компература. Вперед. Вперед. А? У-у-у. Ну-у-у. Тебе надо срочно уехать. Документы я тебе достану. Ладно, давай. Ладно, давай. Что ты делаешь, Адам? Что случилось? Матха, Госка. Что с тобой? Все хорошо, все нормально. Живой. Упили. Упили. Все хорошо. Все хорошо. Живой. Живой. Ты не смотри на меня, принцесса, как на призрака. Хотя в этом доме я действительно призрак. Извините, пан Симмерман, но у меня, к сожалению, нет времени. Я знаю, что у вас нет времени. И еще кое-что знаю. Я знаю, вы есть шпион. Ну хорошо, проходите. Ай! Ай! О, гуд. Очень хорошо. Я эту беру с собой. К сожалению, я не могу его вам отдать. Не делать резких движений. Сядь. Я же не сказал, что я беру это все насовсем. Я это микрофильмирую. Сделаю копии. Германия должна учитывать свой интерес в этой компании. Пан Николай, а Ирэна нет. Сила у руки, пани Магдалена. А пан Ирэна уехала. Уехала? В костел. Помолиться о здравии, пан Януш. Он что же, заболел? Нет, ничего. Ее молитвами поправиться. Дай бог. Она ведь ставки ему вернуть решила. Вот как. Так и заявила. Хочу говорить, чтобы все по справедливости стало. Мне чужого не нужно. Бог ее за это не оставит. Вы что же, не дождетесь ее? Нет времени. Мой поклон пани Ирэне. Обязательно передам. Значит, у меня нет выхода. Именно так. Сколько? Вас. Я привык работать за деньги. Я должен вам платить? Я не обязан вам платить. Вы у меня в руках. Ир Циммерман. Ну, я готов. Ну, хорошо. Вы меня уговорили. Кстати, пан Циммерман, а вы в курсе, что к фрау Матильде наведывается полковник Секунды? Не может быть. Я бы знал. Тем не менее, это так. Это если бы вы сделали снимки… Снимки? Ну да, снимки. Высокохудожественно, так как вы это умеете делать. Тогда бы полковник был в ваших руках. Понимаете, о чем я? Понимаю. Понимаю. Понимаю снимки. Но как? Как это сделать? Не знаю. Подумайте. Прау Матильда ведь ваша соотечественница, так? Я. А? Неужели ей безразлична судьба Великой Германии? Я. Натюрли. Натюрли. Это вы меня так угробите. Скажите, вы не знаете, почему все хотят моей смерти? Ничего подобного. Вам нужно тренироваться. Так вы быстрее поправитесь. Ну? Давайте продолжим. Давайте. Только вот пусть он меня сменит. Я хотел тебе все рассказать. Что? Что ты обманщик? Что ты ворвался сюда, как вор? А я что? Что бы я тебе ответила? Как ты мог со мной так поступить? Ты права. Я. Я не должен был. Я... Я просто не думал. А то, что ты большевик, ты бы мне тоже сказал? Либо под венцом ты бы стоял, как вор. Ну и говори так. Это неправда. Если ты входил в твой план. Господи, как подло. Как подло. Зачем ты приехал? Я виноват. Виноват страшно, может быть. Даже непоправимая. Я сейчас не пытаюсь оправдываться. Просто хочу объяснить. В том числе и себе. Я не знаю, что мне делать и как мне дальше быть. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Винцовка. Вы не милая. Здравствуйте. О, пан Циммерман. Если вы до Зоськи, то она еще дрыхнет! Тихнин! Юр Тамерман, я не ждала вас сегодня, но это приятная-приятная неожиданность! Замолчите, следуйте за мной! Я очень разочарован! Право, Матилька, очень! Что случилось? Я сомневаюсь, немка ли вы? Вы меня пугаете? Что я? Ну, вы же знаете, я всегда любую слугу, я всегда… Вы оказываете услуги не мне, вы служите Германии. Почему вы скрыли от меня? Да что я скрыла, Юр Тимирман? Вы же знаете, что я всегда обо всем, что девочкам скажут клиенты, я всегда вам. Полковник Секунда. Что? Почему вы мне не доложили, что к вам ходит полковник Секунда? Я жду объяснений. Я не смогла. Он запугал меня, я не смогла. Я умоляю вас, простите меня. Он очень, очень опасный человек, Юр Тимирман. Я тоже очень опасный человек. Как часто он ходит? Не часто, один раз в неделю. К кому? К кому я спрашиваю? К Брунхильде. К Брунхильде. К Брунхильде? Как ты понимаешь, самое главное добраться до Вильна. Там обратишься по этому адресу. Запомнил? Запомню. Человека зовут Анжей. Поможет с документами. Сядешь в поезд, доберешься до Вильна. Как только устроишься, напишешь Ирине телеграммой. Да. Опускаюсь все ниже и ниже. Бегу от своих с помощью большевистского подполья. Даже смешно. К тому же с помощью большевистских денег. Мишель! По поводу принцессы не переживай. Когда не любят, так не мучаются. Думаешь? Как долго. Ездят и ездят. Ездят. И чего ездят? Самое несчастье от него. Но он не к нам приехал. К Януше попрощаться. С кем попрощаться? Януш уезжает сегодня в ночь. Куда уезжает? Зачем это? Паня Магдалена. Паня Магдалена. Так нужно. Он должен уехать. Зачем? Кто тут должен уехать? Надеюсь, не мне? Януш уезжает сегодня ночью. Паня Магдалена. Он не был так мужчиной. Он крас-ковород training наjen. Д homи берем работу конкур drie storms. Меря Магдалена. Клайное поле шракет. Да, однако, это новое слово в шпионаже. Скрытая фотографическая съемка. Да, большая перспектива. Но фотографическая съемка с девочками, это, вы представляете, а если оборудовать аппаратами, все бордели Лондона, Берлина, Парижа, везде, это ж можно перевернуть мир. У вас грандиозное воображение, Герц Симмерман. О, дамы, оставьте это себе и поработайте с оборстом, с полковником. Что тебе, Адам? Там, Вольчих мертвого привез. Бог с тобой, что ты говоришь? Какого мертвого? Я не знаю, в карьере, знайшли мертвого, али убитого. Может, кого по полицию послать? О, боже. Ай-ай. Ай-ай. Магда. Януш. Мой Януш. Магда. Это он его погубил. Магда. Тот злодей моего Януша. Нет, Магда, он не мог. Мог. Погодите, он и нас убьет. Магда. Один Магда. Мага. Магда. Магдон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Галером быть. Задачки чужие исполнять. А вам? А мы скоро на каникулы. Та куколка? Давно пора. Уже по селам всякое болтают. Люди не слепые. Шумновато у нас, конечно, не скрою. Грех-то. Признаю, признаю. Ну, а что с них еще возьмешь, с босиков-то? Как вам вообще это все в голову-то пришло? Ну, а то боже промысел, сын мой. Ну, что? Зараз темно станет. Обсмотри кругом. Шо там как. Понял? Юзак. Давай, пошли. А ты, Стефан, давай к нам. Ты сам, батюшняк, а? Пожалуйста. Идем. Гуляем. Бьют. Помираем. Да. Да вы Богу не боитесь. А мы никого не боимся. Правда, Ганночка? Так что артир, цветы и угодники я намерен прикрыть. И дело, по которому вас ко мне прислали, это я еще посмотрю, братцы или нет. Я ж ведь к господам-белогвардецам ничем лично не обязан, у нас отношения исключительно кобежеские. И куда же вы отсюда? В Америку. Почему в Америку? Потому что сволочь и дурак. Злится. Хочет меня на себе женить. Зря я, что ли, на тебя молодость потратила? Купили бы дом, жили. Денег на столе хватит. Мне нельзя жениться, Фасулечка. Нам не чин монашеский. Черт, тебе на том свете весь язык булавками исколют. Не говоря про остальное и прочее. О, ну фу. Становишься скучной. Куколка. Будешь так себя вести? Никогда, никуда с собой тебя не возьму. Кусается? В Америку, Галецкий, в Америку. Там сейчас вся жизнь. Вот смотри. Это Галецкий, Нью-Йорк. Город желтого дьявола. Кругом сплошные небоскребы. Подземная железная дорога. И там у них еще только улица. И самое главное, Бродвей называется. Так сорок голых баб в одних туфлях танцуют квикстеп Аргентина. А? А ты говоришь, жениться. Скучнейшие большевики отменили сухой закон. Американцы, они же прогрессивные. Ты знаешь, сколько бутлеги разрабатывают на контрабанде алкоголь? Бешеные деньги. Мальчишки на первый заработанный доллар покупают автомат Томпсона. Видел ее, кстати, как-то в Дансе. Лихая машинка. В Европе до такого не додумались. Черт. Я хочу туда. И я там буду. Простите, а такая мелочь, как электрический стул, вас не беспокоит? Бог с вами. Если я смог выжить в этих мерзких краях в чудовищное время, бросите. А Тому Шайда к нам. Вы человек рисковый, мне нравитесь. Сразу видно, вы не по политической части, хотя и офицер в прошлом. Благодарю вас за предложение, но у меня другие планы. Не за что. Близнец с собой возьму. Ну, таких специалистов в Америке не густо. Смотри-ка, заломает он сейчас вашего. Ну, а я что говорил, с близной никто не совладает. А я медведь. Батька, к вам, брат. Пусть обождет. А я вынужден извиниться, срочное дело. Я на левой. Горьем пальцем гну. Давай, давай, давай. А куда он делся? Может, сюда пошел? Пссс, это ход. Давай, чеши до нашего. Гостик нашему падра. Здравствуй, братец. Все хоронишься. Не надо, чтоб твои меня видели. Приготовил. Ага. А хоть бы и видели толку-то. Все равно скоро съезжаю. Не скоро. Что так? Все королевну не можешь свою окрутить. Плюнь ты на нее, Коля. За неделю не уломаю. Плюну. Проводи. Эти здесь откуда? Что? Ты че это, братец? Будто Бецов увидел. Своей это? Своей. Это твоя смерть, братец. Или моя удача. Ну что? Пора и на покой. Все, па. Ага. Давай, что вы думаете? Пуск вас проводит в Ашкелле. Послушайте. А не хотите увидеть нечто необыкновенное? Что именно? Сердце монастыря. А? Не. Прошу. Тр資. Алька. Трис. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот оно, сердце. Что скажете? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, эта роскошь не грозит. А вот вас я к ним с удовольствием пристрою. Руки! Соховайтесь у ворот. Когда мы на них надавим, они к воротам побегут. А там вы их встретите. Вот и рассчитайтесь. Зажмут тебя батьку своего. Ну, я там вас показываю. Идемте за мной. Бедный Йорик. Вот тут были губы, которые я целовал так часто. Ну, и где теперь твои остроты, шутки песни, паровое веселье, заставляющее смеяться весь стол? Ничего не осталось. Чего? Грустно. Кстати, в молодости я выступал на сцене. Между прочим, имел большой успех. Мог бы выйти в приличной трагике. Начинай. Сашка! Сашка! Нема, здесь он! Сашка! 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 Кто ж его? Злотый, может не стоит туда суаться? Не можно! Двигай давай! За нами все! Самое время покаяться, сын мой. Идиот! Завтра будете отвечать перед казначеем. Я? Что ты, сын мой? Я отвечаю только перед Всевышним. А вот вам придется перед казначеем. Может, еще не знаешь, что вы на красных работаете? Знаешь? Что ты несешь-то, а? Никаких красных. Вы что, здесь вообще все перепилились, а? Я скажу, скажи ты ему, а? Да! Ух ты! Сука, убил тебя! Убьешь, убьешь. Почекай зараз. А я так понимаю, для вас это тоже сюрприз, да? Стой! Ха-ха-ха! Легается? В зале тех? Да взяли. Батька зараз пытает. Поспать не дали, подлюки. Ну, наливай, выпив. У нас тут всяко разного инструмента завалялось, которым братья в старые времена еретиков в веру обращало. Даже где-то есть испанский сапог. Ну, да ладно, с ним возиться долго. Поэтому мы, наверное, просто обычной кочергой обойдемся. Да, брат Близин? Да, батя. Ну и готовь, как умеешь. Послушайте, у меня такое ощущение, что казначей завтра вовсе и не явится. Я тебя убью. Да что ж вы все заладили, убью да убью. Ты грех, сын мой. А может он вас вовсе и не присылал ко мне? Тогда зачем вы здесь? Зачем? Вы бы рассказали в силу ей Богу. Аааа! Ааа. Ааа! 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 А-а-а! А-а-а! Ой! Шикарно! Трошки шкурку попортил. Ну, может, все-таки расскажете. А мы вас тогда утром повесим, без мук, чинно, благородно. Обещаю. Всех пьемо. Живых нам не треба. Так, золотый? Того зарабы. Ого! Это еще что за сюрприз! Ну-ка, быстро все наверх! Близно караулишь! Двигнись, пожалуйста! А-а-а! Ну, вот и все. Дети мои. Господь отвернулся от нас. Уходим. Куда? Преисподню. А-а-а! 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 Надо его позвать! Зовись, хочешь? Уходим! 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 Даже шкурку не попортил! Степа! Уходим! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вовремя, вы, пан Злот. У вас же не дочекаешься. Че откройте ворота, че не. Уже лучше мы сами. Казак, аббата взяли? Не, не видел кого. Там за гаморой вход под землю, но они туда. Но я потом за ними, но там темень, земля сыплется. Ну, забоялся я дальше идти. Старый ход видно, давно рыли. Жалко, что ушли. У аббата гость был. Узнать бы, кто. Вот с их спытаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу, пан Галецкий. Скажу, я такой приличный молодой человек. И такой воспитанный. И красавчик. Допустим, я интересуюсь, кем такая панна приходится пану Янушу, чтобы так интересоваться. Я... Я его знакомая. А-а-а. Ну, я ж так и думала. Присаживайтесь хоть на кресло. Я только записку напишу. Я принесу папир и чернила. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже я несу. Это такой папир, как раз для такой панны прекрасной. Такой хороший, с муаровым узором. Как раз для такого случая. Я купила, когда ездила до тети в лодзь. Вы на нем все напишите, и он... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Порадуется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собирайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Могу я видеть госпожу Белинскую? Она... Она... Она уехала. Совсем уехала. Уехала. А господин Галецкий? Он здесь? Здесь? Прошу за мной. Газеты-газеты, свежие газеты. Газеты-газеты, покупайте дальше. Газеты-розеты, свежие газеты! Газеты-розеты, свежие газеты! Покупайте! Газеты-розеты, покупайте! Газеты-розеты, покупайте! Газеты-розеты, покупайте! ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Сью секунду, господа! Вы? Здравствуйте. А что вы так на меня смотрите, как будто увидели мертвеца? Мертвеца? Вы шутник. Простите. Просто тяжелая ночь удалась. Я не сомневаюсь. Признаться, вы меня удивили. Не думал, что решитесь на такое. То есть вы уже знаете про монастырь? Цимбал вам все рассказал? Какой монастырь? При чем здесь цимбал? Я лично присутствовал на похоронах. О чем вы, Николай Дмитриевич? На каких еще похоронах? На похоронах Януша Галецкого. Вашего друга, которого вы застрелили. Что вы несете? С практической точки зрения, вы поступили очень верно. Устранили опасную помеху. Вот только, боюсь, Ирина вашу рациональность не оценила. Послушайте, я не очень понимаю… Послушайте. Ну уж передо мной-то не надо Достоевского разводить. Выс. Выс и убилис. Куда они уехали, Адам? Мне не докладывали, а знал бы, не сказал. Как схоронили пана Януша, так и уехали. Мне велели за домом глядеть. Вы бы тоже того ехали. Грех это. Нежно. Нежно можно. Сперва такое натворить. А потом… На могилке любоваться. Бог такого не потерпит. Он исчез. Думаю, той же ночью ушел к Красному. Полиция пока бездействует, но рано или поздно им донесут об убийстве, и они начнут вас искать. Слава Богу, никто не знает, что вы здесь. Я купил эту дачу совсем недавно, а ее существование никому не известно. Спасибо вам большое. Я думаю, нам нужно уехать, как я и хотела, в Варшаву к тете. Ирина, неужели после всего этого кошмара вы так и не поняли, кто вам друг? Конечно, нужно уехать, но не в Варшаву. Вас там точно отыщут, особенно если узнают, что останет агент большевиков. Да, вам ничего не грозит, но будут допросы унизительные. Я уже не смогу вас от этого защитить. Пусть. А если ничего сделать нельзя? Ирина, можно? Не нужно. Вспомните наши планы. Едемте со мной. Я почти закончил здесь свои дела. Едемте. Хотите в Италию, во Францию? Мне все равно. Вы не пожалеете. Клянусь, вы не пожалеете. Ирина. Николай. Николай Дмитриевич. Простите меня за все. Но это невозможно. Я до сих пор не верю, что это мог сделать. Даже после того, как нашли эту ладоньку. Ну, вы в комнате? Перестаньте себя обманывать. Останин чекист. А чекист значит убийца. Перестаньте. Стойте. Да стойте ж. На тебе. Я не хотел отдавать. Она приказала. Я не хотел. На тебе. Поехали. 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 Девapore. КОНЕЦ Мы вчера были на вашей могиле Пана полковника очень огорчила ваша смерть Он будет рад, что вы воскресли Остается спросить, кто же вы такой? Молчите? Зря Если применить элементарную логику, все и так ясно Явились накануне известных событий из Савдепи Под чужим именем имею прекрасную легенду Значит, вас хорошо готовили, эффектно вступили в контакт А когда появился тот, за кого вы себя выдали, вы его убили Кто же вы? Ответ Большевицкий шпион Увести Не спешите Продолжим беседы у меня в подвале Пан Ангел умеет допрошибать с нехожей, чем Костоломы от мистера Сычева Я говорю вам, не спешите А то вы наделаете глупости, о которых даже пожалеть не успеете И меня угрожаете, а? Я вас предупреждаю Пан полковник Если вы незаконченный идиот, мы с вами поговорим наедине Это в ваших же интересах Зайди Освободите мне руки Пан полковник, я очень сильно устал И либо вы снимаете с меня наручники, мы с вами говорим наедине Либо мы едем к вам в подвал ЗАГЛА 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 Слышая вас Это не надо слушать Как говорит пани Цыпкис. Это надо видеть, пан полковник. Паня Магда. Зачем вы встали? Не могу я спать. Осыпая его, вижу, как он. В гробу лежит красивый, такой, как королевич. Я Богу молилась за упокой его души. Януша моего. Оттого я прокляла. Старым проклятим, каким еще бабка моя проклинала. Да не спошлет Господь на него глад и жажду. Гнев и муки, и напасти злых ангелов. Пока не попадет он в глубины ада, где вечный мрак. Неистовый огонь, вечный дым. Печаль без удаления, изо дня в день. Растет всяческое зло. Господь с вами? Не со мной. Раз так поразил меня на старости. Кто вы? Что вам нужно? Вы несчастные странники, нуждающиеся в пище и ночлеге. А вы? Не вы ли пана Белинская? Очаровательная невеста моего брата. Вы брат Николая Дмитриевича? Конечно! Откройте! А ну, заходите, конечно. А я его пузырь! Имею честь представиться, а? Алоизий Кнышевич! А? А! 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 Так, да? Не жаль, прошу вас о ночлеге. Хорошо. Ну, усадитесь. Вы… Что ж с вами приключилось? Несчастье. Огромное несчастье. Очарательная Ирина. Ну, если у вас остался от ужина кусок холодного мяса и бокал ярко-красного вина, я вам с удовольствием поведаю о наших заключениях. Да, конечно. Конечно. Пойдем, Магда. Да. Да, черт, Элойс. Че ты погнашь? Проходи. Эти картинки – чепуха. Ну, чем таким страшным они вам грозят? Ну, да, репутация у вас будет погублена. Имя опозоренное. Я думаю, что даже и со службы вас выгонят. Среди офицеров генштаба не приняты такие развлечения. Но это даже не самое главное. Все намного сложнее. Пан полковник, настоящий кошмар, пан полковник, начнется, если кто-нибудь узнает, что вы взяли к себе на службу большевистского шпиона. Мобилизационный план, который сейчас находится в штабе Ромовского – это фальшивка. С первой страницы до последней. Это тщательно спланированная операция иностранного отдела ОГПУ. Ну и как? Вы доложите об этом господину графу? Я сомневаюсь. Но и это не самое главное. Нокументы из моего сейфа. Да, они находятся в Минске. Их тщательно изучают и принимают меры. Вы об этом тоже доложите его светлости генералам? Знаете, я думаю, что вас не расстреляют, нет. Вас повесят. Все такое-то выбили у моей жены. Нет. И я вам об этом уже говорил. Вы знаете, мы можем работать дальше. Вы нужны мне, я нужен вам. Я надеюсь, вы не собираетесь меня убивать. Вы же понимаете, в этой игре ставки равны. Моя жизнь против вашей. А так что, в подвал? Раз нет, пан полковник, я прошу вас уйти. Я очень сильно устал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Что вам угодно, я уже собиралась спать. Нам нужно поговорить. Ну, не в это время суток. Я устала. Я не отниму. У вас много времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Какая-то еще такая рань. Еще прожипал. Ой! Ух ты! Ух ты! Ух ты! По лицу бил. И ногами. Так и не устал. Вся в тениках. А потом к себе пришел и ноги стал целовать. До утра мучил. Сволочь. Слушай, Степа, может быть я и к тебе переехать. Яна, да я ей то же самое сказал. Ну… Она смеется. Оба разбиты. Она смеется. Вообще, сначала, сначала как она ушла, я просто к нему пошел. Я думал, все, я сейчас просто… Ну, башку по сходе сверну. Понимаешь, все кошки переломаюсь. Дошел практически. Останавливался. Я говорю, стоп. А как тогда? Я сейчас его убью. Нет, сейчас хватит. Повесит. А она как? Что с ней? Не получается. Яна, ты мне… Помоги. Подскажи, каково. Правильно. Почище. Я что-нибудь придумал, Степа, я… Послушай, ты… Ты потерпи немного. Нельзя его сейчас убивать. Почему нельзя? Он мне нужен, Степа. Понимаешь? Нужен. Я тебе обещаю. Он за все ответит. Ты потерпи. Ради меня. Да. А потом… Думаешь, что… Он тебя… Да. А помнишь, когда в монастыре… Когда нас уже окончать решили, ты… Этот… Черт сказал, что ты… Красный. Ты красный. А мне все равно, красный ты или белый. Главное, что это ты. Ты только долго не тяни. Да я не потерплю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прошу прощения, господин полковник. Глав бы хотел поговорить с господином Галецким наедине. Еще раз хочу поблагодарить вас, пан Галецкий. Добытые вами документы сдевали бы честь любому метро-разведке. Конечно, в оперативные планы придется срочно вносить корректировки. Но большевиков ждет сюрприз. Садитесь, прошу. Можем поговорить о вашей дальнейшей судьбе. Если у вас есть желание заниматься оперативной работой впредь, потому что способности у вас определенно имеются. Благодарю вас, господин граф. Мистер, обращайтесь ко мне, мистер. Рост Гжибовских живет в Британии с 64-го года. После подавления анварского восстания, мой дед оказался перед выбором эмиграция или Сибирь. Он выбрал Лондон, так что у меня две родины. Так, как и моего сына Збегнева. Панголицкий, я вас пригласил до того, чтобы обратиться с просьбой. Спасите моего сына. Когда началась война с большевиками, Збышек упросил меня отпустить его в армию. Воевать за Великую Польшу всегда был его идея фикс. Но я уступил. Он служил у генерала Ромовского адъютантом. Мы вообще его ранили, он попал в плен. Он и сейчас здесь, под Плуцком, в лагере для военнопленных. Уже второй год. Вы знаете, как большевики обращаются с пленными польскими офицерами, Януш? Боюсь, ровно так же, как поляки обращаются с пленными красноармейцами. Наверное. Но у меня нет дела для остальных. У меня один сын. Все мои попытки вызволить его через Красный Крест, по дипломатическим каналам ничего не дали. А теперь ему грузить смерть. Спасите моего сына, Януш. Любые необходимые средства будут вам предоставлены по первому требованию. Если вы согласитесь, можете рассчитывать на глубокую отцовскую признательность. Поверьте, признательность графа Гжебовского – это не пустое слово. Я сделаю все, что в моих силах. Господин граф. Пан полковник, правильно ли я вас понял? Вы приняли мое предложение? Так. Я могу рассчитывать на ваше молчание и на ваше содействие? Как я на ваше. Возможно, вы были правы. В чем? В том, что наше сотрудничество принесет мне выгоду. Другою, не как прежде. Останови. Можно вас на минуту? Вы имеете в виду деньги? Нет. Вы готовы мне платить? Я думаю, что в ГПУ набирается сумма, которая мне устроит. Да. Я имею в виду деньги. Ну? Поговорим об этом. Когда вы вытащите графского мальчишку из лагеря. Как всегда, герой с кирийской жизнью. Поговорим. Пан полковник, я хотел бы вас предупредить. Если вы еще раз тронете пани Беату, боюсь, разговор не состоится. Если вы не ее любовник, вас это вообще не касается. Это так. Но если вы думаете, что главная опасность для вас исходит от меня, вы ошибаетесь. Если вы будете мне вредить, вас всего лишь отдадут под трибунал и повесят. Быстрая и легкая смерть. Но если вы еще раз тронете Беату, вас убьют. И поверьте, эта смерть легкой не будет. Эй! 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 Вы куда? Идите ко мне! Извините, я думала, здесь никого нет. Да, и никого нет. Только мы с вами. Ну, раздевайтесь. Нет-нет, я просто гуляла. Вода уже холодная. Не страшно, если кровь горячая. Дайте мне руку. Ну… Оп! Оп! Спасибо. У вас не найдется лишнего платья? Что? Знаете, моя одежда вся в грязи и провоняла болотом. Ну, а уходить в таком виде даже для меня слишком. Ну, конечно. Я покажу, и вы выберете все, что вам понравится. Вот, спасибо. Вы такая храбрая! После всего того, что вы пережили. Эти бандиты, они вас ограбили. Они же могли вас убить. Ну, да. Они собирались. Ну, не убери же. А пана Луизи, он ваш жених? Ну, да. Жених. Жених — это который женится. А от него не дождешься. Как? Я не понимаю. А в каких же вы отношениях? Любовь у нас вот в каких. Хотя вообще-то я его люблю. А он вас? Вон. Пошел вон. Пан полковник! Пан полковник! Сюда нельзя! Слушаю. Я не хотела! Клянусь! Я страшный человек! Клянусь! Он! Я! Циммерман! Клянусь! А-чиммерман! А-чиммерман! АА! Клянусь! Ну, он же вас любит. Ну, когда-как… Это вас устраивает? Нет, конечно. Ну, что ж тут поделаешь, если я его люблю, а все остальное… Нет, вообще-то обидно, конечно. Иногда думаю, придушит его, что ли. Потом думаю, ну, он же не виноват, что таким борьбесом родился. Вот, брат его, ваш жених. Он совсем другой. Он то женится, тот, кто не сомневаетесь. Мы с Николаем отменили помолвку. Ух ты! Ты ему отказала? Ну и правильно. Еще неизвестно, кто из них хуже. Что? Знаете, бывает, что человек с виду такой приличный, а на самом деле… Слушайте, вы его отшили. Что ж вы тогда здесь делаете у него на даче? Прячусь… От того, кого готова была считать своим женихом. Вы такая интересная. Одному отказали, а другого прячетесь. А тот, кто второй, чем не угадил? Он оказался лжецом. А еще он убил человека. Господи, зачем я все это вам рассказываю? Ну, видать, накипело. Ну, я вам так скажу. Мой Алойзей врет через слово. А насчет кого убить, если он бы даже сто человек убил? Ну и пусть. Если я его люблю, мне все равно. Ну… Доброго здоровья, паня Зояренко. Вот, привез, что вы просили. Спасибо. Ну, как там ставки? Хорошо. Я сказать хочу. Ну… Приезжал он. Тот, который пана Януша погубил. Что? Мне сказали, что он сбежал. Был. Вчера был. Приезжал, спрашивал про вас. Как вы, а я молчу, как вы велели. Я ничего не сказал. А он на могилу пошел. Стоял. Долго там стоял. Я за ним. Думаю, зачем он? Как можно на могиле стоять, которого сам погубил? Какое черное сердце надо иметь? А он потом поворачивается, а у него лицо мокрое. Слезы текут. Он их так вытирает, а не опять. И такое горе в глазах. А потом, когда письмо ваше открыл, так его будто кто ударил. А может, это не он? Я так думаю, не может злодей так убиваться. Так он не знает, что это вы Галецкого оформили? Ну, я надеюсь, и не узнает. Если узнает, тут же бросится меня убивать. Я не уверен, что ему это не удастся. Очень уж проворный у вас юноша. Хотя, знаете, если на чистоту… Ну, что? Не годится он для подобных дел. Вам, конечно, виднее, а по мне не. Что так? Натура, знаете, такая… Слишком романтичная. У таких делах холодная голова, предпочтительная. Правильно? Того же Галецкого сразу надо было убирать. А этот? Дождался, пока его в контрразведку заберут, а потом пивать бросится. А если б не вышло отбить? Его роман. Какой еще роман? А он что, не докладывал? Ну, как же, любовь к одной очаровательной юной помещице? Вообще, я боюсь, как-нибудь ни дров не наломал. Начал, говори. Ну? Барышня с Норовым оказалась. Дала ему полную отставку. Исчезла из города. В неизвестном направлении. Вот ваш цимбал меня уверяет, что он вот-вот бросится на ее поиски. Ему виднее он товарища поручика, лучше меня знает. Что же он творит, мерзаяц? Передайте ему, чтобы срочно явился. Сегодня же ночью. Я-то, конечно, передам. Если еще застану. Ну, ты понесла кобылу в сяве. Тимофей Федорович, мне бы с вас должок-с. Простите, что напоминаю, бухгалтерию привык держать в порядке. Ну, что ж, все верно. Ну, что ж, все верно. Благодарю. Всего доброго. Всего доброго. Погоди. Не надо ему ничего передавать. Вообще не говори ему ничего. Ступай. Как вам будет угодно. Этот Галецкий товарищ Шилов, он с самого начала непонятный был. А мне понятный, насквозь понятный. Ну, думал, раз такого прислали, значит, им-то видней. Значит так, надо этого генерала за кадык брать, пока они доигрались. За самый мякиш братья. Вот так. А с поручиком как? Он вдруг и вправду сбежит? С ним я сам. Тряхнул стариной. А вось не рассыплюсь. Я пошел. О, вот на дворе солнце. А тут что это у тебя? Темень такая всю. Где Маша? Здравствуйте, Елена Васильевна. Вот думал, с утра к вам. Да как-то вот закрутился. Немедленно. Привезите Машу. А как же я вам ее привезу, если ее нет? Я же ее увез. Это что, картошка? Вы что, не ели что ли? Вы что, не слышите меня? Где моя дочь? Да не волнуйтесь вы так. А как же, увез? Она же слабенькая, хрупкая совсем. Вот и увез. Куда? Так в лагерь. Недалеко тут. Что? Чего? Чего напугались-то? Про пионеров слышали? У нас тут организован такое. Для детей сотрудников и ответственных охотников. Коммунар называется. Хороший лагерь. Правда, Авсюк? Ну да. Ну вот. У тебя там ничего не подгорит? Понял, товарищ Шилов. Вот. Дух на весь двор. Авсюк там кашеварит. Сейчас кулешу принесут. Горячего. Я тоже с утра, как вскочил, ни крошки в рту не был. Вот так вот. Не волнуйтесь, хороший лагерь. И речка там, и питание. В самый раз. Селенок-то надо поднабраться после болезни. И медработник имеется. Хорошо ей там с ребятишками будет. По делу лучше, чем здесь. У заперти-то. Письмо-то не написали еще? Нет. А чего так? Привезите Машу, прошу вас. Я не знаю, как я это сделаю, но я не мог ему отказать. Да. Да. Граф был прав. Когда говорил, что как только мы выступим, пленные будут уничтожены. Надеюсь, нам удастся спасти хотя бы часть от того, как это произойдет. А вообще, знаете, сколько их здесь содержат? В лагерях до тысячи офицеров. Как наших, так и поляков. И у них нет такого влиятельного отца, который мог бы нанять вас для того, чтобы спасти их. Так чем я могу помочь вам? Виктор Алексеевич. Да. Я хотел бы знать, что за человек Збигнев-Гжебовский. Угу. Ну, чтобы понимать, на что я могу рассчитывать, когда доберусь до него. Ну, что ж. Ну, если он еще жив, то он не сломлен. В этом можете не сомневаться. Человек смелый. Смелый и упрямый. Он и в плен-то попал, потому что упрямый. И не потому, что его отец. А потому что мальчишка. Семнадцать лет. Но он самовольно сбежал и вместе с эскадроном вперед в атаку. Так что, если он жив, и вам действительно удастся. А вуза он вам не будет. Рад слышать. Кстати, могу вам дать опытных офицеров. Уверяю вас, охотники найдутся. Спасибо, но я рассчитываю на своих. Бандитов? Нет. Контрабандисты не бандиты, ваше превосходительство. Они люди верные. Со своим понятием о чести. К тому же, они абсолютно не похожи на строевых офицеров. Возможно, вы и правы. Я желаю вам удачи. Если невозможно спасти всех, спасите хотя бы одному. Честь имею. Ваше превосходительство. Можно вопросы? Да, конечно. Я мог бы Елену Васильевну с Машей чуть позже… Я благодарю вас, боюсь, но это поздно. Я посылал в плоско своего человека. По адресу, который мне дал род мистер Плахов. Ни Лены, ни Маши там нет. Как нет? Они пропали. Я все чаще понимаю, что… Зря я вас тогда не послушал. Отпустить вас я не могу. Не имею права. При таких обстоятельствах. Вы жена военного. И все прекрасно понимаете. Напишите. Разве у вас что-то стыдное? Прошу сделать. А? Угу. Неужели вы хотите, чтоб кровь пролилась? Мало ее льется? Я не хочу. И никто не хочет. А он сам не хочет, уверяю вас. Я не хочу таким образом влиять на его решение. Да может, он вас еще и не послушает. А все попробовать-то стоит. Мне не хочется, чтобы с вами, с Машей пришлось не по-людски, не по-хорошему. Да, да, да. Такое тоже может случиться. Не нужно этого. А? Пожалуйста. Послезавтра поедешь в коммунар, привезешь девочку. Да не торопись, к вечеру привози. Пусть малость потомится. Так это… Да, жалко ее. А что делать? Сговорчивее будет. Трогай. Давай. Давай. Да! Трогай. 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 Здесь, как это выяснилось? По их адресу наши ходили. Ниши и чины, но люди проверенные. Все с германских яс нами. Понятное дело, по своим делам ходили. Ну, заодно. Ромовский лично просил. Хватился, дурак! Тише. И что тише? Что тише? Там по этому адресу какая-то взяла и бабка. Говорит, ушли. А куда? Зачем? Я их отыщу. Да где ты их отыщешь? Как? КОНЕЦ КОНЕЦ Милый, навеки, навеки твоя. Слава тебе, святого святого, во strictстве веков. Аминь. Слава тебе, святого святого Бога, весны его веки веков. Аминь. Годы прошли давно, страсти остыли. Молодость в жизни прошла без следа. Но белая краса запаха нет. Отдыхайте. Отдыхайте, идите. Мне не забыть, не забыть никогда. Белая акации запаха нет. Не забыть, не забыть никогда. Не забыть, не забыть, не забыть, не забыть. Ты все-таки пришла. Чего я больше всего боялся, сам не знаю. Что больше тебя никогда не увижу, или что всю жизнь ты будешь думать, что я убийца? Я не верила. А как же письмо? Мне пришлось поверить. Рассудкам. А сердцем нет. Почему? Рассудкам. Рассудкам. ТООН Это его латинка. Объясни мне. Что? Когда я ее увидела, я поверила. Я держала ее в руках, сердце противилось, но я не знала, что думать. Просто объясни. Я не понимаю, о чем ты. Откуда она у тебя? У меня? Я нашла ее у тебя на столе. Что? Я приходила сюда, а тебя не было. Я ее увидела и взяла. Я подумала, что если тебя будут искать, ее найдут. Тогда они поймут, что это ты. Ты поверила, что я убил Януша. И все равно хотела меня спасти. И все равно. Хорош. Хорош. И все равно, что я не знаю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я его не убивал. И ладанки у меня не было. Соответственно, на стол я ее положить не мог. Черт. Значит, кто-то вошел и положил. Тот, кто его убил. Понимаешь? Ну, зачем кому-то убивать Януша? В этом-то и вопрос. Видимо, кому-то он помешал. Ну, или не он, а я. Ты мне веришь? Я верю. Верю. Мне сейчас вообще ничего не важно. Кроме одного. Что с нами будет? Со мной? Все будет хорошо. Давай уедем. Завтра. Уедем отсюда. Все забудем. Будем жить по-новой. Я не могу. Сейчас не могу. Ну, а почему? Ну, у меня есть дела. Их надо закончить, а потом... Нет. Нет никакого потом. Я не знаю, зачем тебя прислали. Какова твоя цель? Наверняка она благородная. Ты бы не стал заниматься подлым делом. Я точно знаю. В этой твоей жизни для меня места нет. Поэтому я решила. Ты должен сделать выбор. Мы уезжаем. Завтра. Навсегда. Ирина. Илья уезжает одна. В другом быть не может. Это просто невозможно. Я не могу сейчас уехать. Помоги мне, отец. Паня Магдалена, ну, что вы меня не позвали, я бы вам помогла. Что я сама безрукая. И надо нам в ту Варшаву. Надо нам в ту Варшаву. Зачем? Вы, коли охота, поезжайте. А я в ставках останусь. Паня Магда. Ну, мы же решили. Я не могу здесь остаться. А вы, ну, что же вы меня бросите? Брошу. А за усадьбой кто присмотрит? Адам присмотрит. Адам. Ну, что же, папа. Какого хера ты делаешь? Ты же не сказал, не пей. Ты что, папа, что? Ты что, обалдел, что там так разговаривать? А сейчас там как? Да он с папой своей разбить, а на той, что вам получивало. Вообще по-моему, папа, что твою боль вон, пошли. Адам. Я видел ее, Степа. Ирину? Нашел? Нет, это она меня нашла. Она уехала в Варшаву утренним поездом. Теперь уже навсегда. А что ты отпустил-то? Она предлагала поехать с ней. Ну, и что ты не поехал? Как? Как я могу поехать, Степа? Как? Как сел на поезде и ты поехал? Ты что, бросить все? Ну, ты не понимаешь, насколько все серьезно. Конечно, я не понимаю. А ты мне что-то рассказываешь, чтоб я понимал? Янек. Приехал. Добрый день, дамы. Надеюсь, появление моего брата не доставило вам беспокойства, пани Магдалина. Ирина? Николай Дмитриевич? Алоизий сказал, вы уезжали? Вас не было всю ночь? Я же вас предупреждал, появляться в вставках небезопасно. Полиция ищет убийцу. Вас могли застать и принудить давать показания. Я не была в вставках. Вот как. Интересно. Знаешь, Янек, я тебе за себя скажу. Вот здесь мне сейчас бьет сказала. Мамонт, давайте конем в Варшаву. Ну, или там куда-нибудь еще. Я вперед паровоз побежал. Никакой кноп не ношен. Тебе проще. Да. Вот полковника вашего прижью. И совсем будет просто. Слушай, давай-ка вечером в элефан сходим, а? Что-то мы давно с тобой жизни не радовались. А, Янек? Давай-ка жизни порадуемся. Так где вы провели ночь? Я виделась с ним. С ним? С ним? С Янушем. Он никуда не уезжал, и он не убийца. И он не Януш, вы верно забыли. Могу я допустить, что вы провели с ним всю ночь? Прекрасно. Вы провели с ним ночь, он сказал вам, что он не убийца, и вы ему поверили. Вероятно, про ладонку он сказал, что ему ее подбросили. Именно так он сказал. Он сказал, что это облегчит поиск настоящего убийцы. Что Януш убил тот, кто знал об их дружбе и об их ссоре. Это только слова, Ирина! Верить тому, что говорит большевистский шпион. Или, может быть, ради вас он пообещал выписаться из большевиков? Перестать чемпионить? Нет. Именно поэтому я завтра уезжаю в Варшаву, как собиралась. Николай, простите, я не могу об этом говорить. Ирина! Дьявол! Как-то вы уж больно столько лет не виделись. Неужели рассказать нечего? Я не ему писала, а для вас. Написали бы про Марусю, что болела, поправилась, порадовали бы. Я сделала то, что вы просили. Когда я увижу Машу? Они требуют, чтобы ты оставил все свои планы. Вынуждена просить тебя о том же. Вынуждена, требуют. Ну, неужели вам самой не хочется, чтобы все миром? Привезите Машу. Я сказал привезу, значит привезу. Когда? Послезавтра. Послезавтра? Ну, в лагерь-то. Мне отсюда до Плутска, до отплутска 20 верст. А завтра их в баню повезут, это обязательно. Получается, послезавтра. Тихо, 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 тихо. Не надо так, голубушка. Я в прошлом в цирке боролся. Борцы, они, конечно, добрые, но ненароком могут шляпку помять. Так что вы уж поаккуратней. Не понимаю, какого черта я должен перед ним оправдываться? Как награбленное делить, так это он первый. А как брата почти родного приютить, так куда я приперся? Куда я приперся? А куда мне переться? В болото, что ли? Да черт взнималось. Давай уедем. Деньги в монастыре наверняка еще не нашли. Потом вернемся и возьмем. Пусть сам плывет свою Америку. Нет. С Америкой тот очень хорошо придумал. Там сейчас таким, как мы с ним, самая жизнь. Только вот он барыньку свою никак в кровать уложить не может. Сказал, что без нее и не поедет. Так прямо влюбился. Ну, выходит так. А тут еще, говорят, и менее хороших денег стоит. Так что у Коли там обоюдный интерес. А она все кабейница. Поступил бы с ней по-рыцарски. А это как? А как, если в старые времена девка уперлась? Рыцарь что? Пришел, соскочил, развернул воду, задрал вот так вот. А? Так. А? Вот так. А! Дурак! Магда! Магда, мы уезжаем! Как? Как уезжаем? Куда? Ирина, что случилось? Скорее! Что случилось? Да в чем дело, черт возьми! Подслушивать великий грех пана Ирена. Боюсь, братец, мы не можем разрешить твоей невесте уехать. Ее отъезд может сильно огорчить нас. До смерти. До смерти. Да и тебя. Вот так вот у вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Петрикамонс господа, праздник продолжается! Вашему вниманию оригинальный номер! Единственное выступление! Перед вами знаменитый пти Голяв. Маленький Голяв. Покоритель арен Гамбурга, Марселя и Амстердама! Легендарный и непобедимый Арнольд Баум по прозвищу Саксонский лес! Прошу вас, господа! Это Баум! Баум! Ты его знаешь? Да я же знаю! Баум! 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 Сильвупле! Не получается! Ну-ка-ну-ка! 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 Господа, месье Баун предлагает вам помериться с ним силой. Энкомбабель, господа, в честном поединке. Челюфе, месье, по правилам французской борьбы. Кто победит саксонского льва, получит приз. Десять тысяч золотых, господа! Браво! Браво! Со, айнштарке юнгаман, вы можете меня побеждать. Вы есть силач. Прошу, 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 прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давай. Браво, браво, браво! 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 Живой? Живой. А был Аксон Шкарев! Браво! Браво! Знаешь, я его на трипут больше! Одесские публички! Солист Варшавского рите Владимир Шклова! Проще Барзо! Ну, мне кабана! Ну, мне! Браво! 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 Я же не представляю, как он перед войной гремел! Ну, он же большой, он же с виду небольшой! И все думают, да ладно, а он этим пользуется! Он всех просто через колено! Ну, вот! Гуднабенд! Пам-пам! Ну, как у меня, конечно, сегодня! Я просто всем буду рассказывать! Ты молодец, молодец! Я желать делать променад! Вы желать? Ну, конечно, мы с большим нашим удовольствием! Да, прошу вас! Это мой друг Янок! Янок! Яр Янок! Очень приятно! Очень приятно! Да! Бам-бам! Я хотел вот спросить, а вообще, с Абергом, с Абергом сложно было? Аберг, это настоящий чемпион! Аберг! Как вы! Да, трудно, да! Да, трудно! Да! Еще! А вот, вот этот ваш победитель с Цыганевичем, с ним как? О-о-о! Пышка Цыганевич! Прима! Хер Цыганевич имел меня немножко побеждать! А победить! Победил! 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 Да! 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 О! Я слышал! Здесь поют! Как живые люди! Я хотел смотреть! Да уж закрыто, пан Баум. Я могу просить, я могу платить. Прошу. Вот и не ведь. Посиди там с товарищем. Пошли. Не понял. Там расскажу. Зачем? Иди, иди, Степа, не бойся. Вверх по лестнице. Стой. Убить меня хотите? Я не шутки сюда. Шутить явился. Василий, заводи. Слушай, этот Баум, кто вообще? Вроде немец. А че ж по-русски? Тебе знать не надо. А ты меня не хайми. Сейчас отберу тебя по кулку, тогда поговоришь. Рассказывай. Если бы что-нибудь случилось, я поставил бы вас в известность. Вы должны мне доверять. Операция поручена мне, и я несу ответственность. Вот тут ты ошибаешься. Заигрался ты, дружок. Теперь за все в ответе, товарищ Шут, то есть я, извини, телеграмму из Москвы не захватил. Ну вот. Придется поверить на слово. Пусть так. Только так, и не иначе. Ты че тут устроил? Проголецкого почему не доложил? Его убили. И хорошо. Да, хорошо. Жалко, да. Друг твой, да, знаю. Но хорошо. Его взяли, ты отбил. Молодец. Один раз свезло. Второй раз так бы не смартило. А, может быть, это вы? Это ваша работа? Нет. Ну, если б мог, даже не сомневайся. Да я и не сомневаюсь. Будешь? А че у него за дело-то, Даянка? А? Ну, ты и карась, а. А сейчас что? Шуры-муры? В Варшаву собрался? Все-то вы знаете. Служба у меня такая. Это ты тут черт знает чем занимаешься. В разбойников играешь. С барышнями крутишь. Прям Казанова какой-то копать, молотить. В самом деле пристрелить тебя, что ли? Значит так. Делаешь, что скажу. С генералом дальше тянуть нельзя. Ты его обложил матюром. Признаю. Ну, так. Так дожимай. Бери за яблочко. Вот, отдашь ему. Так Елена Васильевна, у вас? Конечно, у нас. Там еще от меня приписочка. Если не выполните наши требования, мы расстреляем вашу жену. Дочь пощадим. Но вы ее больше никогда не увидите. Она вырастет в советской семье. Советским человеком. Вот так. А если он не согласится? Что тогда? Простреляете его жену? Мы тут не в бирюльки играем. Письмо отдай, там поглядим. Отдашь? Прикажете, отдам. Приказываю. Ну, а если Рамурский, прочитав письмо, просто меня застрелит? Обидно же. Боишься? Еще как. Граф Жибовский обратился ко мне с просьбой, если я его выполню, он мне обрещает карьеру британской разведки. Вась, выключай эту шарманку. Пошли. 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 Жаль терять такую вакансию. А я думаю, что ты такой покладистый? Пойдемте, Степа, рандеву окончено. Слушай, я не понял, а этот Баум-то, он кто? Начальник УГПУ, Степ. Баум? Ты что, саксонский лев? Да ладно, как это? Пойдем, по дороге расскажу. Пойдем, пойдем. Слушай, Вась, а если бы товарищ Шилов решил меня исполнить, ты бы как? Дальше кино крутил? Или все-таки спустился посмотреть? Сами виноваты. Дело, но главнее всего. Дело, конечно. А дружба? Да ладно, Вась. Не бери близко к сердцу. Обошлось, и слава Богу. Вес. Добрый вечер, Herr Zimmermann. Добрый вечер, Herr Oberst! Я ждал вас. Но зачем пить? Я готов говорить. Говорить? Я-я! Говорить! Слушай, Пэт, я пришел мне говорить. Зачем вы убили Циммермана? Разве это я? Я, конечно, понимал, что вы догадаетесь. Зачем вы это сделали? Разве в этом был смысл? Ошибаетесь. В этом есть смысл. В этом есть больший смысл. Это вам на память. Этот дурак решил, что со мной можно играть. Запомните, я не терпел, когда со мной играет. Особенно, когда играет меня. Хочу, чтобы у вас не было иллюзий. Я принял ваши условия. Но партия не сыграна. Не поворачивайтесь ко мне спиной. Я предупреждаю вас. Я буду осторожен. Я его Свету спросил вам передать. Зачем вам столько? На это деньги можно купить все поиски ОГИПУ. А вам ведь тратиться не придется. Верно? Вы хотите, чтобы я с вами поделился? Если учесть, что я вступаю перед графом вашим империариум, я имею право на деньги. На процент. Юшка, я чешую-то чистил. На, сам бери, чистил. Пан Злопик, у меня руки уже гудят, а он все ест. Ша. Ша. Тивидон. Здорово. Здорово. Добрый день, пан Злопик. Добрый, добрый. Здорово. Завтра в НИЧ с товаром идем. Может, с нами? Да можно, пан Злопик. У меня на той стороне тоже дело есть. Правда, один я не справлюсь. Поможете? А что за дело? Дело рисковое, пан Злотый. Даже сложно сказать. Не, ну, а он чего рисковый-то? Это устойчивое дело. А кто этот, за кем лезть надо туда? Поляк, офицер. Примерно твой ровесник. Вы, мать, знаешь, сколько денег? Если все получится, считаете, что больше за кордон ходить не надо. Пан Злотый, до конца жизни хватит. Хоть нас сто лет. Ну, а если гроши есть, это добре. Только надо очень много гроши иметь, чтоб вперед дать. По-другому никак не получится. А чтобы его купить, надо человека иметь в тюрьме. До такого, чтоб гроши взял и пацанку, наверное, не подвел. А где мы его найдем? Злотый. А Боня? Он же за гроши любого черта найдет. Слышим. Боня тот человек, который все сыщет. Богдан, это лично в руки. Янок, ну что, тебе гроши дали уже? Они у Степы. У меня почву зашел. Это наши? Нет, это не нам. На дело. Вернемся, с нами рассчитаются. Да хоть скажи, за кем мы? Кто он тот хлопец? Чего молчишь? Сын графа Гжебовского. Кто? Сын. Это ж столько мы с графа денег слупим, а? Если сынка его вызволим. Сколько скажите, столько и спросим. Пан Злотый, ну как думаете, ну сколько на каждого? Думаю, идти надо. Чего ты сожрал? Я сегодня не думаю. Отгоню. Все стоять! Руки вверх! Все стоять! Руки вверх! Как мы можем вас отпустить? Вы же в полицию побежите. Да не побегу я. Мне до вас вообще никакого дела. Ну потерпите. Жених ваш делишки свои закончит. И мы уедем. Я так вижу, вы не слишком к нему расположены. Я-то. Да и его на дух не выношу. Как вы вообще собирались за него замуж? Ну а чем он так плох? Я конечно слышала, что он замешан в ваших делах. Замешан. А вы что, испугались, когда нас подслушали за Лойзем, да? Что мы грабим кого-то? Испугались? Испугались! Это правда? Да, это правда. Грабим. Мы конечно бандиты. Такие, что пробы ставить негде. А ваш женишок, он похлеще будет. Что это значит? Мой-то хоть не притворяется. Ну да, притворяется еще как. Он кем хочет может притвориться. Артист просто. А ваш? Он не мой. Он такой чистенький. Он просто аристократ. А между прочим, на нем такие дела, что мой против него агнец божий. Ты знаешь, мы поначалу так по мелкому формазонили. Стекляшки, микселя бронзовые. Кассу взять. Это по большому фарту. А на мокруху первый раз Лойза ваш Николас уговорил. Я не понимаю. Ну где уж вам? Граждане скажите, он может убить человека? Он-то… Он из-за денег родного отца может убить. А ручки платочкой и вытрет. Такой чистенький. Отпустите меня. А вот это нет. И не просит я. Вы думаете, я с вами цацкаться буду? Вы с нашими не цацкайтесь. Последний раз спрашиваю, куда шли, зачем? Цель! Как врагов советской власти! За наших погибших товарищей! Стойте! Отставить! Я сотрудник ОГПУ, и это мои люди. Открывай! 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 Стой! У старшего по бараку запишетесь. По территории не шлятся. А пожрать? С вечера не жравшие. На довольствие поставят, пожрете. Когда? Скоро. То есть завтра. Уводи. Вовлипли, а! Через тебя, если не шлепнут, так сдохнем с голоду. Вы меня удивляете, что вы так вот сами, да? Сам. Манстр, первый раз слышишь, что вы человек, сам за целых сто долларов в тюрьму. Воня, я тебе уже сто раз сказал. У меня там друзья. Ну. Ты главное, смоги мне туда, все. А что я не смогу? Я смогу, туда это не оттуда, Войл. Жаль, что все ваши друзья уже сидят. За такие бабки я бы их пристроил вообще на постоянное место жительства. Вася! Стой! Папа дальше пойдет сам. Открывай! Открывай! Ну, пошли! Давай, двигай! Вон тот, пан офицер! Тонт! Быстро! Ес, ес! Вперед! Вперед, пошли! Пан офицер! Пан офицер! Пан офицер! Пан офицер! Он. Тебе в тюрьму? Угу. Зачем? Я ж башкой рискую. Брат у меня там. Он. Повидаться-то обратно. Ладно. Деньги давай. Угу. Сейчас развод, потом погоним бригаду на работу в город. Завтра обратно. Тогда и приходите. Угу. Они ж не просто так там оказались. Вас ждали. Командиру заставы донесли, что через старый брод прибывает диверсионная группа. Кто донес? Никто не знал, что мы там пойдем. Значит, кто-то знал. Мужик прискакал. Передал записку. Заставу в ружье. Мужик на коня и ходу. Интересно. Очень интересно. Интересно, что с тобой дальше делать. А может хорошо, что нас в тюрьму определили? А? Жибовский ведь здесь? Здесь. Ну вот и хорошо. Можно же действовать не только снаружи, но и изнутри. Так даже лучше. Ну давай так. День посидишь. Угу. А тыщешь этого сынка Жибовского, от батюшки привет передашь, мой человек тебя найдет, а ночью выведет вас обоих за колючку. А как же мои? Ну, пан Золот и остальные. Посидят пока. Там посмотрим. Я не согласен. А я твоего согласия не спрашиваю. Ты при них открылся. Поэтому в Мирских отпускать нельзя. Мне с твоим Галецким мировотребки хватило. Поэтому посидят до конца операции. Нет. Да. Вылазь. Вылазь, скажу. Пасько. На. Обратись, как положено. Вылазьте, ваше благородие. Не хочу. Вылазьте, пан Сбышек. А то я тебе пальну. Не пальнешь. Чего это, не пальну? Не имеешь права. Шляхтича положено расстреливать перед строем. А не все равно? Тебе, может, и все равно. А я граф. Мне обидно. Ну, вылазьте уже. Нынче нету графьев. Что, правда? Ага. Тогда ладно. Но знай, ты меня расстроил. Ой. А вы все шуткуете? Мало вас ботагами, да? Давай. Давай, давай, пошел. Я, как гость нежеланный, Слышу крик журавлей, Улетающих вдаль. Сердце бьется в груди, И так хочется плакать. Перестаньте кричать Надо мной журавлей Сердце бьется в груди, И так хочется плакать Перестаньте кричать Надо мной журавлей Сердце бьется в груди, И так хочется плакать И так хочется плакать Перестаньте кричать Надо мной журавлей Как вы? Да бывало и похуже. В прошлый раз неделю в яме продержали. Неужели вы трижды бежали? Да толку-то. Раз догоняли. Я тут у них вроде блудного сына. Я бегу. Они догоняют. У нас с гражданином начальником И своеобразные плани. А теперь даже не знаю. Больше не побежите? В четвертый раз. Боюсь, пуля догонит. Не догонит. Думаете? Уверен. Завтра вечером у вас уже здесь не будет. Меня прислал ваш отец. И вы по его приказу сюда? Сами? Это не приказ, а просьба. Тем более ваш отец очень хорошо платит. Не мне. Но хотя мне тоже. Самое главное, что нам удалось подкупить одного из офицеров охраны. Нам? Нам. Нам. Я не один. Со мной люди. Так вот. Этот охранник завтра нас выведет. Некрасиво получается. Выходит, я уйду. А они все останутся. Послушайте, вы три раза бежали. Так это ж другое. Получается, меня у смерти выкупают, а за них заплатить некому. Значит, пусть подыхают? Бросьте. Збышек. Ничего это не значит. У каждого своя судьба. Бегите, Збышек. Раз Бог дает вам такую возможность, грех отказываться. Да и вы там больше пользы принесете. Может быть, всем нам. Кто знает. Збышек. За мной иди. Юзек. Прикурить дай. Я от Шилова. Через час после отбоя выходите. Часового не будет. До сарая бегом. У сарая форма на двоих. Переоденитесь и ждите. Почему на двоих? Нас же пять. Шилов сказал двоих. Нет, либо в пятером, либо никто не пойдет. Шилов предупредил, что ты упрешься. Сказал, если не побежите, завтра всех твоих расстреляют. Так что, как хочешь. Шилов. Быстрее. Ну, сейчас слева. Я, я, я подъеду. Куда, куда, куда? Пойдем. Пойдем вместе. Пойдем. Вон так. Вон он. Шилов. 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 Держать строй. А ты куда вылез? А ну, в строй. Так я не отсюда. В строй живо, или я стреляю? А вы что-то? В строй, я сказал, или я буду стрелять? Захрой рот. Я вас умоляю, отпустите, пан, пан солдат. Мама. Ну, а дальше-то что? Не знаю, пан Злотый, но я без вас не уйду. Пошмелись. Открыть ворота. Законим, законим. Это ж мамонт. Степ! Тихо ты, басутая. Встать в шеренгу. Привет! Привет! Пошел, пошел! Жидковат, конечно. Ну, так ничего. Рубать можно. Друг твой сексонский лев. Был уверен, что ты с деньгами слинеешь. А ты тоже так думал? Я. А я был уверен в тебе, Степа. До сих пор понять не могу, как ты сюда вылез, да еще и Боню свободу прихватил. Макл, Яна, лучше здесь. Я что там делать-то буду? Боня! 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 Уйди отсюда! Уйди отсюда! Боня! Боня! Как Владимирский централ! Залетели кулики! Залетели-то, залетели! А обратно? А? Че? Пан Боня! Да чтоб вы все пропали! Все понимаете? Это ж вы! Вы меня загубили! Из-за вас я страдаю! Из-за вас я тут погибаю, понимаете? Из-за вас я погибаю! Степа! Сторож гулить! Сторож! Да я плевал на вас всех! Пу-нятиплю! Пу-пу-пу! Пу-пу-пу! Я плевал! Иди сюда! Иди сюда! На всех! На всех! Фан Боня! Фу на вас! Ну, хорош! Ну, чё ты как верблюд-то? Найдите вашего офицера. Зачем? Поговорите с ним. Если он нас вытащит, мы ему хорошо заплатим. Как вытащит? Куда вытащит, когда мы все тут пропали, чертям заплачем? Мы и вам заплатим. Любые деньги. Какие любые? Любые. Они у вас есть? Степа, деньги при себе? Нет. А где они? У него. У меня. Генка, ну а я чего сюда с долларами попросил, ну? Я у него всё под шкафчиком оставил. Всё, копейку, копейку, все пять тысяч. Сколько, сколько? Пять тысяч долларов. Пять тысяч долларов. Пять тысяч. А-а-а! А надо? Считайте, что вы их больше уже не имеете. Ленин, ну не всё же ему отдавать, ну? Сокрывай! Сокрывай! А, пан офицер! Пан офицер! Несчастье! Ты что здесь делал? Несчастье, пан офицер! Ты как сюда пролез? Я не пролез, меня впихнули, впихнули, понимаете? Ваш солдатик впихнул. Ну и тебя прихватили. Да, 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 да. В этот номер. Ну, вы меня вызвали, пан офицер. Вызвали? Да. Где что, трамвай? Захотел вскочил, захотел выскочил? Ну так… Здесь под рубль, а выход… Так, пан офицер, так я ж с удовольствием. Я вам такое скажу, что вы от радости подпрыгнете. Ей-богу. А ты им сказал, что мы их расстреляем? Сказал. А он что? Не знаю, товарищ Шилов. На разговоры времени не было. Да и пусть бегут, товарищ Шилов. Как? Где они у тебя работают? Здесь. А сможешь их через хусдвор втихую вывести завтра днем? Так точно, могу. Вот и пусть бегут всем буртом. А мы с ребятами вот здесь за забором засядем, так что они мимо не проскочат. А вдруг? Да не проскочат. Там сарай, склады, проход узкий, там петлять некуда. Мы всех лишних чисто проберем. Но вы же меня знаете. Охранниковый, переоденьтесь. Свободные. Разрешите обратиться? А эти все, они все враги? Враги, враги. Ты что, сомневаешь? Боня! Боня! Поговорили? Поговорить с этим человеком невозможно. Это не человек, он боится. Чего он боится? Сейчас поймают что ли? Нет. Не уплатим, что он нас выведет. А мы ему тю-тю. Может, я и не стал бы платить ему такие сумасшедшие деньги. Но триста долларов за одного человека. Это же сумасшедшие деньги. Это же ужас. Это сверх наглость. Вот гнида, а. Ничего никак не хочет? Он хочет. Но ему нужен задаток. Где же мы возьмем этот задаток? Он еще завтра будет здесь, в городе. А потом он уезжает в отпуск. И все тогда, тогда полные кранты. А так как вы меня впутали в эту поганую историю, то вот теперь думайте. Думайте, думайте, думайте. Думайте. Так думайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрешите? По какому праву вы меня здесь заперли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что мне оставалось делать? Если вы боитесь, то напрасно. Я никому ничего не скажу. О чем? О том, что я его слышала. А что такого интересного вы слышали? Ваш брат. Он бандит. А Лаизий? Да, он бандит. А вы? Я… Я деловой человек. В Америке таких называют бизнесмен. Я оказываю брату кое-какую помощь, он делится со мной прибылью. Не вижу в этом ничего зазорного. Перестаньте говорить пошлости. Все вы видите. А вы ничего. Вы ничего не видите. Не можете отличить стоящего человека от дешевого авантюриста. Берете судить о том, в чем не смыслите ни черта. Вы знаете, мне родители капитала не оставили. И имение мне никто не завещал. Сам. Все сам. Да, иной раз приходилось и руки замарать. И это ничего, когда есть цель. После отмоемся. Что же у вас за цель? Деньги? А вам такая цель кажется недостойной? Деньги. Да не деньги, нет. Они лишь средства. Вы. Вы моя цель. Мой приз. И ведь как все хорошо начиналось. Вы ведь готовы были. Не любили, нет? Насчет этого я никогда не соблуждался. Но я знал, я… Я верил. Пройдет время и вы полюбите. Появится любовь. Уж я бы растарался. Но явился и этот. Я поначалу надеялся на вашу… На ваш здравый смысл. Это же… Это же чистое сумасшествие влюбиться в него, разве нет? Знаете, даже когда я понял, что все, я теряю вас. Даже тогда я верил. Я… Я думал… Пережду. Увезу, спрячу. Вы опомнитесь, станете прежними, мы уедем. Господи, я же… Я же все подготовил. Я продал магазин, перевел капитал. Все. Думал, уедем и будем жить. Спокойно и счастливо. Счастливо. Потому что с ним вы счастливы не будете. Сами прекрасно понимаете, там счастья быть не может. Счастливо. А со мной? Вы бы не пожалели. А что теперь? Теперь вы считаете меня бандитом? И что мне делать? Ирина… То, что вы услышали. Не думайте об этом. Забудьте. Я не так плох. И я умоляю вас. Доверьтесь мне. Николай Дмитриевич… Это вы убили Януша. Это вы убили Януша. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Не трогать! Это нельзя трогать! Отдайте! Дорогое? Оно не дорогое, но оно не продается! Это моего покойного папа, когда он помер, он отдал мне его! А когда я попробую, я отдам его дочь со своей Бася! Отдайте! Отдайте! Сколько стоит? Откуда я знаю? Может тысячу долларов? Что? Пан Буня, я дам вам за нее две тысячи долларов! Под скаптиком? Я вам верю! И завтра еще тысячу! Давай! Я зайду! Ну, давай! Ты чего? Чего тут? Пу! 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 Память! Тихо! Тихо! Папа! Ба-ба-бася? Ты? Папа, то вы? А как ты тут? Как? Так вы же сказали, чтоб я никуда, так я вот это жду-жду. А вы куда-то лазите где-то. Лазите? А кто дома? Никто. Так там же под шкапчиком. Гони быстрее, гони. Там же. Давай. Ну что, нащупали? Погоди ты. Нашли? Так, давайте. 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 Держи, Янх. Это ж… Здесь больше двух тысяч, пан Боня. Что? И это все? И это вот любые деньги называется. Это не любые деньги, это называется кот накакал. Папа, ты сочи-то появи. Это вы мне за совесть, когда я через вас чуть не сгинул, чуть не погиб, когда мой папа, его кольцо до сих пор носит, этот мерзавец, у него это кольцо, а вы мне это за совесть… Пан Стефан. Пан Стефан, это вы… Пан Стефан. Бой, бой, бой. Ты че? Ты мне палец сейчас откусишь. На, держи. Что? Басидося. Что? Ну перед этим суки архих есть невозможно. И на рэш колбасы. Нехай пан Стефан покушает. Хорошо. Подожди, подожди, подожди. Что? Нехай все покушают. Папа, вы не сходите с ума. Я сказал, неси. Ну хорошо. Ван Янек, тут меркантильный вопрос. Я знаю, что там были какие-то расходы. Пануаля, эти деньги ваши. Остальные будут тоже вашими, если вы… Если я? Что? Если вы найдете двух человек. Двух человек? Женщину и маленькую девочку. Это ее дочка. Овсюк. Покури. Ну, долго нам еще тут? Сколько надо, столько и будешь. Так она не балует? Нет, нет. Она это… Смирная. Молчит все. Че, больше не кабелишься? А? Нет. Смотри у меня. Я держу. Давай. Хорошо. Молодец. 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 Машенька, доченька, пойди ко мне. Пойди, пойди. Держи молочка, попей. Девчонка у ней славная. Жаль, не у тех мамки с папкой родилась. Да ничего. Вырастим, нашей будет, советской. Молодец. Попила? Что, будешь еще? Угу. Давай. Подожди. Готово? Поехали. И… А с ней то, что делать с этим? С генеральчиком? Как пойдет. Может, и отпустим. Я б не отпускал. Чужую суку не прикормишь. Напоследок так и быть. Выдал бы тебе ее на разговенье. Пожалуйста, нам восстание. Объяты сестрами. Смерти. 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 Есть шоколады? Так попроси. У меня нет слов. Сегодня великий день, господа. Ну, хватит. Что ты завел? Ну, что ты… Помолчи, помолчи. Я должен Бога благодарить. Вот, господина Горецкого, иначе загнил бы в лагере. У вас очень смелый сын, господин граф. Смелый. Слыхал? Слыхал. Лучше бы умный из-за глупости в плен попал. Из-за смелости? Рассудительность. Вот и необходимое качество. Особенно в это время. А вам напоминаю о своем предложении. Я помню. Но для начала я собираюсь подать рапорт его превосходительств. Ты поступишь в корпус? Отлично, Яник. Будем служить вместе. А еще чего. Наверное, что генералу будешь при мне. Что? Отец, ведь сейчас, когда все начнется… Не желаю это обсуждать. Во всяком случае, сейчас. И пьем, господа. За спасителя моего сына и за моего самого крупного кредитора. Кредитора. Разрешите? А, вы не спите? Простите, пан Галецкий, что так рано. Я должен… Я хочу вам что-то сказать. Проходите. Нет, нет, не стоит. Я на минутку. Я хочу сказать, что я решил, я ее продаю. Что вы продаете? Скрипку. Я решил, что я продаю мою скрипку. Что вы скажете? Присаживайте. Спасибо. Двадцать тысяч. Теперь я могу предложить ей за себя неплохое приданное, а? Как вы думаете? А как же музыка? Да бог с ней. Музыка, музыка. Она слишком долго была для меня самым главным. Всю жизнь я говорил себе – музыка, музыка. И что? Я всю жизнь одинокий. Я… Я так думаю, пан Галецкий, что из всего надо вбирать любовь. Любовь. Ее нельзя оставлять на потом. Иначе она может просвистеть мимо. Ирина, к сожалению, у меня не осталось времени на уговоры. Или вы едете с нами через два дня, или… Или вы убьете меня так же, как и Януша? Я его не убивал. Зачем мне? И Михаил? И Михаил? Его вы тоже хотели убить? Да что вы все заладили? Убить да убить. Януша, я хотела отдать ставки. Михаил? А он все изгадил. Все. Сволочь. Давайте выпьем. Значит, не поедете. Жаль. А может мне перестать быть паинькой? Я же злодей. Злодею полагается творить зло. Грабить, убивать. Решать девиц невинности. Решать девочки. Хотя, о чем я? Он ведь и здесь успел первым. Вы что, с ума сошли? Пустите! А вы знаете, так даже интересней. Острей. Нет! Помогите! Нет! Нет! Оставь ее! Пошла вон, курва! Я сказала, оставь ее! Я сказал, пошла вон, курва! Убирайся вон. Убирайся! Спирт, Ала. Не бойся. Он больше не придет. Убирайся вон... 't's Убирайся вонной... windows так. Убий car А вы почему не спите? Тут можно уснуть. Сумасшимся, Соломон. Пан Клоп вас чем-то расстроил. Как вы думаете? Он предложил мне выйти за него замуж. Так что же в этом плохого? А что тут хорошего? Если бы он предложил мне лет 30 назад, я и то отказалась бы. А сейчас тем более... Я вас не понимаю. Он думает, я за ним побегу. Он думает, раз он артист, и у него есть фраг, он играет на скрипке вот с этой вот собакой, то уже можно издеваться над пожилой женщиной. Как будто у меня нет гордости. Как будто такую старуху, как я, можно поманить пальцем. То есть вы разозлились на него из-за того, что сами посчитали себя старухой? Может быть, я и не старуха, но не девочка. Пан Клоп не считает вас старухой. Никто не считает. Вы... Вы женщина зрелая, умная, милая. Я вас умоляю. Самостоятельная. Ой. А пан Клоп, он... Он давно вас любит. С чего вы взяли? Он сам не признался. Вы разве не видите? По-моему, вы меня дурите. Он вас любит. А вы просто не хотите это признать. Оттого и злитесь. Да. Ложитесь спать. А завтра примите решение. Спокойной ночи. КОНЕЦ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лучше б я сам съездил. Да дай бог тебя кто в городе увидит. Тебе одного отпускать без штанов остаться. И завтра со мной что ли потащишься? Зачем? В кассу мы забрали, а эти шмотки бабские сам заберешь. Кстати говоря, ради приличия бы Фосочки мог бы моей платье презентовать хотя бы одно. Трогай. Жалко. Да я как черт этого увидел, понимаешь, у меня сразу все на свои места стало. Все понятно. Ковальчук с ним все время заодно блюл. Он и наводил Курова. И на жму дьяву навел. И на других. Он же все время шнур, шнур, шнур. Злотый, а ты помнишь, когда тебя подранили? Когда мы спирт через лес везли? Он же за спирт-то знал. Он же сам этот спирт взять хотел. А мы тогда ценой перебили. Помнишь? Паскуда он. Надо б с ним того. Победаться. А где его найти, а? Он же в городе читать не бывает. И магазин закрыт у него. Подожди. Стоп. Этот чертяга сказал, что он вроде как сегодня ночью из магазина товар будет вывозить. Степа, я, кажется, все понял. Теперь у меня все сошлось. Даже раньше времени не было подумать, а теперь… Ты про что? Про Януша и Ирину. Ты что, думаешь, Януша тужу? Он злотый. Надо его найти. Надо. Очень надо. Дайте сюда. Какой это за статик? Дайте сюда, сказала. Статик. Как это? Дайте. Стой, стойте, что она не продается. Как это? Она не продается, потому что я ее купил. Допустим. Соломон, скажите. Допустим, это никому не интересно. Соломон, скажите. Пусть она отдаст. Добрый вечер, господа. Анголицкий, прикажите, чтобы он отстал. Как вы теперь военные, прикажите ему, чтобы он отстал. Господа, что происходит? Я не понимаю. Что здесь происходит? Да. Здесь происходит сумасшедший дом. Я купил скрипку. Я приехал из Варшавы. Я музыкант, а не бандит. Бенемецкий. Маэстро Бенемецкий? Да. Януш Галецкий, очень приятно. Мне тоже было бы приятно, если б на меня не накинулись. Господа, вы что, обидели артиста? А как вы хотели? Тогда я вхожу, а этот уже забирает ее, а тот уже забирает деньги. Он же ее продал. Пан Галецкий. Вот этот безумный Соломон. Паня Циткис, це же все для вас. Для меня. Для вас. Вы же думали, что я голодранец. Так вот же ж, двадцать тысяч долларов. На что мне ваши деньги? Как на что? На нас? На наше счастье? Какое счастье? Где тут счастье? Где там счастье? Там много денег. И никакого счастья. А я уже почти сказала вам да, как вы этого хотели. Я думала, что я буду супругой артиста. А теперь я буду супругой кого? Так меня? Вас. Вас кого? Вот. Старого дурака, вот с той собакой. Большая радость. Так вот, я не скажу вам да. На что мне эти деньги? Я так любила, когда он на ней играет. Как? Вижу, вы же ругались, что я не даю вам спать. Ну, допустим, не обязательно играть на ней среди ночи. Я уже... Вы совсем задурили мне голову. Отдайте мне скрипку, и я пойду на вокзал. Маэстро, господа. Давайте поговорим спокойно. А в чем? Неужели вы не понимаете, что речь идет о любви? Что? Речь идет о любви. Ну, у меня же поезд. Да, я знаю, у вас поезд, но вы успеете. А они? Успеют ли они? Да, господа, мне кажется, мы зашли в тупик. Маэстро, только вы можете найти из него счастливый выход. Я. Верните скрипку и возьмите деньги. Ну, почему? Я отменил концерт. Я примчался. Я ее честно купил. Значит, она моя. Да. Моя. Она ваша. Да. Ну, вы продайте ее. Да вы что? Пани Цыпкис предлагает вам за нее 20 тысяч долларов. Да вы что? Это ерунда какая-то. Почему я должен ее продавать за свои же 20 тысяч? Потому что скрипка должна петь о любви. Неужели вы допустите, чтобы любовь погибла? Ну, посмотрите на них. Это черти что, какой-то. Возьмите деньги, 20 тысяч долларов. Ну, я бы ее не продал за 20. Хорошо. Сколько же вы хотите? Не знаю. Ну, хотя бы еще две. Еще две? Хотя бы. Ну, у меня нету еще две. Нате вам. Это две? Это одна. А другая? Маэстро. Имейте сердце. Прошу, сюда. Это сумасшедший дом. Но, если такая любовь, желаю вам счастья. Спасибо, маэстро. Я думаю, самое время играть. Ее надо понять. Будет все добре. Не переживайте, зробим. Благодарю. Не переживайте, зробим. Да. Он Turtle. Прошу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо, тихо, тихо! Стой, стой! Ты что делаешь, идиот? Шалю! Глянь, кто от кого подстрелил! Как курица? Зажарить можешь? Опа, тихо, 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 тихо! Алоис, я же тебя просил сидеть тихо. Алоис! Кто нас здесь услышит? Здесь нет никого. Все разъехались. И нам, боже, пора. Пить скучно. Алоис, слышь? Пару дней потерпи. Всего лишь один патрон. ВЫСТРЕЛ 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 Попал? Нет. А ты понимаешь, дуря твоя башка, что я из тебя решето мог изготовить? Вот ведь, Николай, воистину чудо господне. Воистину чудо брата Ларис. Он с партией Злотова. Богдан! Молодой человек, может, расскажете, что вы здесь делаете? Кто этот мальчик? Я не знаю. Боже! Я знаю. Воистину не получил. Хорош. Вывод! Хорош. Ура. Ни забор. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, видишь, как получается. Я сейчас просто в не очень хорошей форме Господи, да вы пьяны абсолютно. Уходите отсюда Я пьян, но не абсолютно. Ибо я желаю вас Прошу, Поросель. Да, я желаю вас избавить Избавить от чего? От смерти, само собой. От гибели. Потому что этот мой братец У него вообще в последнее время кукушка свернула вообще наглоко Он вас прибьет скоро Николай хочет меня убить И бабушку Мне было бы печально, если бы такая красота ушла с нашей земли Бабушку тоже жалко. Но меньше Помогите нам сбежать Ведь вы же, вы же добрый человек Ой, не могу Не знаю, не получится, наверное Он-то все-таки какой бы ни был, он мне брат, а вы-то мне кто? Вы мне чужая Если бы вот вы мне кем-то были бы, тогда да Ну 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 Вы согласны? С чем? Быть моей Моей быть, согласна? Господи, что же вы руки-то распускаете? Да ладно, я что же Прекратите! Нормально Прекратите! Низа! А что вы пекаетесь-то? Прекратите! А что ты прыгаешься, совсем? Ах ты гадь! Ух ты! Ух ты, ух ты! Ух ты, дрань такая! Фасольк А ты что-то не в постельке? А ты все-таки полез Иди Ах то я Пошел Я нет Пошел вон А тебе не стыдна? Я не виновата Гражина, он сам Значит, вот послушайте меня Сейчас Вот ты думаешь, что здесь было что-то вот этого, да? Ничего вот этого не было вообще Я просто Спасал Ирину Андреевну от рук злодея Спасите! Пошел вон! Камель, проклятый! Вон пошел! Я записала 었다 Потом уволен Ах, кто человек? Ах, кто человек? Вы не бойтесь, не бойтесь, они все спят, бегите скорей, бегите. Погодите. Господи. Вы та паночка, да? Ну, со Ставков. Янок голову сломал уже, куда вы делись? Янок? Ну, Яна, Галецкий. Ну, мы с ним дружки. Вот что, паночка, нам надо вместе бежать. Я не могу, там Магда. Но вы бегите. Нет, нет, вы не понимаете, меня Янок убьет, если узнает, что я вас здесь оставил. Вот что, мы за этой Магдой вернемся, хорошо? Побежали. Я не могу. Вы бегите, скорее. Скорее бегите. Так, так, паночка, я своих позову, и мы вернемся. Отстань. Пят, я с благородными намерениями. Ну, придумал тоже. Жениться. Так, давай, помоги. Чё, не гожусь, да? Дурачок. Я не гожусь. Какая из меня жена. Ты какая? Такая. Самая настоящая. Я ж его все равно прикончу. Давай поедем, куда захочешь. Вот ты Карло. Да, давай в него. Где это? Может, и правда. Где-то за тебя замуж. Уедем. Детишко тебе нарожаю. Детишко, я тебя так возьму на руки, не отпущу. Буду носить, куда скажешь. Знаешь, мне кажется, я тебя тоже люблю. Правда? Угу. Детишко, я тебя не отпущу. Пусти. Мне пора. Мне никуда тебе не пора. Останусь здесь. Прямо сейчас. Останусь. Когда? Жди. Обратился юноша серой мышкой. Юркнул в щелку. Исчез. Да. Истинное чудо господне. Чудо будет, если мы отсюда живыми уедем. Она его выпустила. А как же она ключи раздобыла? Ты же сам их в дверь я оставил, как к ней полез. Сволочь. Куколка, я покаялся. И то ведь не я виноват. Лукавый искушал меня подлец. Как святого Антония. Тот устоял. А я? Грешный. Ирина, по вашей милости, у нас не осталось времени. Собирайтесь. Уходите. Вы не понимаете. Нет, это вы не понимаете. Я вас ненавижу. Пошли. Лойс, черт! Говорю, азервем когти. Когти! В дерьме! По локтям! Прикрой! ВЫСТРЕЛ Выходите. Я не подумаю. Уходите. Или стреляйте. Или вы только из-за угла можете. ВЫСТРЕЛ Жиган, не стреляй! Там женщины! Имею удовольствие сообщить! Нас тут семеро! ВЫСТРЕЛ Отпусти женщин! Зачем? Без них скучно. Вас трое, нас пятеро. Отпустите женщин, и вам зачтется. Желаете показать пример милосердия, пан Галецкий? А что стало с моими братьями в монастыре? Кого не убили, так повесили. Желаете такой же участи? Отпустите женщин! И что? Вы тогда отпустите нас? Отпущу, обещаю. Пусти! Отпусти, Павуля! Пусти! Пусти ее! Магда! Ковальчука не можно. Пан Злотый. Отпущу! Соглашайся, дурак! Пойдем, Фоско. Мы сдаемся. Я вам доверяю. Вы обещали, Галецкий. Ты что, идиот? Нельзя ему верить. Они нас живыми отсюда не отпустят. Бросай оружие. Сам бросай. Все бросайте, или я ее сейчас убью. Я пристрелю ее, слышишь? Стоять! Это он, Януша. Я знаю. И не только его. Молчать. Тебя только не успел, сволочь. Сразу надо было. Отпусти ее и уходи. Что? Отпустите? Я еду с ней. А там посмотрим. Или все тут ляжут. А она первая. Стоять, Степа! Оружие на землю! Все! Оружие на земле! Степа! Степа! А, Лариса, принеси деньги там. Слушай внимательно. Мы сейчас садимся и уезжаем. С дороги! Ну! Убери людей! Спешу заметить, что милосердие – самое высшее из добродетелей. Да оставит грешник помыслы свои, да обратится он к Господу, да простит его Господь. Господь, может, и помилует. Пан Злотый. Вы свободны. Благодарю. Пойдем, Фос, к нам еще на фичарный поезд надо успеть. Магда. Вот, выпейте. Вот, выпейте. Магда. 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 А его как называть теперь? Останин Михаил Андреевич. Вы уж простите меня, если сможете. Простите его. Бог простит. Я уже простила. Буду тебя называть Янушем, как прежде, раз ты не такой, раз так все вышло. А с тем, что будет с негодяем. Нельзя таким жить. Казнят его. Что вы собираетесь делать? Ну, ты порядок знаешь. Давай же не докайся. Без покаяния-нибудь помирать тоска. Если что запамятаешь, мы тебе напомним. Хочешь легкой смерти – кайся. За все кажи. За жмудя. За других. За гроши не забудь. За какие гроши? За те, что в монастыре сховали. Отпустите, скажу. Такого не я к нам можу буты, чтоб выпустить. Кайся, не понуждая нас на муки. Кайся, не понеждая нас на муки. Кайся. Кайся, не понеждая нас на муки. ПОТИТ. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 пришла такая преступная мысль. Значит, не я один, такие негодяи. Вы просто прочитали мои мысли. Значит, это возможно сделать? О, без меня? Нет. Но если вы обещаете мне отдать половину, то… Половину? Да. Это много? Я так не считаю. Да. Если у нас все получится, у генерала не будет денег. Значит, и воевать ему будет ни на что. Разве это не ваш цель? Хорошо. Пусть будет половина. Значит, деньги перевезут из банка в лагерь. Это было бы проще. Деньги отвезут к Палуге. Кто такой Палюга? Иван Спиридонович Палуга. Пахмистр в отставке. Бывший ординарец генерала. У него и сейчас хранятся деньги и ценности. У него деньги надежнее, чем в лагере? У него надежнее, чем в Варшавском казначействе. Без меня вам к нему не попасть. Как же вы рассчитываете к нему проникнуть? У меня есть ключик. Не от замка, а от сердца Панапалуги. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много там? Ты сильно губы-то не раскатывай. Их придется отдать. А я не за деньги. Жалко, что с этим тварюгой придется. Без секунды мы не справимся. А ты ему веришь? Нет, конечно. Но он нам нужен. Потерпи, Степа, потерпи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас выйду. Цыть! Цыть, я сказал! Че надо? Вот полюбойтесь. Получил в подарок. А на что мне такая лошадь? Его правосходительство говорили. Вы его полюги, он знаток. Кавказец? А черт его, не разбираюсь. Кавказец. Кобель. Хорош, хорош. Вон, глядите, черно, как злой будет. Подлец, подвахмист. Возьмите. Куда мне такой? Можно взять. Грошик с вас. Говорят, хоть грошик надо дать. Иначе сдохнет. Сейчас вынесу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, пошли! Ключ! Сюда! Быстрее! Сюда! Быстрее! Со мной! Здесь нет. Где? Не знаю. Ключ на груди. А генерал не сказал, где деньги. Я думаю, что это подвал. Вася! Мамонт! За мной! Надо искать подвал! Так. Здесь что-то есть. Люк. Яны, их здесь нет! Мамонт, иди сюда! Выпускай! Оттаскивай сюда! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О! Вот они! Яныш, нам надо уходить! Степа! Развейте чемодан! Э! Держи! Опа! Ты смотри, здесь сколько! Степа! Иди сюда! Засмотри! Тут на целый полк оружия, а! Я вас предупреждал, Горецкий. И как вас там на самом деле? Не поворачивайтесь ко мне спиной! Ах ты твой! Сука! Когда вас найдут генерал, очень агарщится. Он вам верю, особенно рад, что с вами этот Бонов. Я передам своей супруге, что ей любовник сдох. Я убью тебя, сука! Ах ты, пес! А-а-а! Ты как? Зацепила! Я тебе говорю, его сразу нужно убивать было, а? Я же сразу его убил! Увижу, убью! А Вася, жив? Да жив, жив. За чемоданом нагнулся этот гад мне чем-то сверху шарахнул по голове. Ага! Да бесполезно, решетки там. Ну все, найдут. Теперь нам точно конец. ЗАДАЛЬНАЯ МУЗЫКА Хотя это зажаточный был. Целый арсенал. Ух ты! Ярик. Бабах? Ярик. 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 Что тут у вас происходит? Я уже спала, зачем вы меня позвали? Вы кого-то ограбили? Не важно. Обстоятельства изменились. Нам нужно уезжать. Собирайтесь, бесты. Я никуда с вами не поеду. Беата, я не могу вас оставить. Вы не верите мне. Я вас люблю. Несмотря на ваши админы, на ваши отношения ко мне. Быть может, за это вы еще сильней. После всего, что было, как трогательно. Вы упрямляли меня за одну и единую ошибку. Время, как вы верили себе как шлюха. Простите. Но… У вас теперь довольно денег. Вы можете ехать куда угодно. Я с вами развожусь. Беата… Нет. Нет, Беата, я не могу без тебя жить. Радишек, не надо. Нет. Я не могу. Я люблю тебя, Беата. Я прошу тебя, уже слишком поздно. Я люблю другого. Это, Беата. Беата. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мяточка. 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 Мяточка, а? Мяточка. Мяточка. Нужен врача. Чувства стоишь-то, а? А? Смотри, она поранилась. Ты сходи за врачом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Жалко, что она не такая. Она такая несчастная. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Скачет, скачет. Кидается, кричит. А? Будто кто-то испугается. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А полететь не может. Как будто крыло аломано. Умна. Тельнушка. Такая она у меня. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вставайте. Ой, я приснула. Вы где-то гуляете целую ночь. Бася, вы откуда здесь? Оттуда? Откуда же еще? Папа до вас послал, вас тут нема. Так ваша хозяйка пустила, сказала, что до него вещи кто-то ходит, так уже и ладно. И вы через границу? Одна? Как же папа вас отпустил? Я не первый раз, я и раньше ходила. Вы послухайте за дело. Папа ж нашел. Что? Ту женщину с дочкой. Где они? Папа не сказал, где они. Сказал, что до них нельзя, они заарестованы. Папа сказал, что вы приходили, а он покажет. И главное, чтоб деньги не забыли. Так что, идемте. И вы собираетесь сейчас по свету? Какая разница, я по свету проведу. Знаете что, вы идите до папы, а я позже приду. Хорошо. А главное, деньги не забудьте. Хорошо. Как вы ушли, я сразу начал ими интересоваться. И все мимо, понятно, все мимо. В тюрьме их нема, в ГПУ их нема, в подвале их тоже нема. Что делать, что делать? Никто за них ничего не знает. Но я потратился, я нашел ГПУшника, и он все про них вызвал, Панове. Все. Где их держат? Панове, я бы хотел, чтоб деньги были уже. Не потому, что я не доверяю, или можно было нам больше упасть. Вас там поубивают. А мне что, я потратился, и что потом? Дай. Так где они? Так это, вот туточки, туточки. Точно тут? И барыня там, и ее девчушечка там, Панове. И там два ГПУшника, бывает больше, но за раз только два, только два, только два. Пойдем. Пойдем. Я на базарок. Убась. Налил в него из рукомойника воды, и опять пошел в гусь. Пей, Иван Иванович, сказал он, я оставил перед ним блюдечку. Пей, голубчик. Но Иван Иванович не шевелился, не открывал глаз. Хозяин любил. Убегал голову в блюдечку и опнул клюв в воду. Ну, ты что? Ты что, тебе жалко Ивановича? Да, Каштанка правда умрет. Нет. Читай дальше. Угу. Тихо. Давай. Тихо. 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 Вдруг вы ошибаетесь и генерал не поведется. А так письмо прочитает и лапы кверху. Ты это письмо читал? На, вот. Если вы не выполните наши требования, ваша жена будет расстреляна. А дочку мы пощадим, но вы ее никогда не увидите. На, смотри. Ну, по делу Шилов пишет. Угу. Вам их что, жалко? Спички есть. Поджигай. Зачем? Говорю тебе, поджигай. Зря все это. Да не в жалости дело, Вася. Это письмо разозлить Ромовского. Я уверен. Тихо. Короче, ты со мной или нет? Их двое. Если будем стрелять первыми. Тихо, тихо, Вася. Тихо. При ней стрелять нельзя. Тем более при девочке. Ну, а как иначе? Тихо. Смотри. Тихо. Тихо, тихо. 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 Здарова. Я от Шилова. Открывай давай. Ну что, узнал? Ну? Открывай. Да. Мне Шулов приказал Елену Васильевну доставить с дочкой. Так это… Мальцева только что пошел к нему докладывать. Можно было бы и с ним. Где она? Там, в хате. И это… Давай распорядись, чтобы они собрались. Да. А ты сам скажи. Ох… Я прошу вас, не задавайте никаких вопросов. Нам нужно срочно уходить. Где ваш чемодан? Там… Уходить куда? Для начала мы отвезем Машеньку в надежное место. Держите. А потом поедем к Виктору Алексеевичу. Ура! Мы идем к папе! Конечно, барышня, конечно, поедем. Ну, как же мы там же? Я прошу вас, быстрее. Конечно, я сейчас. Ну… Маша! Значит, Шулов тебя прислал. А я думаю, как это ты их к Шулову, да? Без лошади? Они же не Мальцев, чтобы по песку к Петю версту маслать. Значит, все-таки, контра ты. Дядя Овсюх! Маша! Дядя Овсюх, а мы к папе едем. Ты что, к папе ходишь? А ты пойдешь с нами и дядя Мальцев? Нам нельзя. Он нас убьет. Да нет, он же добрый. Так ты же его ни разу не видел. Откуда ты знаешь? Ладно. Собирайтесь только побыстрее. А то кто-нибудь нагрянет. Собирайтесь только побыстрее. Спасибо вам. Я там подожду. Вася! Все в порядке. Иди. Уходим. Пойдем. Ну что, голубь, давай, правду говори. Я же, я же говорил, что Мальцев до вас пошел. А они, они уже туда. Вот, я даже, ну, наскочили они, я даже этот, ну, ногам не успел достать. Они вот… А ты спал тут? Да не спал я, я же говорю, наскочили. Горецкий с ними был? А? Знакомец твой. Помнишь, ты еще его арестовал, ко мне привел? Молодой. Ну, он верховодил. Он. А я по нужде пошел. А они уже тут, наверное, через забор. Вот. Ну, через забор. А ногам в душу я и сам лел. Забирай. Давай. Руки давай. Ну. Давай, давай. Что же он, получается, предатель? Горецкий? Ну. Засранец он, а не предатель. А что делать-то, Тимофей, все дальше. А делать нам с тобой, Грине, нечего. Остается только ждать, когда они на нас с той стороны попрут. Да? Или не попрут. Пан генерал! Пан генерал! Пан генерал! Стоять! Куда? Пакет всего лишь. Что за пакет? Да на улице дал офицер какой-то запах. Фамилия? Вроде Галецкий. Погоди, Ротмастер. Свободный. Ага. Мне нужно срочно ехать. Я с вами. Нет. Ваше предсходительство. Руки в гору, ваше скородие. Где капитан Горецкий? А там он. Давай, генерал, только вперед. А вы говорили, зачем увязался? Пойдем, с нами посидишь. Давай, лошадь привязывай. Как прикажете это понимать? Как желание поговорить наедине. Я отказываюсь разговаривать с вами в подобных обстоятельствах. Вы написали, что привезете Елену, где она? Или это… Или это засада и… Никакой Елены нет, вы просто воспользовались… Елена Васильевна будет здесь через полчаса. Вам ничего не угрожает, Виктор Алексеевич? Кто вы? Я сотрудник УГПУ. И нам необходимо поговорить. Да здесь Горецкий. Кто-то мне эта сволочь сразу не глянулась. Слышишь, иди не гавкай, а? Да. Документы, которые секунду хранил у себя дома, оказались в моем распоряжении и были переданы в Минск. Овальные аресты подполья на Украине и здесь, в Беларуси – это не цепь случайных удаччика. Мы просчитали каждый ваш шаг. Но вы уже, конечно, поняли, что мобилизационный план белорусского округа, который я предоставил в ваше распоряжение – это еще одна ловушка. Если войска объединенных сил перейдут границу, их ждет безжалостное уничтожение. Послушайте, Виктор Алексеевич, если вы скажете мне, что вам плевать, и вы готовы повести своих людей на смерть, то я вам обещаю – вы выйдете отсюда беспрепятственно. Ваша война уже проиграна. Поймите, той России нет и не будет, а мы строим другую Россию. Такую же сильную, единую и неделимую. Вы можете помешать нам, но стоит ли? Неужели вам ближе к Жибовске и ему подобное? Ему же не нужна сильная Россия. И вы это прекрасно понимаете. Так зачем же вы… Да потому что я вас ненавижу. Возможно, мы ошибаемся. Время покажет. Елена Васильевна будет здесь с минуты на минуту. Я прошу вас. Возьмите ее с Машей и уезжайте. И живите. Мое предложение – единственный выход. Что происходит? Кто сам несет? Он пойдет. Ты Jimmyокойся… Он приехал мне на черный санг. Яй… Люги. Югр Peter. Хорошо. Ну, я убед marché. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Елена Васильевна. Пойдемте, он ждет. Да. А что, братец, огонька у тебя не найдется? Сюда. Зачем? Зачем?зачем? Зачем?Зачем? КОНЕЦ Он не мог поступить иначе. Петр Алексеевич был человеком чести. А она все время молчит. Не плачет, а просто молчит. Даже с Машенькой. Он меня не гонит, слава Богу. Пока я с ней побуду, а там посмотрим. И куда вы теперь? В Берлин. Там есть клиника доктора Ланге. Говорят, хорошее. Я за полгода скопил желание, что деньги есть. Хорошо, не пропил. Так знал, пригодятся. Какая все-таки мерзкая штука жизнь, порубчик. Почему, когда кому-то дается надежда на счастье, то другой обязательно жертвует этим счастьем? Даже жизнью. Почему так? Странно. Магда тебя до сих пор Янышем называет. Михаилом нет. Но ты знаешь, я тоже. Как-то странно это имя произносить. Но я же привыкну, правда? Боюсь, что ты не привыкнешь. Почему? В ближайшие годы мне придется оставаться Янушем. Янушем Горецкий. Ну, а Михаилом я буду когда-нибудь потом. Магда открытку прислала. Ждет нас на Рождество. Тебя отпустят? Не знаю, наверное. Попроси. Так попроси. Думаю, на майора Беркли это произведет впечатление. Это Стефан. Он же приходил сегодня. Знаешь, мне кажется, он не в себе. Проходите. А я говорю, вы будете пить с нами чай. Давайте садитесь. Я сейчас принесу чашку. Я нашел его. Отель меняет каждую неделю. Здесь квартируется уже пятый день. И еще. Собирается уехать из города. Я проследил. Убрал билет на Берлин. А вот и он. Илья Курасовна. Илья Курасовна. Илья Курасовна. Илья Курасовна. Ну что? Идем? Нет, Янек. Ну что, идем? Я сам. Здесь меня подожди. У меня с ним душевный разговор предстоит. Без обид. Захар. Захар. Илья Курасовна. Илья Курасовна зашел. А-а-а-а. Я проси у него беспокойно. Я проси у него беспокойно. Думаю, полегчает. Не полегчало. Здесь деньги много. Только не нужно говорить, что их кому-то отдавать надо. Не надо. Степа, пойдем отсюда? Переночиваешь у нас? Пойдем. Только ночевать не буду. Денег тебе цеплю половину. Я пойду. Куда? Беатя, надо же мне ее рассказать. Как и что у нас. Я обещал. Здесь, в разведшколе, для вас открываются блестящие перспективы. С гибелью Ромовского ничего не закончено. То, что наша операция откладывается, это перст судьбы. Не только в Белоруссии. Если бы начали выступление сейчас, то мы не получили бы вообще никакой помощи. Так что все придется начинать сначала. Ну что ж... Я читал ваш рапорт о генерале Ромовском. Это правда? Скажите. Что пан думает? Может быть, не выдержали нервы? Или... Ну, говорите, слушаю. Он не хотел войны. Но было поздно отступать. Не хотел? Да. Он сам мне об этом говорил. Вы учитесь в лучшей разведшколе в Вильно? Так? Да. Помните, пан Галецкий, я имею на вас очень большие планы. Очень большие. Постарайтесь не разочаровать меня. Так. Время. Время. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пришел. Здрасьте, Тимофей Федорович. Гуднабан, хер Галецкий. Тимофей Федорович, ну как-то это, великоват, что ли? Ушьем, откормим, подкачаем. И ты здесь, Вася. Ну, куда же мне еще? Где вы, там и я. Да. Вот. Правильно, Тимофей Федорович. Правильно, Вася. Помощник мой, ученик. Башку бы тебе оторвать, да жалко талант. Признаю, признаю, все по-твоему вышло. Ну, честно, если б ты мне тогда попался, когда Рамовскую уводил, хорошо, что не попался. Тимофей Федорович. Как же вы здесь оказались? Вот, прибыли, для обеспечения связи, так сказать, для поддержки. Даст полное ваше распоряжение. Там решили, что мы с вами неплохо сработались и сдернули старика с печки, чтобы, так сказать, содействовал, а задним приглядывал. Я-то к твоим фокусам попривык, а у кого другого никаких нервов не хватит. Давай, у меня выход, переодеваться еще. Давай, коротко. К сожалению, короче, не получится. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ